Ирина Хакамада. Дау жизни. Мастер-класс от убеждённого индивидуалиста. Предисловие. Книга, которую вы держите в руках, третья в цикле моих работ, посвящённых передаче накопленного опыта. Секс в большой политике. О том, как, обладая независимым характером, двигаться в политическом истеблишменте. Секс-эс-успех в большом городе. О том, как делать карьеру и оставаться самим собой. И вот теперь. Дау жизни. О том, как совместить карьеру, любовь, самореализацию и личное счастье. По сути, как сыграть авторскую пьесу, даже если придётся нажимать на чёрные клавиши жизненного инструмента. Книга заключительная в ряду обучающей публицистики. Я попыталась обобщить всё, что знаю о жизни, любви и счастье. Круче не получится. Чем отличается мастер-класс от тренинга? Мастер-класс глубоко субъективен и на объективность не претендует. Мастер просто предлагает попробовать то, что у него получилось хорошо и ему принесло удачу. Можно не верить, но пробовать или адаптировать по отношению к себе. Главное – снять барьеры восприятия мастера и почувствовать его энергию. А дальше как получится. Хуже точно не станет. Чем отличается мастер-класс Ирины Хакамады от других из той же области? С детства я выделялась своей непонятной внешностью. Азиатско-русское происхождение обеспечило коктейль, пить который порой не представлялось возможным. Я росла одинокой и неприкаянной. Родившись в Москве с азиатским лицом и не зная японского языка, я везде ощущала себя чужой. И в России, и в Японии. Намного позже, став взрослой, я вдруг обрела уверенность в своей самоидентификации. Древний самурайский род вложил в меня мощную энергию жизни и ответственности, но потребовал большой платы. Русская кровь помогает лениться и не обременять себя долгом и дисциплиной, а армяно-лезгинская кровь деда по маме будет воображение и страсть, даже когда я колдую у плиты на кухне. Я перестала печалиться по поводу своей непохожести и, подобно шеф-повару, решилась создать собственный рецепт жизни. Наугад перемешала ингредиенты – восточную философию, западные бизнес-подходы, российскую культуру модерна и постмодерна. И получилось. Мне стало хорошо. И ничто во мне не мешает мне быть счастливой. Жизнь, даже если это сто лет, это одна сотая секунды. И зависит только от вас. Вот эта сотая секунды для вас будет счастьем и для тех, кто рядом с вами. Или вы вот эту сотую секунды потратите на проклятие того, что с вами случилось. А так, когда вы счастливы и делаете близко вам существо счастливым, ваша секунда превращается в вечность. А ведь для позитивного видения мира не было никаких предпосылок. Ну как не поделиться таким результатом? Так что читайте. Если понравится, у вас тоже получится. Только быстрее, чем у меня. П.С. Не пропускайте главы. Каждое дао связано с предыдущим. Потом будете обращаться к отдельным пассажам. Но вначале важно получить целостную картинку. Повторы сделаны сознательно. Так ключевые идеи лучше оседают в подсознании. Захотите живого общения, приглашаю на мастер-класс. Информация на сайте www.hakamada.ru Успехов в поисках собственного «Я» Ирина Хакамада Глава первая. Дао успеха. Критерии успеха. Средний класс в больших городах живёт, дышит, любит и горюет, сконцентрировавшись на одном божественном желании индивидуалиста. Имя богоязычника эпохи потребления – успех. Успех мотивирует, активизирует и вдохновляет. Отсутствие рядом света божества огорчает, закомплексовывает и, в конце концов, убивает. Поклонение божеству успеха стало жизненной философией целого поколения прагматичных, тренированных МБА и коучами молодых людей. Критерии успеха кристально чисты и понятны. Это деньги, профессия, место в социальной иерархии и, о, наконец, слава! Долгое время последовательность критериев оставалась неизменной, но потом явление тотального заболевания пиаром изменило её. Слава, чего бы это ни стоило, деньги, социальный статус, профессия. Что-то туманное, едва различимое. Всё выглядит вполне гладко. Тогда почему же возникает чувство неуверенности? Откуда берутся проблемы повышения самооценки, кучу комплексов, дефицит секса и любви, и вообще глобальная усталость? Откуда, несмотря на выученные схемы и владение компьютером лучше, чем ручкой, столько ошибок и неумения предугадывать глобальные и частные изменения? Почему всё с таким трудом, с надрывом, не взлетая подобно орлу на мощных крыльях, а словно карабкаясь на Эверест? Почему, когда, потратив годы, доходят до вершины, радости хватает на считанные мгновения? Я думаю, что причина кроется в нас самих. Общепринятый успех, словно чужое лицо или маска, заглотнул нашу личность как акула, даже не подавившись. Чужое лицо отнимает энергию, не развивает интуицию, не сохраняет в нас ощущение самого себя. Божество, порождённое новой эпохой, ухмыляется у нас за спиной, так как кризис и смена правил игры и информации несут какой-то другой порядок, нам недоступный. Чтобы познать его, необходимо остановиться и почувствовать себя, а нам некогда. Так что делать? Я думаю снять маску, стать самими собой и выработать свои приоритетные критерии успеха. Я успешен, если… Творчески самореализован и чувствую себя счастливым. Меня окружают комфортные в общении люди, то есть я сам создаю себе позитивную коммуникативную среду. У меня есть ровно столько денег, сколько нужно, чтобы обеспечить мне душевное равновесие и достойное качество жизни. У меня есть признание моего успеха со стороны людей, которых я уважаю. Вот и всё. Довольно просто. Именно такая последовательность помогает овладеть Art De Viver – искусством жить. Именно это искусство позволило мне вовремя и добровольно менять профессии – от доцента до предпринимателя, политика и творческого фрилансера – и снова и снова находить себя. Да, конечно. За самодостаточность и независимость придётся чем-то заплатить. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Придётся отказаться от счастья денег, славы, высокого статуса, усилить риски. Но счастье, поверьте мне, того стоит. Art De Viver – величайшее искусство быть успешным прежде всего в собственных глазах, а уж потом в глазах общества. Контролируемый пофигизм и принципы успеха. Итак, как найти баланс между душой, жаждущей свободы, и стандартами успеха, навязанными системой общественных амбиций. Как не шарахаться от обидных определений типа лузер, аутсайдер, маргинал, а делать то, что хочешь, но при этом обеспечить себе не выживание, а адекватное качество жизни. Как поймать рыбу по Дэвиду Линчу, а не угробить свою жизнь в погоне за 130-метровой яхтой, с которой уже и рыбу-то ловить не хочется. Главные принципы. Контролируемый пофигизм, то есть позитивное равнодушие к фетишам внешнего. Успех любой ценой в качестве цели грозит плохой ориентацией во времени и пространстве. Стандартный успех – ничто. Это всего лишь инструмент продвижения к мечте. Деньги, слава, руководящая должность, если они не приближают вас к мечте, то не стоят затрат времени. Пофиг всё, что искушает вашу душу, но плодит вокруг кучу карьеристов и никчёмных приживал. Зато контролируемый, то есть просчитанный пофигизм, освобождая душу, обеспечивает онлайн-связь с миром и позволяет улавливать ваш восходящий поток. И тогда не надо пыхтеть и потеть, разрывая сердечную мышцу на пути к цели. Один взмах – и вы летите. Второй. Принцип относительного равнодушия к цели. Путь к ней один, но дорог много. Не получилось устроиться в эту компанию, получится в другую. Перед решающей схваткой лучше просчитать все варианты, в том числе и наихудшие. И страх проиграть уйдёт. Победит желание быть счастливым. Третий. Принцип удержания баланса между разумом и душой, между холодным расчётом и «хочу». Счастлив тот, кто умеет быть прагматиком, но не убивает мечту и своё «я» ради карьеры. Я 15 лет выживала в политике и сохраняла энергию только потому, что любила себя и уважала свои ценности больше, чем очередной министерский пост. При этом в определённых рамках шла на компромиссы, понимая правила игры. Четвёртый. Принцип открытого разума. Стать любознательным открытым миру и людям, что позволит уловить смыслы и знаки вашей судьбы. В замкнутой камере карьерной жизни сигналов не услышать и знаков не заметить. Вот пример правильно настроенного уха и быстрого реагирования. Случайно на одной из встреч с партийной молодёжью я услышала совет. У вас такой опыт, вы бы хоть как-нибудь его передавали, книгу написали или что-то вроде того. Через месяц я приступила к написанию учебника «Секс в большой политике». Инструменты успеха. Первый. Главный и абсолютный ключ к нашему успеху – мечта. Нет ничего более сложного, чем простота мечты. Не так просто отыскать мечту в куче соблазнов. Всё равно, что иголку. Надо извлечь её из стога сена в виде люксовых тачек, сумок биркин, квартир и навороченных часов. Мечту, дающую энергию жизни не только вам, но и миру. Мечту, выходящую за рамки всех «не могу» и «невозможно», прямо как в детстве. Моя мечта стать президентом России казалась безрассудной, но её огонь позволил жить и творить и в политике, и вне её. Цель сделать страну уютной и счастливой помогла найти себя, не обменивая душу на деньги и статусы. Так что ищите мечту в паузах между работой, и тогда работа вскоре исчезнет, превратившись в творчество. Второй. Спешить медленно. Зависть, спешка, жадность приводят к суете и тяжким ошибкам. Умение держать паузу, приходить в себя, восстанавливать душевное равновесие приближает к цели, даже если вы нарушаете график и выпадаете из потока. Вовремя прерывать поток дел – это искусство останавливать время, чтобы вырабатывать решения с помощью бодрого духа, а не уставшего тела. Если нет решения, это не значит, что его нет. Это значит, что у вас нет сил его услышать. Третий. Профессионализм – это всё, да не всё. Иногда умеренный дилетантизм помогает снять искусственные барьеры в голове. Не бойтесь быть дебютантом. Главное – непрерывно учиться, но не коллекционируй дипломы, а учиться по жизни. Иногда классический роман или фильм Тарковского, Бергмана или беседы с интересным человеком научат большему, чем факультет психологии МГУ. Дифференцируйте знания. Узкий профессионал не выживет в эпоху перемен. Четвёртый. Коммуникация – 95% нашего успеха. Летает тот, кто слушает и слышит, кто изучает среду и налаживает контакты, кто правильно задаёт вопросы и получает знания и связи легко и бесплатно. Лучший тот, кто, храня себя, умеет пожать руку и выразить своё уважение. Вывод. Успех – не цель, а образ мышления. И этот образ можно создать, и он станет реальностью. В успехе тоже есть этика – этика уважения к себе, к своему душевному равновесию. Никто не сможет задавить вас более успешно, чем вы сами. Искусство быть успешным – это искусство слышать себя, слышать биение своего сердца лучше любого кардиолога. А дальше? Дальше действовать, понимая, что другие люди ничем не хуже вас. По большому счёту. Как повысить самооценку? Действительно. А как следовать всем принципам, которые я так бодро изложила, если по природе своей вы не очень-то верите в себя? Как быть, что называется «equipped mentally»? Быть психологически готовым к собственному успеху и действительно не прогнуться под изменчивый мир. Путь к стабильному успеху, особенно в ситуации кризиса, как личного, так и общественного, самооценка со знаком «плюс». Не со знаком восклицания, что означает неадекватность, а со спокойным «плюс». Я успешно заваливала свои будущие достижения, недооценивая себя в частном бизнесе и, наоборот, прорывалась в политике, когда была в себе уверена. Итак, эффективная самооценка – путь к успеху. Можете мне поверить, так как этот путь я прошла до конца, ощущая себя до 30 лет гадким утёнком и только после 40 обретя наконец веру в то, что я какой-никакой, пусть не белый, но лебедь. Так какими же приёмами я пользовалась? Пожалуйста. Первое. Мир таков, каков ты сам. Всё надо искать в себе. Неприятности и обломы – повод вычислить свои ошибки и не повторять их. Умный тот, кто учится на своих ошибках. Гений тот, кто действительно на них учится. На чужих, к сожалению, не учится никто. Второе. На обиженных воду возят. Обиделись, всё про себя высказали и отпустили и простили. Не будет болеть спина, да и энергия веры в себя сохранится. Не собирайте негатив вокруг себя. Он притянет ещё больше негатива. Коллекционируйте, пусть в мелких формах, позитив, и любуйтесь им каждый день. Третье. Избегайте слов и выражений типа «я так и знала», «я так и знал», «так будет всегда», «ничего не выйдет», «всё ясно», «понятно» и так далее. Откройте уши и ждите чуда. Чудо не терпит обобщений. Оно крайне индивидуально и случается там, где его уважают. Четвёртое. Поставив перед собой большую цель, двигайтесь к ней маленькими шажками. Главное двигаться. По Брэнсону. Становитесь человеком когда, а не человеком если. Глаза боятся, а руки делают. Женщины меня поймут. Оценивайте успехи по скромным достижениям. Пятое. Ищите оценку своей деятельности среди единомышленников, а не в чужой среде. Не выходите за рамки своего контекста. Мне часто предъявляют претензии, что мои книги и мастер-классы рассчитаны только на средний класс. Да, действительно, справедливо. Я несу свой опыт своей среде. Как только выйду за её границы и начну заигрывать с фермерами и рабочими, всё станет ложью. Шестое. Если критика, пусть даже выданная в жёсткой форме, справедлива, не надо воспринимать её в штыки и обрастать комплексами. Если же критика уничтожает вашу личность и унижает человеческое достоинство, бейте наотмашь. Это тот случай, когда риск оправдан. Седьмое и последнее. Никому ничего не доказывайте. Меньше получите агрессивных наездов и не будете терять время на опустошающие споры. Больше слушайте и коллекционируйте идеи. Быть оптимистом – это искусство не создавать себе на пустом месте лишних врагов. Их и так достаточно. Ну что, вы стали человеком стакан наполовину полон? Уверена, что да. А если ещё и поработать? Как избавиться от перегрузки и не заболеть прокрастинацией? С эффективной самооценкой жить становится легче. А главное – столько всего хочется успеть. Современный молодой человек или девушка не отнимает от уха телефон и потребляет пищу, смачно приправляя её деловыми переговорами. Точнее, наоборот, пытается провести бизнес-раунд, бездумно зажёвывая его в зависимости от доходов японской лапшой или сибасом на гриле. Результат – гастрит и дикая перегрузка, требующая срочной перезагрузки. Вперёд! Человек, устав от бесконечного бега, останавливается и не перезагружается, а впадает в прокрастинацию. А значит, летит в пропасть нереализованных планов. Всё успел, проанализировал и понял, что ничего по пути не успел. Парадокс делового Homo sapiens. Итак, быть или не быть, успеть или не успеть, или к чёрту всё послать. Давайте разбираться по порядку. Пойдём от всё на потом к всё сейчас и сразу. Прокрастинация – чудесное иностранное слово. Модное определение нашей неорганизованности и лени. Прокрастинация – состояние откладывания на потом серьёзных дел при стопроцентной занятости всем остальным. Откладывание, запаздывание, неначинание под предлогом загруженности, пусть даже абсолютной чепухой. Причины заболевания могут быть разными, и зависят они от типа людей. Первый. Те, кто боится риска и ответственности при решении серьёзных вопросов. Проще суетиться по мелочам и делать вид, что проблемы нет. Второй. Люди если. Прожекторство. То, что уже было упомянуто ранее. Если бы, да я бы, а так… Третий. Адреналиновые наркоманы, гордо считающие себя антикризисными лидерами. Пока не грохнет, делать ничего не будут. А потом, как студент, всё в последнюю минуту. Горчички. Угу. Прокрастинация, на мой взгляд, существует в двух формах. Причём обе они не уступают друг другу в масштабах охвата населения. Первая. Бытовая. Откладывание текущих дел. Вторая. Глобальная. Откладывание жизненно важных решений. Вторая форма, конечно, тяжелее. Фактически, люди откладывают на потом жизнь, смену работы, профессии, место жительства, разрешение личных конфликтов. Несмотря на понимание того, что так дальше жить нельзя, страх перемен побеждает желание стать счастливым. Лучше болото, только бы не ломать привычный ход вещей. Или «пусть кто-то сделает это за меня». Но подобная ситуация требует отдельного рассмотрения, позже, в других главах. Перейдём к первой. Бытовой. Обломовщине. Мы бесконечно долго идём к врачу. Моя проблема. Не сдерживаем обещание отправиться с ребёнком на каток. Не оформляем документов, движимые естественным чувством ненависти к бюрократии. И спохватываемся, что визы нет, когда уже праздники на носу. Ваша виза давно просрочена. Вы нарушили закон об иммиграции. Вы больше не сможете въехать на территорию Соединённых Штатов. Лицо гаишника постоянно вызывает у нас щемящую тоску из-за непройденного техосмотра или отсутствия страховки. Ну и так далее. Перечень может быть длинною в жизнь. После подписания контракта на эту книгу я купила 10 тетрадей и 10 ручек. Пишу традиционным методом, так как клавиатура компьютера почему-то подавляет вдохновение. Положила тетрадь на стол и решила написать план. С момента принятия чашки кофе и написания плана прошло… как вы думаете, сколько? Месяц! Зато, приступив, не могу остановиться. Что же делать? Как преодолеть психологический барьер на пути свершений? Кто-то мне написал «Сос, помогите! Третий год не могу докрасить стену в квартире. Три покрасил, а четвёртую не успел. И вот три года, а стена всё не крашена». Ну что тут скажешь? Двинемся от простого к сложному. От приятных к самым неприятным вещам. Можно замучить себя стеной, а можно предложить раскрасить её на любой манер друзьям или детям на ваш день рождения, как, впрочем, и совместить поход на каток с общением с друзьями. Точно также закупка хостоваров в Икеа – чашка кофе и ланч с подругой – более приятное дело, чем трата воскресного дня на вовлечение упирающегося мужа в домашнее хозяйство. А вот приведение всей семьёй в порядок библиотеки или фотоальбомов может стать креативным домашним праздником. Теперь о неприятном. Документы, визиты к врачам и прочие духу противные дела необходимо распределить на одну-две недели, перемежая их с обычными делами. Зафиксировать всё это в двухнедельном графике по дням и часам. Затем записать эти дни и часы на бумажках-напоминалках и повесить их на холодильник, компьютер, в туалете, в ванной комнате на зеркало. Чистите зубы и читайте и вспоминаете. Если жить в графике, то откладываемые поступки совершатся по инерции. Вы словно поезд, встаёте на рельсы и проезжаете все станции на своём пути. Я уже упоминала, что ненавижу ходить к докторам. Пауза может длиться больше года, до тех пор, пока я не выберу день и время и не впишу его в график на следующую неделю. И, о чудо, я наконец доезжаю до станции кабинета врача. Главный ваш враг в борьбе с прокрастинацией — имитационная занятость, гуляние по всемирной сети, зависание в ЖЖ, тусовочно-гламурное мелькание, телевизор, кино — мой случай. Отказываться от всего этого не надо. Быть рабом своих развлекательных привычек — прекрасная отдушина. Это и есть свобода жить, как хочется. Просто все виды зависания необходимо ограничить по времени, ну, например, не более двух часов, и расписать вперемешку с делами. Итак, искусство борьбы с прокрастинацией заключается в том, чтобы сохранить баланс между Не делай сегодня того, что можно отложить. Решай проблемы по мере поступления. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Ключ в планировании жизни на короткий период. Максимум две недели, минимум одна. Планировать на больший срок бесполезно, даже вредно. Замучаете себя своим перфекционизмом и не сможете просчитать ситуацию. Ведь эпоха перемен не предполагает неизменных условий существования. А теперь переходим к тайм-менеджменту. Как встать на рельсы своего графика и оставаться свободным? Тайминг — оперативное расписание жизни. Французы едят по часам. Нет ланча в строго определённое время. Нет дела. Американцы — трудоголики. Но в пятницу летом уже с пяти вечера на гольф-полях. Мы не гедонисты и не трудоголики. Мы не свободные, а разболтанные. Живём одним днём. Звонки не возвращаем. Данное слово легко забираем. Везде и всегда опаздываем. Гуляем безответственно. Живём неспокойно. Такая страна повышенного риска. Может, мы и не виноваты. Но с этим надо что-то делать. Один астролог мне как-то сказала, что секрет моего успеха в сочетании дисциплины и свободного духа. Красивая фраза. Вот мой рецепт успеха. Первое. У меня есть график на каждый день. Этот график учитывает все мои профессиональные и личные дела, развлечения, давно откладываемые мероприятия. Смотри прокрастинация. В нём расписаны время и место. У меня нет офиса. С учётом минимального передвижения пробок и физического состояния клиента, то есть меня. Поэтому я не опаздываю. А если и делаю это, то специально. Смотри «Секс в большой политике» и «Сексс – успех в большом городе». Второе. Удовольствие, хобби, семья. Что называется, всё включено. Даже когда я работала министром в правительстве, фитнес-клуб был строго два раза в неделю, и он фиксировался у меня в графике наравне со встречей с премьер-министром. Третье. Повестка дня и недели выстроена с выделением приоритетов. Что самое важное, менее важное и так далее. Хобби, дети, спорт, свидание, стрижка – в таком же почёте, как и работа. Они почти на равных. А вот тусовка, мелькание по телевидению – как получится. Поход в кино, опера и так далее – всё включается в график. Главное – не уступать в оптимизации, придерживаясь принципа «всё можно успеть». Я так живу последние 15 лет и успеваю. Дисциплина и свобода – лозунг современного человека. Долой трудоголиков! Да здравствует просвещённый профессионализм жизни! На этой оптимистичной ноте можно перейти к теме перезагрузки, то есть избавления от перегруза. Перезагрузка. У тайм-менеджмента есть и другая сторона. Хочу всё сразу и сейчас. Трудоголизм изводит дух и тело, постепенно превращая большой мир в тоннель, пусть даже и со светом в конце. Бесконечная занятость убивает душу. Невозможно постоянно качать мышцы, как интеллектуальные, так и биологические. Мозг устает, а личность становится зависимой от привычного. Всё нестандартное приводит в состояние ступора. Инерция подавляет и побеждает. В этот момент полезно вспомнить упомянутый контролируемый пофигизм. Как же всё-таки снимать перегрузку и давать себе отдых вне зависимости от отпуска или уикенда? Ведь даже совершенный компьютер зависает, и для перезагрузки его надо выключать из сети. Полное выключение рассмотрим позже, в главе о жизни, а сейчас попробуем разобраться в текущей разгрузке. Во времена моей Одиссеи в федеральном правительстве я рисковала умереть от своей дисциплинированности, пытаясь выполнять все поручения двух вице-премьеров, аппарата правительства и премьер-министра. Указания сыпались как снег на голову. Их масса соответствовала массе бессмысленностей, порождённых отсутствием конкуренции и профессиональной необходимости получать прибыль. Это я поняла очень быстро, но легче от глубокой мысли о судьбах бюрократии не стало. Помощь пришла от одного сердобольного коллеги. Секретик бюрократической разгрузки оказался предельно прост и потому гениален. Все поручения, изложенные на бумажном носителе электронного правительства в 1997 году не существовало. Кладёшь в ящик стола лучше нижней. Если поручение приходит повторно, можно приступать к действиям. А если по его поводу в третий раз звонят по телефону, надо срочно выполнять. 80% всех дел благополучно отпало. Не забудьте, в госучреждениях надо выполнять не все поручения. Расслабьтесь и оставайтесь профессионалом, а не суетливым отличником. Теперь перейдём к частному бизнесу, где текущая разгрузка даётся сложнее, особенно если вы руководитель. До недавнего времени звёзды бизнеса, отрываясь только в пятницу поздно вечером, в два часа ночи в центре тусовочной Москвы пробки, всё остальное время руководили всеми и вся до изнеможения, не имея отпуска годами. Но постепенно ситуация стала меняться. Руководители-собственники начали искать на рынке топ-менеджеров экстра-класса. Хедхантеры радостно потирали руки. Наконец-то пошёл спрос на менеджеров, так как собственникам захотелось плавать, ездить в Африку и Тибет, рисовать, танцевать танго, смотреть артхаусное кино и в театре получать удовольствие, а не только выгуливать жену на пафосные премьеры. Книги, посвящённые тому, как тратить на бизнес минимум времени, а на удовольствие максимум, стали бестселлерами. Наемные менеджеры тоже, в свою очередь, стали задумываться не о сумме доходов, а о качестве жизни, и не только после 50, а уже около 30. Стали пытаться регулировать свой график, исходя из времени затрат, и получилось. Каким образом? Человек даёт себе установку. Первое. Я не хочу всех денег на свете, и я хочу их ровно столько, чтобы управление ими не отнимало у меня удовольствие жить. Второе. Я окружаю себя профессионалами, способными самостоятельно принимать решения и нести за них профессиональную ответственность. Третье. Я распределяю ответственность и риски по горизонтали и вертикали. Четвёртое. Я создаю систему мониторинга эффективности работы компаний и людей. Цель. Минимум затрат личного времени и максимум прибыли. Вот такой парадокс. Эта модель хороша в постоянном режиме. Есть другая. Ею пользуются многие фрилансеры, игроки на фондовых и валютных рынках, финансовые консультанты. Два-три месяца поработал, столько же креативный отдых. Путешествия, спорт, философия, медитация, хобби. А что делать, если вы наёмный менеджер среднего звена, начальников над вами тьма, а подчинённых ноль? Он неправильно тащит. Ну разве так тащит? Ты снизу бери! А как же он его подденет? Сверху давай! Да сверху ему будет неудобно! Он выиграет в силе, но проигрывает в расстоянии. Знаете что? Волоките, покинуйте! Волоките! Первое правило. Подписывая контракт, вы оцениваете соответствие должности и графика не только вашим амбициям, но и вашему стилю жизни. Перед тем, как согласиться на полный или неограниченный рабочий день, оцените ваши жизненные приоритеты. Необходимость заниматься спортом два раза в неделю, проводить отпуск с ребёнком в летнее время, посещать занятия с живописью, танцами и т.д. Театр, книги, музыка, кино – всё можно успеть при правильном управлении временем. Смотри выше. Но есть занятия, связанные с необходимостью согласования с другими людьми. Вы же не голливудская звезда, чтобы иметь домашнего тренера, массажиста, диетолога, повара, учителя танцев, учителя музыки и т.д. Доходы не те. Так что выбирайте. Если главное – деньги и профессия, это одна история. Если качество жизни – другая. Тогда пытайтесь умерить амбиции и договаривайтесь на берегу. Включайте всё, что можно, в свой контракт или обговаривайте устно с начальством. Второе правило. Постоянно следите за эффективностью своей работы. Поставленную задачу можно решить, просидев на работе до ночи, а можно организовать процесс таким образом, чтобы спокойно уходить домой в запланированное время. Главное – не результат любой ценой, а результат с минимальными затратами времени. Результат плюс минимум времени равно ваш спортивный клуб. Помните об этом. Третье правило. Люди, желающие перезагружаться качественно и системно, ищут и находят работу с соответствующим ритмом. Кем быть? Работником корпорации или фрилансером? Важный вопрос. Протестируйте себя и не сдавайте позиции. Об этом поговорим в следующей главе, так как вопрос напрямую связан с темой лидерства. И последнее. Как перезагрузиться прямо на рабочем месте, чтобы не допустить закипания мозга? Закрыть глаза и отключиться хотя бы на 2-5 минут. Попросить начальство повесить на стенку дартс и периодически кидать дротики в мишень. Переключает сознание очень хорошо. 5-10 минут послушать в наушниках музыку с вашего мобильного телефона. Выйти на 5 минут на улицу и продышаться другим пространством. Не пропускать обед и ланч. Не обсуждать сплетни, не ввязываться в споры, а поесть в одиночестве или с очень спокойным коллегой. Обходить стороной шумных говорунов. Они загрузят ваш мозг окончательно. Впрочем, так же, как и кислотные меланхолики. Любите себя и используйте ланч для потребления не только хлеба насущного, но и космической энергии. Как ни странно, даже в большом городе она присутствует везде. Главное понять, где она прячется. И последнее. Если наступает горячее время, когда вопросы и заседания сыпятся со всех сторон и вас дёргают, доводя до истерики, не истерите. Повторяем упражнение. Глубокий вдох, закрыли глаза, выдохнули, успокоились. Две минуты. Прикинули очерёдность выполнения дел в соответствии с приоритетами. Две минуты. Методично, шаг за шагом, сделали всё, ну или не всё, всё, что можно, отложили на попозже. Вспоминаю, как вице-премьер Жуков в бытность свою депутатом и председателем бюджетного комитета, в разгар принятия бюджета, когда всех лихорадило, спокойно играл в шахматы и всё успевал. Глава 2. Дау-лидерство. Сложно жить в гармонии с хаосом. Дэвид Боуи. С чего начать? Понятие «лидер» будет воображение, рисуя в зависимости от нашего возраста и темперамента разнообразные соблазнительные картинки. Как говорится, кто во что гораст. Молодые так и видят себя Киану Ривзами в шикарном офисе где-нибудь на 65-м этаже с видом на Манхэттен. Пардон, на Кремль. Но без проблем с искушениями Люцифера в лице Аль Пачино. Те, кто постарше, вздыхают, представляя себя в большом кабинете с позолотой, за длинным столом на манер тех, что стоят в Белом доме или в Кремле. Молчунам видится, как они срывают овации на трибуне конференц-залов, а рефлексирующим, как им внемлет толпа в пустыне. А мне? Ну, по-разному. В юности я не примеряла на себя образ лидера, считая, что это упаковка для другого товара. А потом как-то взметнулась, аж до президента России. Ночью разбуди. Всю программу своих президентских указов могла выдать с закрытыми глазами, как под гипнозом. А сейчас? Что представляется сейчас, после смены огромного количества кабинетов? Сейчас вспоминается роман Питера Хэга «Тишина». Размышления героя, который просил у Всевышний не новых нот, а возможности проиграть прекрасно те, что уже есть. Я – музыкант. Я заключил сделку со Всевышней о том, чтобы играть всеми клавишами, и чёрными тоже. Лидерство. Способность максимально насыщенно проиграть жизненную партию, понимая, что она состоит из белых и чёрных полос. По существу отношения к жизни люди делятся на две группы – на тех, кто является инструментом в чужих руках , и тех, кто играет сам. И каждый счастлив и несчастлив по-своему. Такое распределение доказывается множеством психологических игр, суть которых можно свести к следующему. Если держать какое-то количество людей в изоляции, то уже через неделю выявится 5% тех, кто начнёт организовывать жизнь. Если отделить эти 5%, через неделю выявится ещё 5%, и так до 20% с постепенным снижением уровня активности. Но дальше 20% дело не пойдёт. Оставшиеся 80% не станут ничего инициировать и будут ждать помощи извне. Так с чего начинается лидерство? В чём секрет? Где ключик, который открывает дверь в большую игру сильных мира сего? Я думаю, что ключ в состоянии души. Лидерство – это испытываемое ответственным эгоистом ощущение удовольствия от владения собственной игрой, в первую очередь с самим собой, во вторую – с внешним миром. Принцип звучит очень просто. Я владею собой. Я создаю мир в себе. Я владею миром. Давайте, отталкиваясь от этого, ответим себе на очень русский вопрос. Кто в доме хозяин? Подразумевая под домом собственную душу. Если на этот вопрос вы готовы ответить «Я», тогда полдела сделано. Напишите на визитке «Профессия лидер». И вперёд! П.С. Только не забудьте, ответственность за этот ответ понесёте тоже вы, а не родители, начальники, подчинённые, гаишники, политики, ну и так далее по списку. Настройка инструментов или психологическое лидерство. Итак, мы договорились. Лидер не тот, кто самый обаятельный, самый харизматичный, самый говорливый, самый профессиональный. Лидерство живёт тише, скромнее, в дальней комнате наших амбиций, на двери которой висит табличка «Ответственность». Мало того, площадь комнаты ограничена пока масштабами нашей личности, и с залом заседаний ООН не имеет ничего общего, хотя ещё неизвестно, что больше, поскольку в деле самореализации личности границ, по сути, вообще нет, но об этом позже. Комната дальняя, нелюбимая. Заходим мы туда редко, а уж поселиться там – совсем проблема. Взваливать на себя ответственность за свою жизнь не хочется, проще предъявлять претензии другим, облегчая душу со слагательными наклонениями или менторскими рассуждениями. Второе, о чём я предлагаю договориться или просто поверить мне на слово – лидерами не рождаются, точнее, не обязательно рождаются. Лидером может стать каждый, даже самый неуверенный в себе человек. Главное – разозлиться на себя, дойдя до ручки сказать «хочу» и сделать первый шаг, который, как известно, самый трудный. Итак, злиться на себя, а не на мир вокруг, конвертировать позитивную злость в желание, сделать первый шаг, действовать, реализуя свои желания. Я была классическим гадким утёнком, жалким, беспомощным, без друзей, вечным лузером, писала упадочные стихи, о чём, будучи 12-летним подростком, поведала единственному другу – дневнику. Но потом победила желание измениться, стать лидером своей жизни. Вскоре случай представился. В Артеке я присоединилась к двум другим ребятам, и мы организовали побег из лагеря в знак протеста против муштры. И победили, рискнули, хотя родители могли выгнать с работы, нас из школы. Взяли на себя ответственность и убежали. Муштра закончилась, а уверенность в себе и новые друзья появились. С этого первого шага начался мой длинный путь к самой себе, который продолжается до сих пор и, надеюсь, в ближайшее время не прервётся. Почему? Потому что оказалось, что идти к самому себе – самое интересное в жизни, круче даже, чем выступать на генеральной сессии ООН. Этой чести я в своё время удостоилась. Итак, лидер – это хозяин собственного «я». Лидер готов отвечать за свою жизнь. Лидер готов рисковать и добиваться результата. Лидер тот, кто понимает. Другого выхода, кроме как стать лидером, нет. Если не получается сразу, не надо рвать душевные связки, можно на первом этапе присоединиться к другому лидерству, а потом постепенно набирать силу. Главное без фанатизма, как говорит мой знакомый, когда спускается по голубым трассам, будучи мастером спорта по горным лыжам. Только чайники что-то доказывают и спешат, а игроки формируют настроение, а потом спокойно действуют в согласии с самими собой. Принципы формирования лидерского «я». Первый принцип. Непротивление лени насилием. Что не означает, конечно, уподобление Иванушки-дурачку или Емеле в ожидании чудо-печки либо чудо-рыбы, неважно, золотой или щуки. Искусство яхтсмена не только в том, чтобы наполнить ветром паруса, но и в том, чтобы вовремя приспускать их или вообще уходить в порт на стоянку, когда штормит. Жизнь — не соревнование, а прекрасное музыкальное произведение. И от вас зависит частота чередования форта и пиано. Настроившись на свою мелодию, пытаясь почувствовать себя, вы быстро поймёте, когда надо снижать темп и держать паузу, а когда, подхватывая удачу, нестись на всех парусах. Нет тренда — отойдите, есть — рискуйте, и удача придёт. Кстати, похоже на игру на Форекс. Вовремя уйти — тоже искусство. Когда в 2006 году я ушла из политики, многие меня не поняли. На журналистка из политики не уходит, обывательская испугалась. У меня был ясный ответ — мой тренд в политике закончился. Но оказалось, что такое объяснение не работает по одной простой причине. Кроме спортсменов, никто этого принципа не понимает. Часто страх перед новым оказывается сильнее желания быть успешным. Главное — удержаться, но не рисковать. Нет проблем. Но это туда — 80%. Второй принцип. При принятии решений сочетать интуицию и логику. Услышать то, что вы чувствуете, надо так же, как и то, что вы знаете. Работающая интуиция позволяет использовать всю клавиатуру вашего инструмента. Подавляющая логика делает вас не музыкантом, а учеником начальных классов, застрявшим на базовых упражнениях. Итак, лидер экономит силы и бережёт мозг, не бьётся головой о глухую стену, включает интуицию и вовремя меняет жизнь. Остаётся совсем простенькое — стать интуитивным лидером. Но можно ли развить интуицию, если её нет от природы? Интуиция — методы развития. Собственно, методов этих три. Первый — метод переключения сознания. Второй — метод расширения сознания. Третий — метод прерывания потока. Россия славится своим энтузиазмом в отключении сознания. Вежливые и скучные европейцы и восточные аутисты с изумлением наблюдают, как русский турист с гиганьем мотается на всём, что движется, как на горе, так и на море. А в ночном клубе быстро переходит от угрюмого сканирования танцующих к запредельному расслаблению в результате поглощения мегалитров спиртного. Можно понять национальное «одного живём», потому что именно так и живём. Страна рисковая, непрогнозируемая, агрессивно неудобная, но любимая, темпераментная, в общем, родная. Поняли и простили. А вот переключение сознания, расширение сознания — не наше. В отличие от наций, живущих от визита до визита к психоаналитику США или впитывающих с молоком матери способность к медитации — Япония, Китай. Наше, не наше, но без интуиции в стране полного хаоса не проживёшь. Другое дело, что надо взять на вооружение нашу традицию и попробовать самому легко и непринуждённо развить в себе то, что позволяет двигаться по жизни быстрее, эффективнее и веселее. Поехали! Зачем переключать сознание? Однажды в бытность мою депутатом от округа в Санкт-Петербурге у меня произошла случайная, но очень знаковая встреча с директором Института мозга госпожой Бехтеревой, ныне покойной. Прекрасная петербурженка, учёный. Она пригласила меня к себе домой, напоила чаем с вареньем и неторопливо объяснила природу подсознания и интуиции. Без мистики и прочей чепухи. Фактически, она ответила на вопрос одного моего знакомого. Вопрос был по-детски наивным и мудрым. «Если человеческий мозг задействован на 5-6%, то почему в процессе эволюции остальные 95% не отмирают?» Я сперва растерялась, а потом продолжила рассуждение. Человек будущего должен быть в таком случае не яйцеголовым, а ходячим ящером. Тяжёлая большая голова — это что, про запас на чёрный день? Это наш резервный фонд? Кризис цивилизации и мозг заработает на все 100% и спасёт человечество? А пока живём в экономном режиме? Или всё-таки он работает весь? Просто современными приборами эти сигналы не улавливаются? Так вот, госпожа Бехтерева раскрыла мне глаза. Подсознание работает по тем же принципам, что и сознание, только быстрее и системнее. Подсознание может улавливать закономерности более высокого порядка и готово выдавать результат. Но в том и проблема, что некуда. Все ячейки сознания, что называется overblocked, всё забито каким-то хламом. Если их почистить, то подсознание вытолкнет решение в свободное место, а уж оттуда мы легко его заберём. А чтобы почистить голову и использовать все возможности своего мозга, надо периодически переключать сознание на что-то другое, более творческое, и освобождать его от схем, переживаний и бытовухи. Итак, чистим сознание, используем подсознание, работает весь мозг, получаем решение. Теперь разберёмся, как это делать. Идеи две. Идея номер один. Впадаем в детство. Однажды после дебатов на телевидении ко мне подошла психолог и сочувственно посоветовала заняться чем-нибудь, что развивает мелкую моторику. Вспомните, наверняка педиатр вам говорила, развивайте пальчики у ребёнка, там будущий интеллект. Делая что-то руками, вы а. снимаете стресс, б. развиваете интеллект, в. отдыхаете, г. находите новое решение. Я человек восточный и действую по принципу «Информация, анализ, реализация». Итак, информация получена, анализ привёл к печальному выводу. Шить, вязать не люблю, писать картины смешно, впрочем, так же, как и изображать скульптора. Какие действия? Никаких. Раскрыли глаза и уши пошире и ловим знаки. Вы не поверите, поймала. Через полгода. Один приятель застрял в магазине и наконец появился, радостно неся в руке китайскую кисточку. Далее состоялся забавный диалог. Я – кисточка? Он с гордостью – да. Я – для чего? Он – для китайской каллиграфии. Я – умеешь? Он – нет. Я – будешь учиться? Он – нет. Я – а зачем купил? Он – очень красивая. Я – красивая? Смотрю! Точно красивая! Героиня уходит в магазин и покупает кисточку. Так я начала заниматься каллиграфией. Чёрная тушь и техника написания иероглифа оказались мне близки. Даже кляксы прикидывались произведениями искусства. Сидишь, пишешь иероглиф, например, счастье, и сознание полностью переключается на него. Лишние мысли уходят. Если до этого нужное решение не приходило, а настроение было паршивым, то уже через час наступает душевное равновесие, а попозже и решение закидывается в пустую ячейку, причём чаще всего не банальное. Идея номер два. Обращаемся к искусству. Не хочется быть занудной учительницей и призывать читать художественные книги и смотреть классическое кино. Как-то я смотрела наш канал, работающий на внешний мир, где были собраны все хиты российского телевидения, сериалы, ток-шоу, юмор и так далее. К вечеру моя голова была похожа на чемодан, готовый лопнуть от загруженного в него барахла. Какое там сознание-подсознание? Тупишь с космической скоростью и валишься в постель так, будто в шахте отработало. Издатели говорят, что роман как жанр существует только благодаря женщинам, впрочем, как и мелодрама в кино. Серьёзное кино, даже непресловутый арт-хаус, не имеет шансов на выживание, его в кинотеатрах не смотрят. Жёны тянут мужей в театры, но удаётся им это нечасто, со спорами на грани скандала. А потом мистеры средний класс жалуются. А где моя интуиция? Почему мне говорят, что я не креативный, скучный? И вообще, почему действительно скучно? Не получается уловить новый тренд, поймать удачу и вообще жить как-то веселее и легче. Веселее и легче позже, а вот креативнее. Приведу пример. Мы делали ремонт в квартире. Два года. Ужас. И, наконец, финал. Вот-вот можно переезжать. Я ненавижу заниматься обустройством гнезда, но, видно, возраст взял своё. И захотелось собственными руками декорировать квартиру, где мы с мужем выделили много пространства под библиотеку. Коричневую, в тёмном дереве, уютную и по-викториански солидную. Всё закончили. Осталось принять библиотеку, сделанную нашими плотниками. Радостно, в предвкушении переезда и встречи с английским дизайном, я вошла в гостиную и обомлела. Библиотека была зелёной. Не буду описывать наш диалог, слов всё равно не хватит. Но сухой остаток надежды не оставил меня. Изменить ничего нельзя. Можно всё порушить, подождать ещё месяца три и заплатить ровно столько же. В состоянии полного отчаяния я перебрала все варианты, вплоть до продажи квартиры, так как библиотека была больше похожа на кухонный гарнитур, а деньги и терпение кончились. А потом устала и решила. Что? Переключиться? Поставила фильм с любимым Малковичем. Красивый психологический триллер. Действие разворачивается в Венеции, в великолепном палаццо. Герой – Малкович. Обожает молодую жену-музыканта и дарит ей клавесин 17 века. Я погрузилась в фильм, забыв на время о своём горе, но повесила в голове записку. Надо найти решение с библиотекой. И вдруг замечаю, что клавесин зелёный. И стены в палацу зелёные. И всё достойно, хорошо и красиво. А почему? Потому что старая. Меня аж подбросила от догадки. В два часа ночи я позвонила знакомой художнице, чтобы выяснить, можно ли состарить многослойную краску и сколько это стоит. Оказалось, можно. И если нанять студентов, то недорого и быстро. Дня за три. Что и было проделано. Кислота и фантазия студентов сделали своё дело. Потёки превратили лубочную кухню в прекрасную атмосферную библиотеку. Весь глянец и специализированные дизайнерские журналы отметили удачную находку в виде состаренной зелёной фактуры. Всё, проблема была решена. Главное – вовремя посмотреть хорошее кино или почитать хорошую книгу. Или… ну, сами уже всё знаете, не буду повторяться. Часто спрашивают, а как же спорт? Я думаю, что спорт не переключает сознание, так как требует огромной сосредоточенности на физических усилиях. Переключение подразумевает расслабление и присоединение к чужому воображению для того, чтобы пробудить своё. Так рождаются новые идеи, не имеющие никакого отношения к логике. Теперь о расширении сознания. Один из столпов японского бизнеса, очень успешный предприниматель, создавший энергетическую империю Японии, страны, напоминаю, энергозависимой, Коносуки Мацусито, на своих мастер-классах, похожих скорее на поэтические семинары, чем на тренинге, неустанно повторяет «расширяйте сознание, если хотите быть успешным бизнесменом». И всё. И никаких пояснений, как само собой разумеющиеся. Типа «мы все в курсе, как расширить сознание, просто каждый день это делаем вместе с зарядкой». Знаменитый американский режиссёр Дэвид Линч присоединяется к нему в своей книге «Поймать большую рыбу». Художник и бизнесмен, оба на вершине успеха, говорят об одном и том же. Есть повод задуматься. Итак, как расширить сознание? Как играть на всех клавишах, предоставленных нам Вселенной? Как укрепить в себе дух самостоятельного творца своей жизни? Разберёмся для начала с самим понятием «расширение сознания». В широкий оборот оно было введено в 60-е годы, в эпоху сексуальной революции любителями наркотиков. С помощью травы и химии люди пытались впустить в себя космос и улететь. Понятно, что за исключением некоторого количества профессионалов, остальные улетели безвозвратно и заканчивали свою жизнь плачевно. Но идея осталась. Как впустить в себя большой мир без вспомогательных средств? Как уловить неуловимое, дыхание Вселенной, собственную судьбу? Как стать свободным, лёгким и при этом успешным? Оказалось, что это возможно. Возможно, если вы решили оказаться в тех 20% лидеров своей судьбы. Причём судьбы, которую вы почувствовали и поэтому не потратили кучу сил и времени, идя против неё. У всех есть шанс. Главное – его поймать. Договорились. Расширить сознание значит впустить в себя Вселенную. Но для начала открываем сознание. Все мы – результат информационного генетического кода, воспитания в семье и школе, нашего образования и стандартов общественного мнения. Постепенно у нас складывается прочное мнение обо всём. Мы перестаём искать другие ответы. Мы убиваем свою любознательность, закрываем сознание, превращаем его в узкий коридор, тёмный, с мощными стенами, куда не проникают звуки и запахи большого мира. Мы не слышим, не видим, не чувствуем, и при этом якобы знаем, что хорошо и что плохо, и умираем, будучи живыми. Живые трупы. Если нас это состояние устраивает, если нам тепло и уютно в ячейке «я всё знаю, это и так понятно, это правильно, а это неправильно», тогда лучше не читать эту книгу дальше. Если же мы заряжены позитивным, активным сомнением по формуле «да» или «нет», «а ещё может быть», тогда продолжаем и попробуем разрушить стены коридора, впустить в него свет. Мой опыт интересен, но есть и другой. Привет. Я многое знаю, но мир шире, чем мои знания. Я способен быть равным миру. Со Вселенной можно договориться. Главное быть интересным собеседником. Если сознание открыто, то теперь расширить его совсем легко. Методы очень просты. Во всяком случае, это то, что делаю я. Методы расширения сознания. 1. Расширять круг знакомых, не обязательно друзей, включать в него людей творческих профессий, вызывать их на разговоры о том, что им ближе и внимательно слушать. Даже не подозревая об этом, они могут передать вам кучу инструментов решения ваших проблем. У меня есть приятельница, которая четыре раза в год ходит с проводником в Тибет. Можно сказать себе «это не моё» и по-светски общаться ни о чём. А можно подсесть на человека и получить от него кусочек того, что он испытывает. И всё, больше ничего. Но когда-нибудь эта чужая нота сыграет и в вашей партии. В юности студенткой я случайно попала в компанию интересных людей значительно старше себя. 10 лет девушка молчала, слушала, вначале пассивно, а потом делая всё, чтобы стать интересным объектом и субъектом общения. Этот опыт фактически сформировал мой подход к жизни. Расширяй сознание каждую секунду без усилий. Чужой опыт, опыт другого мира, доступнее вне стен учебных классов. Второй. Как минимум раз в год путешествовать вне туристического потока. Есть, конечно, некий азарт любителя в том, чтобы в толпе туристов глазеть на очередной шедевр, отмечая галочками посещения музеев и соборов. Или грохотать сапогами в очереди на подъёмник. Или тюленем развлечься на пляже, дыша вбок своему соседу. Семейный отдых требует абсолютно оправданных жертв. Но для расширения сознания необходима тишина, природа и одиночество. Только так можно поймать дыхание Вселенной. Зимой на берегу моря, летом, высоко в горах или в диких местах, где не ступала нога туриста. Большой мир требует уважения к себе, личного внимания, паузы в вашем беге по большому городу. И тогда он откроет перед вами дверь. Я уже писала о том, что изумрудные глаза красной лягушки позволяли мне почти два года легко без напряжения побеждать в дебатах даже самых агрессивных и неприятных противников. Её положили мне на руку во время стоянки после изнурительного перехода под джунглем острова Борнео, предупредив, что красная спинка ядовита. Не сжимая ладони, я смотрела в чудесные зелёные глаза, а она внимательно как-то не полягушечье смотрела на меня. Что-то неуловимое возникло между нами, а потом принцесса расправила лапки и улетела. Да, улетела в прямом смысле слова. В джунглях большинство обитателей планируют, имея перепонки — такой вот летающий непроходимый мир. Именно тогда мне пришла в голову мысль о том, что в бетонных джунглях больших городов легче летать, чем ездить или ходить. Остаётся самое простое — отрастить крылья, ну, на крайний случай — перепонки. И, наконец, о методе прерывания потока. Последнее время повальным увлечением стали походы в Тибет и Гималайи. За эзотерикой в Тибет, за видами — в Гималайи. Многие мои знакомые, потратив кучу времени на экзотический туризм, восторженно рассказывали мне о своём перевоплощении. Хватал их на месяц-другой, а затем город поглощал их неокрепшие новые души, обрекая свои жертвы на вечное служение суете. Упомянутая знакомая не в счёт. Это особый случай, когда всё совсем серьёзно. Итак, как устроить Тибет в душе, не тратя много денег и времени? Как вырваться из потока, сделать паузу, отдышаться и уловить сигналы своего подсознания? Метод очень простой. Уже упомянутый метод прерывания потока, если поток негативен для вас. Но не забывайте делать паузы, если он позитивен или нейтрален. Ну, например, у вас ничего не получается. Ваши действия по достижению цели всё время наталкиваются на какие-то случайные, но объективные препятствия. Но не везёт. Звёзды не помогают. Если вы уже честно перепробовали всё, это означает, что вы не в своём потоке. Просто отойдите, затаитесь и глядите. Не надо предавать мечту, но лучше подержать её на длинном поводке. Пусть погуляет. Ваша интуиция подскажет нетривиальное решение. Надо всего лишь не биться головой о стену и дождаться своего потока своих звёздочек. А если всё на подъёме, вы чувствуете себя альфа-самцом или самкой и пыхтите на всех парах, всё равно нужны паузы. Чтобы понять, как удерживать поток, как двигаться дальше. Пауза, тишина, одиночество, отключённый телефон хотя бы раз в неделю. Всего один день и не обязательно выходной. Чувствуете, что устали? Голова пухнет? Новых идей нет? Остановитесь, сойдите с поезда на первой же станции, подумайте в тишине. На даче, просто на природе, дома, когда никого нет. Помолчите, займитесь хобби, искусством, смотри выше. И новые видения появятся. Раньше я боялась прерывать накатанный ход ежедневных дел и уставала смертельно. Классикой бега по кругу была моя работа в правительстве в 97-98 годах. После отставки я научилась спокойно не спешить и точно ловить момент вступления в игру. Именно так пришло решение вернуться в парламент. Уже со-лидером партии, а не в одиночку. Что я и сделала в 99-м году. Попробуйте. Вначале будет страшно, а потом понравится. Обретёте великолепное чувство свободы. Вот вам и Тибет. Бесплатно. В любой момент. Лузеры, аутсайдеры, маргиналы. Сейчас читатель воскликнет. Вы про лидерство? Так при чём тут лузеры, аутсайдеры, маргиналы? Подождите, давайте разберёмся. Перевод. Аутсайдер – посторонний. В спорте – последний. Маргинал. Человек, который оказался вне своей среды, вне культуры, вне общества. Лузер. Человек-неудачник. Современная интерпретация в интернете. Аутсайдер. Гений или псих. Искусство аутсайдеров входит в моду. Дмитрий Быков считает, что аутсайдер – наблюдающий за суетливой схваткой. Очень удобная позиция. Типа на холме. Маргинал. Пограничное положение человека в сравнении с доминирующей группой. Маргиналы – группа людей, отвергающих ценности и традиции той культуры, в которой они выросли. Хиппи – радикальная политическая оппозиция, альтернативная культура андерграунда. Лузер. Понятие потребительского общества. Человек, в течение года не получивший повышения в заработной плате. Или по московским, не по европейским понятиям – те, кто ездит на метро. Или, по мнению девелопера господина Полонского – кто не имеет миллиарда. В скобочках все смеются. Что такое? Что случилось? Почему так поменялись смыслы на стыке веков? Я думаю, вследствие защитной реакции общества на деньги как критерий успеха. Всё. Устали. Надоело. Мы ещё бежим по этой дорожке, но всё с меньшим энтузиазмом. А тут ещё Конфуций нашёптывает. Когда под небесами следуют пути, будь на виду. А нет пути – скрывайся. Стыдись быть бедным и незнатным, когда в стране есть путь. Стыдись быть знатным и богатым, когда в ней нет пути. Вот она, тайна китайского успеха. К чему я это всё? Да к тому, что если вы лидер, это не значит, что вы самый богатый или известный. Это значит, что вы самый довольный, не будучи дураком. Довольный в широком смысле этого слова. Я доволен собой, своим миром, внешним миром. Мир таков, каков я есть, как говорили индийские мудрецы. Читай Дэвида Линча. Креативные индивидуалы часто не вписываются в схемы, выстроенные обществом потребления, но при этом счастливы и равнодушны к светским штампам разделения общества на главных и маргиналов. Кстати, часто именно последние – двигатель прогресса. Остальные перерабатывают продукты цивилизации. Мир может быть супермаркетом, где ты стремишься купить всё. А может быть безграничным пространством, в котором ты ищешь своё место. Итак, лидер. Ищет себя, а не копирует других. Развивает интуицию. Формирует крепкий профессионализм. Кстати, о последнем. Наступило время разобраться с бизнес-лидерством. Как-то за чашкой кофе один из деловых партнёров моего мужа упомянул своего приятеля-художника, увлекающегося философией и системным анализом. Я сразу навострила уши, так как подсознательно больше доверяю людям с воображением. Если последние пытаются разобраться, куда идёт цивилизация, то в силу отсутствия профессиональных знаний включают нескучно отработанные модели политэкономических теорий, а живую чувствительность к неумолимым движениям Вселенной. Самый, пожалуй, яркий пример – удивительная способность Леонардо да Винчи видеть будущее. Так вот, приятель-партнёра выделил три стадии развития любого общества – турбулентность, статика и динамика. Звучит как-то, прямо скажем, незамысловато, но меня, кандидата экономических наук, торкнуло. Разговор о высоком вскоре закончился, и все переключились на бизнес, а я пошла домой, глубоко задумавшись. Позже, сложив интуицию художника и свои упомянутые скучные академические знания, я вывела некую формулу лидерства в бизнесе с учётом современного тренда мирового развития. Всё-таки компиляция – великая вещь. Даром, что ли, диссертацию писала? Шутка, конечно. Собственное исследование тоже имело место. Я честно проанализировала свой опыт и опыт окружающих меня предпринимателей, и вот что получилось. Характеристики мирового тренда. Первая стадия – турбулентность. Характеризует общество в состоянии разрушения старых и формирования новых институтов. Похоже на долину гейзеров. То булькает, то взрывается. Ходить опасно, так как в прямом смысле слова не чувствуешь почвы под ногами. Опереться не на что. Все страны постсоветского пространства, включая прежде всего Россию, Украину, Грузию, переживают турбулентный период. Именно поэтому так вожделенно пресловутая стабильность. Все просто устали. Вторая стадия – статика. Институты сформированы и обеспечивают устойчивость системы. Происходит эволюционное поступательное развитие экономики и политических систем. Классический пример – страны Евросоюза. Уставшая от последствий Первой и Второй мировой войн Европа, создала собственную договорную модель сосуществования и успешно никуда не рвётся, сильно не рискует и постепенно расширяется. Третья стадия – динамика. Система, освоив все институты, рвётся таки в глобальные лидеры, совершая различные скачки и прорывы. Кто сразу приходит на ум? Конечно, Китай, Индия, Бразилия и самый неудобный, но мощный центр мировой экономики – США. Но как бы не различались все национальные модели, их связывает океан глобализации, переживающей тоже как затишье, так и шторма, наподобие недавнего глобального кризиса. Мы все, наверное, ощутили дыхание неспокойной стихии мирового рынка. Казалось, что глобализация подчинена мощнейшим финансовым институтам. А нет, всё случилось быстро, непрогнозируемо и беспощадно. И подвели как раз рукотворные финансовые институты. Никто ничего не смог предсказать, и стало страшно. Стихия рынка сметает всё на своём пути не хуже цунами. Налицо усиление турбулентности в мировом тренде в связи с А. Усложнением финансовых спекулятивных операций. Б. Появлением новых игроков и переделом экономического порядка. Китай. В. Обострением конкуренции сырьевых и несырьевых игроков. Вывод. Мировой тренд лежит за пределами познания с помощью традиционных инструментов. Наступает эпоха большого хаоса – порядка более высокого, чем тот, который мы способны анализировать. В России, к тому же, положение усугубляют несовершенные и переходные национальные институты. Мегабайты информации, закачиваемые ежедневно в наши головы, не помогают. Ужас! Ну что, стало страшно? Однако, как говорится, выход есть. В новых условиях можно стать эффективным лидером. Главное – перестроить индивидуальный институт лидерства в соответствии с новыми вызовами. Быть адекватным им. Лидерство в условиях стабильности роста экономики базируется на трёх слонах. Вот они. Ответственность, коммуникация, профессионализм – это знают все. А что лежит в основе лидерства? Когда постоянно трясёт, и это надолго. Оптимисты, конечно, могут жить надеждой на то, что скоро всё вернётся, и дождь изобилия будет литься непрерывно, увлажняя наши амбиции. Но у меня, реалиста, есть подозрение, что мировая экономика всё больше напоминает котёл, в котором суп варится не по книжным рецептам, а абсолютно стихийно. И кто-то подбрасывает туда специи, точно не задумываясь, что получится. Конкретного плана нет, лишь бы было вкусно. Остался один вопрос – на чей вкус будет вкусно? Лидерство в условиях нестабильности. Ты пришёл спросить, что делать с пришельцами? Потому что народ смущён и теряет веру в тебя. Да, окатало. Мы, конечно, понимаем, что в современных условиях ведения бизнеса перечисленным слонам нужно приобрести новые навыки, иначе не выживут. Мало того, семейство хорошо бы увеличить ещё на две особи, одной из которых мы уже посвятили в этой главе много места. Мой вывод следующий. Лидер способен проникнуть в высшую суть непредсказуемого порядка за счёт пяти. Внимание! Пяти основных качеств. Интуиции, ответственности, умение держать удар, коммуникации, профессионализма. Интуицию мы уже обсудили. Профессионализм даже не стоит обсуждать. Важно проникнуться одной простой идеей. На росте экономики интуиция – бонус, то есть без него можно прожить на одну зарплату, за исключением игры на рискованных спекулятивных рынках. В условиях турбулентности интуиция – такой же инструмент получения прибыли, как для повара плита или очаг, причём не нарисованный в коморке Папы Карла, а как есть реальный. Ответственность. Ясно, что одной из причин глобального кризиса стала тотальная безответственность представителей крупного капитала. Выстраивая финансовые пирамиды, предприниматели фактически снимали с себя все риски – берём кредит, расширяемся, погашаем кредит, беря ещё один дешёвый кредит и так далее. Банки с удовольствием бросали семена финансовых и ипотечных схем в плодородную почву, зарабатывая сверхпроценты. И всё лопнуло. Вывод. Переменчивость мировой конъюнктуры требует от лидера возврата к более консервативному движению. Сегодня осторожные девелоперы закладывают в контракты норму прибыли 4-6%, максимум 10%, и то, если в наличии огромные обороты, а 25% уже авантюризм. Все поняли, что лучше меньше да лучше, и профессионально отказались от трёхзначных, а порой и от двухзначных цифр прироста доходности. Как-то и спать так спокойнее, и хочется жить подольше, и быть более застрахованным на случай обвалов рынков. Скупой, конечно, платит дважды, а жадный теряет всё. Итак, в нестабильные времена ответственность равно консерватизм плюс отказ от сверхприбыли. Возмущённый лидер бизнеса, я уверена, сейчас возапит. «Ничего себе! А как же законы рынка? Максимальная прибыль – показатель эффективности? Это же главный мотив движения капитала, читайте Маркса, товарищ автор!» Маркса читала. Но национальный колорит российского бизнеса увёл нас далеко в сторону не только от Маркса, но и от всех других магистральных мировых дорог. Нас мотает по целине рынка с нашими откатами, понятиями, бюрократией, безответственной жадностью, тотальным недоверием всех ко всем. В результате мы проседаем в мировом кризисе глубже всех развитых и нефтедобывающих стран. Ведь ни один прогноз прохождения кризиса России по касательной не сбылся. «Привет! На здоровье!» Иммунная система на внешний вирус не сработала, организм оказался болен. Именно поэтому не работают другие инструменты покрытия дефицита ресурсов, только кредиты или бюджетные займы. Именно поэтому, ненавидя власть, все пытаются около неё околачиваться, мечтая свинтить побольше дешёвых безответственных денег. Именно поэтому с таким скрипом развивается модель распределения рисков и получения инвестиционных средств за счёт партнёрства. Одна очень известная рекрутерская компания, так называемые «хэдхантеры», на кризисной волне расширила партнёрство с 3 до 5 человек, добавив одного работающего партнёра и одного спящего, то есть не работающего на прибыль. В результате добавилось качество и финансовые ресурсы. Но эта компания а – прозрачная, b – от госфинансов и, соответственно, коррупции отказавшаяся, в – инновационная, с правильным управлением человеческим ресурсом и распределением функций между партнёрами. Никто друг другу не мешает и обеспечивает синергию. Кризис был благополучно пройден, но таких меньшинство. Русские владельцы бизнеса в большинстве своём ходят с табличкой «Я главный, компания – это я, я хозяин, что хочу, то и ворочу». «Почему у нас водитель 2 миллиона получает?» «Коля Басков на меньшей не согласен». «Бухгалтерия у нас тётя Таня главная». «Она всю жизнь на курятнике проработала». «Коллектив-то не изменился». Так и тонут в своей местечковости. Итак, ответственность, снижение рисков, распределение рисков через партнёрство. Как-то одна шведская компания, распространяющая информационные продукты эконом-класса в российской провинции, пригласила меня прочитать мастер-класс «Лидерство» в Сочи. Аудитория типичная. Региональные топ-менеджеры – человек 400. Компания хорошо прошла кризис, не сократила штат, удержала продажи, в долгах не запуталась. В чём секрет? В числе прочего в деталях. «Я заметила, что вместе со мной на самолёте из Москвы летели и представители руководства из Швеции, о которых я узнала только, когда мы приехали в гостиницу. Почему? Потому что я добиралась бизнес-классом, а они эконом. Я шла через вип-зал, а они обычным путём. Я ехала на Мерседесе, а они в автобусе. И всё весело, благожелательно. Заплатив гонорар, ещё и подарили айфон. Вот он, шведский социализм в действии. Снижаем себестоимость, а не взвинчиваем цены. Не гонимся за сверхприбылью, бережём людей. Экономим на начальниках, то есть на представительских расходах. Это вам не наши супер-офисы, кадиллаки, десятизвёздные отели, когда корпоративная касса – личный кошелёк. А аванс на выполнение работ – очередной повод удовлетворить личные хотелки. Ответственность равно исключение из себестоимости нескромных расходов. Не надо путать имидж компании с собственными желаниями. Держать удар. Стрессоустойчивость – более популярное тренинговое словечко. Но мне кажется, что понятие «держать удар» шире, мощнее и точнее для лидера, удерживающего бизнес при любых обстоятельствах. Можно быть стрессоустойчивым и сдавать позиции. Можно хорошо переносить мелкие невзгоды, но не выдержать серьёзного обвала. Умение держать удар – не свойство темперамента, и оно не зависит от силы воли. Это жизненная философия. Человек, который держит удар, уверен в себе и в правоте своего дела и борется до последнего. Как спортсмен или человек в лифте. Я застревала в лифте дважды. Один раз в Каннах, другой в Москве. Во Франции французы нажали на кнопку вызова и провели переговоры с голосом из внешнего мира, а потом спокойно ждали. Я тоже успокоилась. Но так как времени не было, стала искать какие-нибудь специальные кнопки. И нашла. И нажала. И лифт поехал. Второй раз уже в Москве. Я нажала на все кнопки, но, конечно, никого в ответ не услышала. Тогда успокоилась, вспомнила все фильмы с подобными сценами и силой раздвинула двери. Удерживая ногой щель между створками, я дернула ручку и вскрыла вторую дверь. Так как лифт застрял, сдвинувшись лишь чуть-чуть. И вышла на свободу. Так же и в работе. Даже если уже завтра будет кошмар, сегодня ещё есть время. Главное – успокоиться и искать решение. Во время кризиса в страхе и истерике многие уволили лучших специалистов или приняли ошибочную тактику выживания, или отдались рейдерам и фактически сами убили свои детище. Как в таком случае находить новых заказчиков, реструктуризировать долги, сохранять коллектив, вести переговоры с банком? Как меняется коммуникация? Каким искусством переговоров надо владеть? Как выстраивать креативные команды? Об этом в следующих главах. Что мы всё о лидерстве? В конце концов, всем хочется быть эффективными, в том числе и простым исполнителям. Глава 3. Дао-коммуникации. Социальная коммуникация. Как хорошо, что есть интернет. Можно ненавидеть людей и, спрятавшись за любой виртуальной маской, поливать их, особенно нелюбимых, в хвост и в гриву. А можно, с весёлой иронией, как в своё время сделал Дмитрий Быков, посвятить оду, например, Хакамаде и таким образом заодно показать себя. Можно снять минутную короткометражку с мастер-классом в одну фразу и заслать в YouTube. «Я попробовала, и мне понравилось». А ещё можно искать в интернете друзей, сидеть в форумах и по любому поводу доходить в творческом самовыражении до ручки. Можно всё. Причём, не выходя из дома, из своего «я», потёртых джинсов или халата. Бескомпромиссно и расслабленно. Мало того, теперь большинство пользователей, включая и моих продвинутых подружек, предпочитают, даже находясь в Москве, не звонить по телефону, а писать смс. А как удобно в письменной форме выражать чувства к противоположному полу, можно такое написать, чудно, тонко, по-доброму, потому что объект с живьём не присутствует. И не страшно. Да, творчество. Если ты не блогер, тебе конец. Жизнь проходит зря. Лови вдохновение и пиши. Нам в своё время было труднее. Мой сводный брат, живущий в Токио, в первый раз приехал в Москву, когда мне было 12 лет. Он начал учить русский язык в МГУ и пытался наладить со мной контакт. Но у меня от стеснения аж челюсти сводило. Я только кивала головой и натужно молчала. Так он и уехал, решив, что я немая. А я была не немой, просто социальным аутистом, молчуном. Говорить и общаться для меня было всё равно, что в ледяную воду прыгать. Страшно и мучительно. А был бы интернет, вмиг бы чирикнуло что-нибудь. А заодно и Битлз скачала. Ну и всеми прочими благами сети воспользовалась бы. После отъезда брата пошло-поехало. Из-за отсутствия навыков коммуникации в девятом классе я рассталась с мальчиком, потом не прошла собеседование в Институт стран Азии и Африки МГУ и чуть не завалила сессию на первом курсе Университета дружбы народов. На моё счастье попался добрый профессор, который поставил авансом пять и посоветовал начинать говорить, иначе катастрофа. «Когда?» – спросил я. «Завтра», – ответил профессор. «Я человек японский. Завтра – значит завтра». Сердце стучало в горле, от страха потели даже уши. Но я начала тянуть на занятиях руку и выступать. И довыступалась. Никто теперь остановить не может. Так что, зря я мучилась? Век информационных технологий освобождает нас от необходимости искусно общаться? Классическая формула, выведенная на Деловом Западе ещё в 90-е годы. 100% успеха равно 80% коммуникации плюс 20% профессионализма больше не работает? Не тут-то было. Всё актуально. Причём в эпоху нестабильности ещё в большей степени. А тем более в России, в стране парадоксов. С одной стороны, всё построено на личных отношениях, а не на законе. С другой, выстраивать эти отношения большинство не умеет. Угрюмые продавцы в магазинах, напрягающие всех по любому поводу начальники, хамство и агрессия в спину – всё это можно оправдать разве что нехваткой солнца. Всё у нас с перебором. Либо жулики, которые заговорят до смерти лишь бы развести на что-нибудь, либо надоедливые живчики, которые в своей простоте хуже жуликов. А ведь сбалансированная коммуникация помогает управлять бизнесом, находить заказы и клиентов даже на дне кризиса, ловить сигналы будущего от умных собеседников, общаться с умными людьми, влюблять в себя достойных лиц противоположного пола, начинать новую жизнь с новыми партнёрами и друзьями. Всего не перечислить. И всё это в реальном мире чувств и энергий. В интернете нет живой человеческой энергии, она не передаётся даже по скайпу. Мир многообразен и каждый ресурс неповторим. Ну что, уговорила? Тогда поехали осваивать ресурс общения с людьми во плоти и крови. С живыми. Я же смогла. И вы сможете. Главное – перевернуть привычные условия задачи. Мочь, знать, хотеть. В этом случае ключ – хотеть. А возможности и квалификация быстро появятся, как при вождении автомобиля. Итак, инициатором общения должны быть вы, а не дядя. Нужна терпимость к другим, не зацикливайтесь на себе. Проблемы есть у всех, а не только у вас. Включите интерес к людям. Экстраверты и интроверты. Экстраверты черпают энергию из внешнего мира, общаясь с огромным количеством людей. С коммуникацией у них всё хорошо, даже слишком. Им бы посидеть в тишине, одним, послушать себя, а не других. А вот интровертам общаться тяжело. Я типичный интроверт, сделавший себя отчасти экстравертом. Мы, интроверты, энергию черпаем в паузе, поэтому любим побыть в одиночестве. А иначе зарядиться не получается. Чаще всего интроверты, очень упертые ребята, решили и сделают. Потому что умеют сосредоточиться, собраться с силами, рефлексируют, много думают о себе и о жизни вообще. Их тянет поговорить с Вселенной, объять необъятное. Они не очень доверяют авторитетам, пытаются во всём найти свой смысл. Мне кажется, всё, что делает Евгений Гришковец – попытка превратить свой интровертный монолог в публичный диалог. Или тоже монолог. Не знаю. Но похоже. Мне нравится. Психологи говорят, что экстравертность и интровертность – свойства темперамента, а значит, изменению не подлежат. А мне кажется, подлежат. Только не других надо менять – это вредный соблазн, а именно себя. И потом, зачем ломать характер? Интроверт – очень даже удобный тип темперамента. Но скорректировать его хорошо бы. Будет проще жить и тем более стать успешным. Ведь в 100% успеха – 80% коммуникации. Всем нужны социальные связи, иначе превратишься в аутиста. И тогда добро пожаловать в эмиграцию в сеть, а обратной дороги уже нет. Итак, интроверт прекрасно сосуществует соушалайзингом, а если нет, то надо чуть-чуть изменить себя. Как? Первое – убрать страх. Мой приятель Игорь Золотарёв, мастер спорта международного класса по стрельбе, всегда повторяет. «Смелые – это не те, кто не испытывает страха, а те, кто побеждает его». Мне после упомянутого разговора с профессором стало окончательно ясно, что страх общения создал реальность, несовместимую с моей жизнью. Хватит статично страдать и убегать от проблем. Начинаем действовать. Прямо сейчас. Второе – вспомнить преимущества своего характера. Большинство людей предпочитает говорить, а не слушать. А последнее дорогого стоит. Люди, ау, послушайте друг друга. Столько узнаете интересного и полезного? Нет. На конференциях не слушаем чужих докладов. В гостях пытаемся всех перекричать. Каждый носится со своим эго или равнодушный или подозрительный к людям. А тут, о счастье, интроверт готов слушать и слушать, лишь бы не говорить. Кладем это качество в ящичек со знаком «плюс». Поскольку интроверты при общении не очень уверены в себе, то часто они, в отличие от сверхуверенных говорунов, готовятся к встречам. Класс! Еще одно преимущество, причем полученное от природы, а не обретенное ценой собственных усилий. Интроверты предпочитают думать, а не говорить, подмечают детали, обращают внимание на мелочи и, анализируя их в режиме онлайн, получают дополнительную информацию о собеседнике. Ящичек наполняется. В сравнении с самовлюбленными особями, мастерами ток-шоу, мы набираем очки. А еще от того, что молчим, мы сходим за умных и даже таинственных. Это привлекает окружающих и тоже не требует от нас специальных усилий. Все прекрасно. Осталось заполнить ящичек коммуникация плюс тем, чего раньше не хватало. Третье. Улыбаться открыто, смотря в лицо собеседнику. Недолго и с живым интересом в глазах. В глазах! А то можно улыбаться с холодным взглядом. Так вы будете похожи на профессионального убийцу, что может быть хорошо в Голливуде, но не в жизни при поиске контактов. Четвертое. Проявлять инициативу в общении. Вы начинаете, а не ждете, когда это сделают за вас другие. Не дождетесь. А если такое и случится, то это будет всего лишь проявление воспитанности собеседника или жалости к вам. Не бойтесь звонить и предлагать встречи. Тем более, что СМС помогают избежать назойливости. Захотят – ответят. Ура новым технологиям! Пятое. Подобрать заранее анекдоты и шутки, научиться их рассказывать, тренируясь на друзьях, и вбрасывать – сильно помогает. Если люди смеются, то вы победили. Прежде всего себя. Самоирония – высший класс. Шестое. При выступлении избегать неприятных глаз и лиц. Обопритесь на человека, которому интересен ваш доклад, а об остальных забудьте. В парламенте меня только это и спасало. Посмотришь налево – страшно. Направо никто не слушает. А прямо – вот он, любимый Жириновский. Слушает, кивает одобрительно или наоборот. Все. Можно опереться. Даже на врага. Последняя шутка. Ну, конечно, не на врага. Враг – он и в Африке неприятный. Седьмое. Написать и выучить топик – разговор ни о чем. Погода всегда, профессиональные байки, искусство, путешествия, политика, публицистика в глянцевых мужских журналах. Сойдет всё. Светские темы – это аэростаты, поднимающие вас в атмосферу общения, делающие вас лёгким и воздушным. Неоценимые в первые 10 минут общения, а иногда и целый вечер на скучном приёме. Вы соберёте кучу визиток, и процентов 5 точно сработает. Поле для тренировок, семья и дни рождения друзей. Восьмое. Отзеркаливать собеседника, считывая его психотип. Подробнее об этом позже, в айкидо переговоров. Девятое. Составить список нужных контактов и, преодолевая страх, выходить на связь под любым предлогом. Приглашать в кафе попить чаю, или на концерт, или на премьеру в кино. Увидите – работает на ура. Люди хотят общаться, особенно, как это ни странно, в эпоху интернета. Причём креативный предлог в виде посещения выставки или кинопремьеры хорошо принимается, так как вы не грузите проектом или проблемой, не тащите сходу в консерваторию, а просто дарите в меру умный, но лёгкий праздник. Только следите за тем, чтобы быть для приглашённого интересным собеседником. Мне кажется, если наполнить ящик социальной коммуникации и всё попробовать, получится сбалансированно общительный человечек. У меня на это ушло лет десять, но ведь никто не направлял. Можно быстрее. Помню, как перед первым прямым эфиром, чтобы произнести фразу «я мучилась месяц, не спала, тренировалась», «результат» деревянным голосом что-то произнесла, а дальше можно было увозить на скорой с сердечным приступом. Говорить, да ещё публично, нелегко, но если захотеть, можно. Публичные выступления. Публичные выступления – это отдельная история, порой сложная даже для экстравертов. И наоборот, часто прекрасные ораторы теряются при налаживании личных контактов. Классический пример – большинство политиков. На людях драйв и нерв, в личной беседе – человек в футляре. К таким относилась и я. Как это ни странно, мне было легче открыто наехать, чем звонить по телефону, говорить ни о чём, а тем более приглашать на чай. В этом я схожа с Жириновским. А вот Борис Немцов умел и то, и другое. Каким образом я, чуть не умерев вначале, освоила таки выход на сцену? Легко. Ну нет, конечно, это большая работа. «Хорошо копает. Всего берём». Но принцип тот же. Хочешь говорить – говори. «Однажды в посольстве Франции я оказалась за столом рядом с их звездой тележурналистики, типа нашего Владимира Познера. Слово за слово я разоткровенничалась и поведала ему, что не могу читать речи с листа, а это вредно для политика. Нельзя же выступать экспромтом на генеральной сессии ООН». Мне же как раз это и предстояло. Поделившись своей проблемой с собеседником, я решила сразу несколько задач. Меньше говорить на иностранном языке, больше слушать. Расположить к себе именитого француза, значительно опытнее, да и старше меня. Перенять его опыт, завязать интересную беседу, перейдя от светского «ни о чём» к полезному лично для меня топику «о чём-то». Запомнили? Это к предыдущей теме. И получилось. Француз был счастлив рассказать всё, что он знал на эту тему. Беседа потекла. Я получала наслаждение от шампанского французской кухни, прекрасного собеседника и… училась, не напрягаясь. И так он тонко заметил, что мне повезло. Читать по бумажке мы все научились в школе, а говорить свободно – искусство. И не надо этого избегать. Великий Миттеран, с которым он работал и поэтому знал всю кухню подготовки выступлений президента, никогда не имел написанных заранее текстов. До последнего момента все, включая самого оратора, пребывали в неведении. И каждый раз его речь поражала яркостью и системностью изложения. Но это не значит, что президент не готовился. Были тезисы, аналитические записки экспертов, советы спичрайтеров, но, прочитав и выслушав всех, он говорил, как хотел, улавливая драйв непосредственно в момент выступления. «И докладывая на генеральной сессии ООН?» – спросила я. «Да, главное – готовиться, а потом – расслабиться, и все получится», – ответил собеседник. «Вы талантливая». Блаженные комплименты, сдобренные парами Дон Периньона, сделали свое дело. «Я размечталась, как стану почти штемметераном». И после этого началась работа по подготовке публичных выступлений. Постоянная, кропотливая, с опорой на ключевые положения. Готовиться до выступления. Расслабиться во время выступления. «Была у меня речь, а теперь ее нет. Теперь она в пухлых ручках мистера Даффи. Раз речь у него, я должен говорить о чем-то еще. Это не страшно. Мне есть что сказать». Что значит «готовиться»? Понимая, что представительницу женского пола, нагло влезшую в мужской мир, не слушают и не слышат по определению, в крайнем случае видят, какая женщина, да она уродина, ну, что-то типа этого. Я очень серьезно прорабатывала материал. Обязательно фиксировала его в виде тезисов и никогда не позволяла себе надеяться на авось. Никогда. Даже в мелочах. Как, кстати, и Галина Старовойтова, прекрасный оратор. Я заметила, что даже выступая в парламенте, в прениях, с короткими замечаниями по проекту закона, Галина Васильевна за пять минут до того, как поднять руку, всегда что-то записывала на бумажке, а во время выступления периодически в нее заглядывала. Я, будучи неопытным депутатом, взяла это на заметку и сделала своим ноу-хау. Итак, первое. Надо тщательно готовить тезисы, забивая в них нужные факты, примеры, цитаты, всего в меру, не пересаливая и не перегружая будущее блюдо специями, но при этом избегая пресности. В вашей смеси всегда должна присутствовать личная нота, некая изюминка. А то, когда в парламенте докладывал, например, Алексей Кудрин, почти все депутаты засыпали или с открытыми глазами входили в транс. Без смены интонации, на одной ноте он бубнил что-то, не поднимая глаз. И всё. Он побеждал, так как главной его задачей было не привлечение внимания к Минфину, а отбить всякое желание обсуждать его отчет. Кудрин, как и любой чиновник, профессионально гасил зал. А у нас с вами другая задача – зажечь его. Второе. Заготовить шутки для начала или финала выступления. Лучше пошутить в самом начале, это не просто вызовет смех, но и сразу пробудит интерес к вам. Первое время вам придется заранее учить шутки наизусть, а потом интеллектуальные мышцы запомнят упражнения, и вы сможете шутить экспромтом. Третье. Как вы думаете, сколько главных мыслей должно содержаться в выступлении, длящемся пять, двадцать, сорок минут, час? Правильно, одна, причем повторяющиеся в разных вариациях три раза, в начале, в середине и в конце. Шутка хорошо запоминается в начале, так как работают эмоции, потом следует главная мысль, потом её обоснование, потом повтор главной мысли как промежуточный итог, в финале вывод, опять главная мысль, но на подъёме красиво и профессионально поданная. Под занавес запоминается идея, так как эмоции работают у аудитории уже в меньшей степени. Ключевая финальная фраза – ваш козырь. Вы уйдёте, а она останется в головах. Можно заготовить её дома. Вы, как шеф-повар, бросаете что-то напоследок в кипящий котёл, и свершается чудо. Четвёртое. Чтобы добавить эмоций и быть максимально убедительным, говорить надо, ритмично меняя интонацию, выделяя важные мысли паузами, понижая голос, если он слишком высокий. Перед дебатами Владимир Соловьёв всегда повторял «Ира, голос ниже, не повышай тональность. Если хотите усилить мощь вашего послания, представьте, что говорите с Богом». Часто я приходила домой после дебатов и к мужу. «Ну как?» А он мне «Ирочка, всё вроде правильно, но как-то мелко. Представь, что ты, ну не знаю, царь Соломон, что ли. Мощи не хватает, понимаешь?» Пришлось периодически представлять себя. Даже писать неудобно. Нескромно как-то. Но сработало. Раньше, обсуждая проблемы образования, ключевую фразу я сформулировала бы так. «Без реформы образования невозможно создать новую экономику». А в роли лидера нации стало говорить иначе. «21-й век – век экономики интеллекта. Образование, отвечающее этому вызову, действительно сделает Россию великой страной». Во как. Пауза. Аплодисменты. 5. Любое технократическое понятие или ряд положений можно изложить с помощью образов, включив воображение. Для этого используются метафоры и сравнения. Тогда речь становится вкусной. Это домашнее задание. Вначале будет идти туго, потом лучше, затем войдёт в привычку. Например, финансовые пирамиды глобального кризиса можно сравнить с Айсбергом, а мировой экономику с Титаником. А заодно и пошутить. Профессионалы сделали «Титаник», а любители – «Ноев ковчег». И так далее. Шестое и последнее. Выделите жирным шрифтом ключевые слова и фразы в каждом тезисе. Во время свободного выступления они будут вспыхивать, как сигнальные фонарики, и помогать придерживаться логической последовательности. Скелет-то надо держать, а то может занести. Расплывётесь и начнёте вызывать раздражение. Тем более, если время выступления ограничено. Встроенность и красота логики находят положительный отклик даже у враждебной к вам аудитории. Не любим, но уважаем. Ведь как излагает. Психологическая подготовка. Если мне предстоит публичное выступление, я начинаю с того, что ищу главную мысль. С этой целью я. Вешаю на дверь своего сознания бумажку с темой и начинаю думать о ней везде. В машине, в магазине, дома. Я как бы стучусь в дом умного соседа. В какой-то момент дверь откроется, мысль появится. Второе. Пишу тезисы. Смотри выше. Третье. Для новичков. Читаю их вслух несколько раз. Четвёртое. Экспромтом проговариваю тему с близкими или друзьями, не предупреждая о предстоящем докладе. Просто вбрасываю её и начинаю рассуждать вслух. Слежу за реакцией. Обращаю внимание на контраргументы. Пятое. Корректирую тезисы и опять читаю их вслух. Последнее для новичков. Шестое. За полтора-два часа до доклада отвлекаюсь, переключая сознание на всё что угодно. Седьмое. Во время выступления говорю свободно, иногда заглядывая в тезисы. Восьмое. По ходу дела корректирую содержание, отзеркаливая зал. Для новичков. Заранее выясняйте состав слушателей, мужчины или женщины, уровень образования, должность, регион, национальный характер и учитывайте его при написании тезисов. Хотите завоевать мир — отражайте его, но держите дистанцию. Индивидуальность не теряйте ни при каких условиях. Всё. Главное — начать и помнить. Опирайтесь на симпатизирующее вам лицо в зале и забудьте обо всех остальных. Если вы точно знаете, что хотите сказать, то вы уже на 50% победили. Если нет, не выступайте. Итак, социальная коммуникация будет в полном порядке, когда вы научитесь налаживать связи, удерживать их и достойно выступать публично. Но вдруг так случилось, что надо общаться с журналистами? Информационщики — ребята особые. С ними не всё так просто. Медиакоммуникация. Я всегда нравилась журналистам. Плохим, потому что помогала сделать материал ярким, а хорошим, потому что им просто было интересно со мной работать. Ключи к овладению искусством разговора я уже изложила. Ясно мыслить, посылать дин-месседж, вкусно говорить, владеть голосом и интонацией. Но есть и специфика. Журналистам нужна провокация, события. Даже симпатизируя вам, они всегда преследуют свою цель. Поднять рейтинг издания, а не ваш. Осторожно. Делайте всё, чтобы расположить их к себе, но никогда не доверяйте им полностью. Я не говорю о жёлтой прессе. Её лучше не читать. В суды на неё не подавать. Просто игнорировать. Но даже с нормальными изданиями нужно держать ухо востро. В 1998 году после финансового кризиса наступил политический. Всё правительство ушло в отставку. Новый премьер-министр Примаков хотел оставить меня руководителем Госкомитета по малому бизнесу. Коммунисты, утвердив Примакова в парламенте, потребовали сменить меня. Для начала Госкомитет включили в состав антимонопольного министерства, поставив во главе коммуниста Ходорева. Я оказалась висящей на крючке. Перед каким-то ознакомительным совещанием у Ходорева меня поймал журналист. И, представившись корреспондентом Интерфакса, спросил, хочется ли мне не руководить собственным маленьким министерством, а быть всего лишь заместителем Ходорева. Я, естественно, ответила, что не хочется, и обосновала это сложностью проблем с малым бизнесом и необходимостью иметь отдельное подразделение. На следующий день на ленте Интерфакса появилось сообщение. Хакамада принципиально отказывается сотрудничать с коммунистом. Тут же последовал резкий ответ новоиспечённого министра, и меня отправили в отставку. Крючок сорвался. Понятно, что всё равно бы убрали. Но прикрытием послужил какой-то журналист, явно сработавший по заказу. Итак, давая интервью, надо быть обаятельным, но не расслабляться, говорить то, что хотите донести до миллионов, а не то, что нужно журналисту. Он всего лишь канал передачи ваших мыслей, уважать журналиста и дать ему то, чего он хочет, события. Даже банальную мысль можно сформулировать ярко и нетавиально. Не растекаться мыслью по древу. В этом случае возрастает риск того, что журналист будет находить в ваших словах ложные смыслы. Говорит чётко, вкусно, лаконично. Не реагировать на провокации, не оправдываться, а тут же небрежно с улыбкой нападать. Как-то на региональном телевидении девушка строгим голосом, не улыбаясь, спросила меня. «Работа и хорошая мать, вещи несовместимые, вы согласны?» Сразу было видно, что для неё этот вопрос риторический. Она была согласна. «Я. Вы замужем?» – журналистка, растерявшись. «Да». «Я. Дети есть?» – журналистка. «Нет». «Я. А если буду, то уволитесь? Вы не профессионал? Ваша работа так? Промежуточная станция?» «Я думаю, нет. А значит, и мамой будете хорошей. И журналисткой». Журналистка. Давайте перейдём к следующему вопросу. Если идёт запись, журналист, возможно, выкинет этот неприятный для него кусок. А в прямом эфире вы окажетесь победителем, косвенно высказав свою позицию, сделав комплимент оппоненту и вызвав уважение аудитории. «Так, здрасьте, дорогие тележители, всем приветствую вас очень на игре «Угадай всё». Телевыступление. На телевидении важно, кроме всего перечисленного, правильно располагать себя в пространстве. Постановка ног, прямая спина, посадка чуть-чуть в полоборота, чтобы оставлять пространство сзади и не делаться плоским. Поворот головы, в меру живые руки, улыбка, выражение глаз. Камера всё высвечивает. Злость, растерянность, страх и так далее, особенно на крупных планах. Приучайтесь садиться так, чтобы, даже говоря с журналистом, вы ловили камеру. Ведь ваша цель – контакт со зрителями. Вы не просто ведёте диалог с журналистом, а общаетесь с миллионами. Ключ к успеху – контролируемая расслабленность, как у актёра, играющего самого себя. Итак, телевизор требует естественности и эмоций, контроля за словом и телом, обаяния и силы. Звучит чудовищно сложно. Не страшно. Главное – практика и разбор полётов. В первый раз мало у кого получается. Но если анализировать выступление и делать работу над ошибками, каждый следующий эфир будет лучше. А если телевизор – необязательное условие продвижения в профессии, можно и вовсе на всё плюнуть. Провались она пропадом, минуты славы. Кстати, к социальной коммуникации относится и ваш имидж, но об этом позже. Пора перейти к бизнес-коммуникации. Деловая коммуникация. В период роста экономики неумение вести переговоры и собирать вокруг себя креативных людей мало отражается на прибыли. Она как-то растёт и растёт. В конце концов, а зачем тогда платить HR-менеджерам? Пусть работают. Но в кризис ответственность полностью ложится на руководителя. Ведь менеджер по персоналу не сможет провести эффективные переговоры, скажем, по снижению зарплат. А финансовый директор не справится с банком, требующим погашения задолженности. Кризис 2008 года показал, что дела у среднего и малого бизнеса пошли прахом во многом из-за неумения договариваться. Если учесть, что впереди длинная фаза нестабильности мировой экономики, искусство ведения переговоров, особенно если вы в слабой позиции, становится фактором выживания. Не все же подходят к кризису с долгами. Кто-то чувствует себя прекрасно и становится королём. Но королей, а точнее их заказов и денег, на всех не хватит. Победит тот, кто умело убедит. Что же делать? 1. Любыми способами, хоть молитвами, создать настроение успешного предпринимателя. В истерике и депрессии вести переговоры нельзя. Помните анекдот про слона? С таким настроением слона не продашь. Хорошая фраза. Поэтому, что бы ни случилось, снимаем стресс, даже если завтра дедлайн по оплате долгов, а сегодня нужно договориться о деньгах с инвесторами. То же самое и при поиске новой работы или инвестиций, при прохождении тестирования. В печали ничего не получится. Краткая формула подхода к теме в условиях личного кризиса. Кризис, депрессия, умерли, взбодрились, ведём переговоры. Всё в ускоренном режиме, а то обанкротитесь. 2. Разработать широкое меню интересных предложений для другой стороны. Широкое, так как короли разные, а в России субъективно-психологический фактор играет большую роль, чем на Западе. Российские предприниматели склонны ко многому относиться предвзято. И это придётся преодолевать, заманивая их в совместную работу, как под венец, с любовью. 3. Выявить потенциальных заинтересованных лиц, так называемую адресную группу. Чтобы продать идею, нужно знать свой рынок потребления и его платёжеспособный спрос. В непрогнозируемой и жёсткой среде при недостаточно мощной позиции на рынке глупо играть мышцами. Монстры не заметят, а маленькие – обидятся, так же, как и надувать щёки. Всем не до вас, а вам, найдя потенциального заказчика, нельзя проиграть. Ситуация острая. Стартовые возможности не дают шанса выиграть, а не выиграть нельзя. У вас весовая категория 60 кг, а у партнёра по рынку 100. Что делать? Это только в кино жилистая килька побеждает акулу. В жизни точно проглотит. В такой ситуации на помощь приходит восток, а точнее восточное единоборство, а ещё точнее – айкидо. Искусство использовать в бою – силу противника. Чем агрессивнее противник, тем лучше. Мы просто возвращаем ему энергию его же удара. В политике я всегда была легковесом, выходящим на поединок с супертяжами. За мной не было ни крутых олигархов, ни политических кланов, ни либеральных народных масс. Пришлось включить японца – вежливого, но настойчивого, русского, искреннего и простодушного. И, наконец, мой армянский темперамент. Так сформировался личный стиль ведения переговоров. Айкидо переговоров Итак, айкидо – искусство выигрывать, будучи слабее. В этом случае победа зависит от… 1. Умение возвращать агрессию, не ставя блок, а пропуская её мимо. Вы чутко реагируете на партнёра, как партнёрша в танце. Может, мужчинам роль партнёрши и неприятна? Ну что ж, тогда гордо стойте у стенки, без ресурсов. 2. Умение предоставить другой стороне свободу совершать ошибки. 3. Умение вычислять психотип оппонента. 4. Умение ловить свою волну в переговорах и плыть на ней, как на доске. Чем круче волна, тем интереснее по ней скользить. Вы уже наверняка поняли основные правила ведения подобных переговоров. Забываем о гордыне, что совсем не в мачо традиции. Нас интересует результат, а не себя показать. Не спешим, ждём волну. Больше слушаем, а не говорим. Но стимулируем и поддерживаем беседу. Входим в нужный образ. Ну, например, картинка номер один. Сидит себе инвестор в кино. Отдыхает. А тут мы. Подходим, дёргаем за руку и нашёптываем. «Пойдём отсюда, я такое покажу в сто раз интереснее». Стираем. Никуда не годится. Картинка номер два. Присаживаемся рядом, смотрим фильм, делаем пару замечаний, сосед кивает в знак согласия. После сеанса заговариваем, обсуждаем фильм, берём под руку, выходим. И он не замечает, как оказывается там, где нам нужно. Ключевые моменты – присесть рядом и взять под руку. А не дёргать за неё. Годится. Методы айкидо. Отзеркаливание. Все теперь знают вульгарные приёмы отзеркаливания и очень забавно их используют. Недавно, разговаривая с молодым человеком, что-то от меня хотевшим, я заметила, что он не сидит на месте, а всё время крутится. И вдруг поняла – это я кручусь, а он за мной всё повторяет. Я решила, что по первой профессии он психолог. Так и оказалось. Я не психолог. Поэтому, понимая важность метода отзеркаливания, то есть отражение разных психологических типов, выработала свой подход. Если обобщить типажи огромного количества людей, встреченных мною в жизни, то условно можно выделить пять основных. Первый. Бон-Виван или эпикуреец или гедонист. Да, все слова иностранные. Проще говоря, любитель хорошо пожить, потакая своим слабостям, поесть, выпить женщины и т.д. – классический пример Борис Немцов. Второй. Условные чиновники. Люди закрытые, мыслящие иерархично, сухие, говорящие суконными короткими фразами. Тут и примеров не надо. Они везде и всюду, причём не только в дезах или министерствах, но и в бизнесе. Чаще всего мелкие царьки. Третий. Современные технократы. Много иностранный бизнес-лексики. Похоже на новейшие модели смартфонов. Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Анатолий Чубайс. Четвёртый. Творцы. Люди, одержимые идеей. Наделённые воображением, эмоциональные. Евгений Чичваркин. Пятый. Игроки. Меняют роли, совмещают в себе несколько психотипов. Владимир Путин. Кто же я? Думаю, игрок, выросший из творца. Хотелось, конечно, остаться творцом, но политическая жизнь заставила. Итак, психотипы есть. Вы можете назвать другие, неважно, лишь бы угадать человека. А как считать психотип, если времени на подготовку нет? Можно попробовать сделать это, оценив манеру собеседника одеваться. Бон-Виван чаще всего выглядит слегка небрежно, даже если и дорого. Есть в нём какая-то нескладность. Или галстук сбился на бок, или костюмчик не сидит, хоть и от Армани, и тому подобное. Чиновник одет консервативно строго. Никак. Творец чаще всего тянется к богемным деталям. Это шарфы, трикотаж, неожиданные цвета. Технократ. Стопроцентный образец стиля Яппи. Дорого, энергично, модно и стандартно до кончиков ботинок, как на картинках деловой рекламы. Зачем вся эта морока? Да за тем, что, считав человека, легче расположить его к себе, отразив как в зеркале и таким образом подав знак «Я свой». В России эта технология обречена на успех, так как деление на своих чужих играет здесь решающую роль при поиске партнёра, более важную, чем профессионализм. Жалко, конечно. Но что делать? Всё равно надо работать. А как работать? Отзеркаливать. С эпикурейцем обязательно поговорить о том, что он любит. Если человек обожает поесть и выпить, то переговоры лучше вести в хорошем ресторане и принять живейшее участие в обсуждении блюд и вина. С чиновником говорить о бизнесе, причём на его странном языке, и сразу подчеркнуть выгоду вашей идеи не для человечества, а лично для него. Творца легко воспламенить, замахнувшись на масштаб человечества. Я помню, молодые ребята рассказали мне, что хотят создать частный институт по подготовке современных программистов. Так я аж до Путина дошла с их бумагами. Просто так, безвозмездно. Очень идея понравилась. С технократом можно начинать разговор сразу с сути дела. Цена стартап, профит, косты и т.д. С игроком — это вы попали. Вам не повезло. Его можно переиграть, только опережая на шаг в смене ролей. Очень важно умение располагать к себе в переговорах с иностранцами. Французы обожают Францию и свою кухню. Если не поговорить с французом о его культуре, это будет ошибкой. А если предложить отменить ланч в 12.30 — катастрофой. Одеться надо со вкусом, не дёшево, но и не слишком дорого и броско. Французы любят детали. Итальянцы наоборот — павлины. И павлинов уважают. Будьте модным, ярким, вальяжным, шутите, смейтесь — тогда вы свой. Американцы — технократы. Суть дела надо изложить быстро, точно, назвать сроки получения прибыли, сказать об объёме рынка и модели управления. Китайцы — меркантильные. Где деньги, там и счастье. Японцы — инопланетяне. Улыбки, долгие переговоры, цели туманны. Если на них прямо и откровенно напирать, ничего не выйдет. Японцы вас уважают, когда вы то, что можно выразить двумя словами. Излагаете полчаса, закапывая смыслы в сложные намёки? О, вас начинают ценить. Главное — не быть искренним и простодушным. Японцы сочтут вас за особь, близкую скорее к фауне, чем к человеческой цивилизации. Выбор места переговоров. Теперь все знают про место. Недавно мой приятель испуганно заявил, всё, сделка не состоится. Почему? Удивлённо спросила я. Мы разработали схему, вполне успешную. Ничего не выйдет, я иду на их территорию. Какие глупости! Заучились на тренингах или в заговоры играем? Всем так и мерещится видеосъёмка, подставные официанты, подслушка и т.д. Спокойно! Забудьте Голливуд! Всё это совсем не в нашей традиции и не с нашими масштабами. Конечно, встречаться на нейтральной территории или у себя предпочтительнее. Но и в этом случае легко можно проиграть. Истинный боец выигрывает именно на чужой площадке. Так что плюньте. Но уж если принимаете у себя, то не напрягайте людей. Не сажайте их так, чтобы им в спину дуло либо глаза слепило. В айкидо нужно, чтобы партнёры расслабились, а градус доверия повышался с первых же шагов. Поэтому не надо строить из себя царя-батюшку. Лучше предложить гостям занять место по их желанию. Стрелки прямо по кругу вращаются, всё изменяется, время идёт. Метод затягивания времени. Не надо спешить. По себе знаю. Так хочется аргументом двинуть на аргумент, показать своё знание вопроса, добиться результата. А нужно тянуть резину. Но делать это живо и заинтересованно. Вначале задавайте вопросы, которые выведут на какие-то увлечения. Найдите общую точку, и симпатия завяжется. Однажды сотрудничество состоялось только потому, что оба бизнесмена, как оказалось, интересовались изучением семейного генеалогического древа. И если вначале с более сильной стороны шли распальцовка и понты, то когда обнаружился общий интерес, интонация стала абсолютно другой, человеческой, и беседа потекла. Если вас ставят перед выбором, не спешите говорить «да» или «нет». Оптимальный ответ – хорошая идея, подсели рядом, надо подумать, пошли под руку гулять. Однажды мне предложили невыносимые условия сотрудничества по реализации моего кинопроекта. Я согласилась с продюсером, объявила, что надо подумать, и начала задавать всякие разные вопросы. Уже в конце беседы сам продюсер от этих условий отказался. Задавайте вопросы и слушайте, поддакивая. Владимир Путин, когда только стал президентом и потому был не очень уверен в себе, чтобы расположить к себе матёрого политического собеседника, задавал нужные вопросы и слушал, делая вид, что даже записывает. Тяжеловес заходился от восторга. Спрашивается, а зачем эта тянучка? Да за тем, что нужно расслабиться, привыкнуть, считать психотип и дождаться, когда беседа развернётся в вашу сторону, как на фондовом рынке. Вы же слабее, а значит, внимательнее и терпеливее. А что делать, если вас прижали к стенке? Да или нет? Здесь и сейчас или никогда? На этот случай заготовьте внешний звонок типа «Тёща угорела». Шутка. И сматывайтесь. Никогда не принимайте решение под нажимом. Берите паузу. Копируйте поведение мужчины, жена или любовница которого хочет окончательно выяснить отношения. Что он делает? Правильно, растворяется на манер булгаковской нечисти, вроде «только что был тут, а уже нет его». Первое. Отдайте другой стороне то, что она хочет. А свои интересы замаскируйте в мелких, но ключевых деталях. История капитализма в России насчитывает фактически всего одно поколение, поэтому большинство успешных бизнесменов больны комплексом полноценности. Это значит, что они никого не слышат и гнут свою линию. Например, многие собственники хотят и полностью управлять всем проектом, в том числе креативом. Если они соглашаются на партнёрство в чужом проекте с тем, у кого как раз нет необходимого объёма инвестиций, то забирают всё, а у вас опыт, связи, креатив и ответственность. Налицо конфликт интересов. Отдайте ему функцию управляющего, он всё равно не справится и обратится к вам, а вы получите финансирование. Вам шашечки или ехать в самом-то деле? Не спешите, идите шаг за шагом. Жизнь всё расставит по местам. Начинайте, поставив перед собой одну задачу, а не все одновременно. Жадный теряет последнее. Второе. Если проект соглашения готовит ваша сторона, то ясно опишите то, что готовы уступить полностью или частично. И бейтесь за эти позиции, долго и мучительно выматывая противника. А самое важное для вас наоборот – оставьте под конец разговора и небрежно склоняйте оппонента к согласию, так как вы уже многое, что называется, отдали. В парламенте мы были в меньшинстве. Чтобы изменить тот же проект Налогового кодекса, наши депутаты забрасывали партию власти миллионами поправок, зная, что большинство будут отклонены. После трёх-пяти часов обсуждения мы запихивали что-нибудь проходящее. От усталости все голосовали «за», а именно там и содержалось главное для нас. Кстати, если проект готовит другая сторона, не соглашайтесь обсуждать его с листа. Получите заранее, посадите юриста, и пошла работа над поправками. Конечно, в этом случае юриста надо брать с собой и на переговоры, так как градус занудства будет настолько высок, что вы же и сломаетесь. А ломаться нельзя. Юрист скучно гудит, а вы в конце каждой поправки поддерживаете его мощью своей харизмы. Если её нет, просто киваете головой. Ваша задача – эмоционально склонять в свою сторону. Итак, красные слоны – это интересы, от которых вы готовы отказаться, но об этом никто не знает. На то они и красные, что занимают много места, причём самого почётного. Важные мелочи. В сложных переговорах не напрягайтесь деталями. Невозможно заранее просчитать, что выстрелят. Все виды оружия должны быть наготове. 1. Обратите внимание на ваш стиль. А вдруг он некомфортен для собеседника? В этом случае нужно найти компромисс между вашей и его индивидуальностями. Подберите правильные очки – добрые и незатемнённые. Рок-звезду будете изображать, если хочется, в ночном клубе. 2. Не сидите, как будто оршин проглотили. Это напрягает и вас, и оппонента. Лучше расположиться комфортно, не разваливаться и чуть-чуть наклониться вперёд. Не надо долго и пристально смотреть в глаза, вы же не набой вызываете. Но если вы смотрите всё время вбок или у вас глазки бегают, вас точно примут за жулика. Главное, как фотомодели, гармонично для себя и окружающих помещать себя в пространство. Кстати, мой знакомый фэшн-фотограф заметил, что этим искусством владеют даже далеко не все модели, а уж бизнесмены совсем никуда не годятся. А зря. Теряют огромный ресурс влияния на собеседника. 3. Раз руки свободны, иногда жестикулируйте. Не грызите колпачки, не стучите зажигалкой, не рисуйте человечков. Этим вы выдаёте своё волнение. Представьте, что вы добрый Будда, и общайтесь. 4. Sex forever. Я имею в виду обмен энергии между полами. Не забывайте о нём. Недаром в знаменитом фильме «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс последняя выполняла роль эскорта при деловых переговорах. Копировать не надо. Есть разница между правдой кино и правдой жизни. Но был у меня случай. В Конгрессе США я беседовала с женщиной-депутатом из какого-то далёкого штата типа Оклахомы или Аризоны. Считать её было невозможно или, скорее, наоборот, слишком легко. Простая американская деревенская баба, готовая обсудить топик «Уделаем мужиков», но никак не повестку разоружения между США и Россией. Я совсем была растерялась, но её сопровождали два помощника, будто сошедшие со страниц журнала GQ и Men's Health, под метр девяносто, косая сажень в плечах, идеальные костюмы типа от Армани, у каждого в ухе серёжка, чёрный — специалист по внутренней политике, белый — по внешней. Я обомлела. Как говорит Зверев, звезда была в шоке. Мне так захотелось с ними поговорить. И поговорили. Оба оказались блестящими специалистами. Депутатша во время нашей интеллигентной беседы радостно улыбалась и кивала головой. Мы расстались, довольные друг другом. С тех пор меня не покидало отвратительное чувство тоски при виде наших заморённых политфункционеров. Мне бы таких помощников. Я бы горы свернула и реки повернула. Ну да ладно. Размечталась. Пятое. По поводу голоса мы уже договорились. Тон пониже — спокойный. Интонацию менять. Держать паузу. Не бубнить монотонно. Хотя всё зависит от того, кого вы отзеркаливаете. В случае с чиновником быть скучным как раз наоборот — путь к успеху. Наезд. Не всё же благодать. Во время переговоров ваш оппонент может на вас грубо наехать по двум причинам. Или с целью провокации, чтобы заставить вас потерять равновесие. Или по несдержанности натуры — держитесь, повернитесь чуть вбок. Пропустите этот ураган мимо, как сквозняк. Засчитайте до пяти и отвечайте спокойно. Например, «Может быть, вы правы, но давайте успокоимся, нам же вместе работать». Или улыбаясь, отзеркальте по принципу «сам дурак» и переведите всё в шутку, копируя агрессивную интонацию собеседника. Терпение. Вы отыграетесь тогда, когда будете в своём потоке. Если с его стороны пошла злость — это хорошо, это уже первая ошибка. Главное — дождаться, когда будет сделана содержательная ошибка, и вовремя вступить в собственную активную игру. Бывает и так, что сколько вы не стараетесь плести паутину, чувствуете всё бесполезно. Тогда приготовьтесь и, понимая, что готовы расстаться, рискуйте. Наносите удар в челюсть. Жёстко и бескомпромиссно. Сильнее наклоняйтесь вперёд, сокращая пространство. Пристально, не отрываясь, смотрите в глаза и убивайте. К айкидо этот приём не имеет никакого отношения. Помните, удар в челюсть — крайняя мера, когда терять уже нечего. Главное — не удар, а точно пойманный момент безвыходности положения. И последнее. Всех переговоров не выиграть — не страшно. Проведите анализ ошибок, собственных, а не оппонента. И снова вперёд! Глава 4. Тимбилдинг Дао. Офисный синдром. После окончания института и аспирантуры у меня стал резко развиваться офисный синдром. Всё началось с малого. В НИИ Госплана, сидя за столом так, что спиной приходилось упираться в стул коллеги по отделу, я с завистью поглядывала на отдельный кабинет начальника. На кафедре политэкономии вуза, начав преподавательскую карьеру с низшей ступени ассистента, я долго билась за отдельный стол, но безрезультатно. Уже став доцентом, я всё равно делила его с коллегой. И даже в бизнесе, на бирже, с её огромными площадями, отдельного кабинета мне не досталось. Наконец, забрезжил свет в окошке Государственной думы. Но и тут ожидания оказались напрасны. Кабинет в 12 квадратных метров я делила со своей командой помощников, но не отчаивалась и трудилась, и моё терпение было таки вознаграждено. Став членом федерального правительства, я въехала в большой кабинет с приёмной. Потом, вернувшись в парламент и став вице-спикером, поселилась в ещё более пафосном кабинете, в котором каждое утро с наслаждением гладила кучу телефонов спецсвязи, стоявших на отдельном столике. В периоды, когда я выпадала из власти как птенец из гнезда, муж срочно организовывал мне частный офис с кабинетом. Он понимал, что без кабинета птенец погибнет. Надо срочно обустраивать новое гнездо. Так случилось и в 2004 году, после президентской кампании. Год я трудилась в частном офисе, снятом с большим трудом. Все арендаторы тряслись, думая, что вслед за Хакамадой придут проверяющие органы. Как всегда, самой храброй оказалась женщина. Кстати, в прошлом врач. Благодаря ей я обрела убежище. Успокоилась. Но ненадолго. В 2005 году синдром прошёл. Резко и неожиданно. Я вдруг поняла, что больше не хочу офиса. Не хочу туда ездить, тратить время и деньги. Мне понравилась мысль работать дома, в своём кабинете. А встречи? Их всегда можно назначить в ближайшем кафе. А помощники? Так им ещё лучше сидеть дома за компьютером, совмещая работу на меня с другими заработками или учёбой. В течение недели я закрыла свою контору, купила офисный мобильный телефон, отдала секретарю, всех перевела на свободный график и на следующий день проснулась с чувством абсолютной свободы и непривычного ощущения никому не нужности. Офисный синдром прошёл, но его сменила лёгкая пустота. Сломался стереотип организации времени и пространства, а замены не возникло. В каком-то прибитом состоянии я начала работать дома. Неуверенно встречалась в кафе, озираясь кругом, что-то сочиняла про ремонт в офисе. Но уже через полгода ломка закончилась, и мне стало хорошо. Пришло ощущение хозяйки положения, плотно осевшей в своём жизненном гнезде. Всё. Фриланс окончательно победил офисную зависимость. Теперь я с наслаждением наблюдаю за тем, как моя помощница Ирина, шагая со мной по Большой Дмитровке, отвечает по мобильнику. «Алё! Офис Ирины Хакамады. Здравствуйте!» Какие же преимущества я получила, став фрилансером? Сократила расходы на поддержание своей деятельности, написание книг, участие в теле- и радиопрограммах, проведение мастер-классов по всей стране и СНГ, чтение лекций в вузах. Стала экономить время на передвижении по городу, высвободив дополнительные часы для ребёнка, хобби и спорта. Обрела новые возможности самовыражения в творчестве, используя преимущества интернета. Проснулась в ЖЖ, в Ютуб, в блогах и журнальных колонках. Офис-ин или офис-оф. Фриланс – внештатный. Соответственно, фрилансер – внештатный работник. Если копнуть ещё глубже, то фриланс – это свободное копьё, то есть свободный воин или вольный охотник. Последнее определение мне особенно нравится. Пошёл на охоту в большой город. Что поймал, то и твоё. Знаешь заветные места, тропинки, а иногда просто случайно на дичь нападаешь. Главное – метко стрелять, чувствовать зверя и не теряться. А не хочешь – не идёшь на охоту. Лежишь дома – лапу сосёшь. Настроение такое. Или не везёт, ничего не ловится. Всё бывает. Но зато все дни разные, разнообразные и потому интересные. Ой, занесло опять в сторону. Итак, есть две формы внеофисной работы. Первая. По трудовому контракту с фирмой. Чаще всего деятельность связана с использованием компьютера. Так работают редакторы, веб-дизайнеры, переводчики, бухгалтеры. Вторая. Абсолютно свободные профессионалы, работающие за гонорар. Люди творческих профессий, бизнес-консультанты, коучи, психологи, тренеры, массажисты на дому и т.д. Моя приятельница, психолог, работала в частном институте оказания психологической помощи. Получала достойные деньги за полный рабочий день. Потом уволилась и стала консультировать индивидуально. Доходы те же, а свободного времени больше. Занялась, наконец, вплотную ребёнком перед тем, как ему поступать в ВУЗ. В любом случае, обе формы хороши тем, что вы получаете деньги за результат, а не за время, проведённое подачами начальников. Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. С другой стороны, нет рабочего коллектива, корпоративных праздников и дней рождений, выездных тренингов 23 февраля и 8 марта. Если без этих маленьких фирменных радостей вам не в моготу, то лучше выбрать «Office in». Вообще, встав перед выбором «in» или «off», в первую очередь стоит прислушаться к себе, чтобы понять, насколько вам близки плюсы вольного полёта и готовы ли вы принять его минусы. Плюсы я уже описала. Это свободный график, никто ничему не учит, самостоятельность в принятии всех решений. Теперь минусы. Нет отпусков, столовых, больниц, санаториев, детских садиков и других благ корпоративной социальной защиты. Нет офисной одежды. Дом — это офис, и надо поделиться площадью, а её иногда тоже нет. Если всё это вас не смущает, тогда следующий этап. Надо разобраться, насколько ваш психологический тип личности соответствует такой работе. Ответьте на несколько вопросов. А. Вы готовы к самодисциплине? Если уже с утра вы зависли или в ЖЖ, или в кровати, то вскоре всё разладится и точно придётся лапу сосать. В. Вы готовы нести персональную ответственность за результат или отсутствие оного? Эта ответственность будет совершенно конкретно выражаться в цифрах вашего дохода. То есть вы готовы стать лидером своей жизни? В. Вы готовы к тому, что будет то густо, то пусто? Г. Вы уверены в своём профессионализме настолько, чтобы продавать его на рынке труда самостоятельно? Д. Вы действительно умеете продавать свой профессионализм? После ухода из политики я полгода пыталась ответить на эти вопросы, особенно на два последних, так как с первыми тремя у меня всё было в порядке. Думала и писала роман «Любовь вне игры». Когда написала, то окончательно ответила «Да» и выработала три модели организации своей работы. 1. Я – носитель профессии и одновременно базовый офис. Я сама занимаюсь рекламой, заключаю контракты, веду бухгалтерию, переговоры, организую встречи. Кажется, что это фантастика, но так работают очень многие из моих творческих друзей. 2. Я – носитель творческого продукта и нанимаю на аутсорсинг команду. Бухгалтера, пиарщика, агента и так далее. 3. Смешанная модель. Пожалуй, самая удобная для меня. Делаю сама всё, что мне интересно, из первой модели и нанимаю людей, исходя из принципа минимизации расходов. В результате мне понадобилось два человека. Я сама себе пиарщик и агент. А вот поддерживают и обрабатывают полученные заказы другие. Так всё и наладилось. Не сразу, постепенно. Но я и не спешила. С 2006 года началась новая жизнь. Странное чередование полной тишины и бурной активности. Иногда густо, а порой действительно пусто. Но кайф для меня в том, что я теперь действительно пишу свою мелодию, играя и на чёрных, и на белых клавишах. Вот так. И напоследок о том, что мне помогло. Терпение и удержание энергии на пути к заветной мечте. Не гаснуть быстро, а доводить всё до результата, пусть даже выраженного в другой форме. Обладание исключительным профессиональным ресурсом, но при этом гибкое отношение к заказчику, к его запросам относительно содержания и цены. Искусство ведения переговоров. Так что если всё надоело – вперёд. А если нет – если хочется быть членом корпорации, приятной во всех отношениях, тогда поехали дальше. Стая или белая ворона В одном из номеров журнала Esquire Авторы, учёные и творческие люди рассуждали на тему, что изменит всё. Художник Дмитрий Гутов выдвинул прекрасную, на мой взгляд, идею. Ход его рассуждений был примерно следующим. 90% деятельности абсолютно бессмысленны, причём 50% из них активно вредны. Ну, например, фильмы ужасов и прочая коммерческая шелуха по телевидению. Никому не надо столько книг, фильмов, джема или зубной пасты. Самое ценное – свободное время. Всё изменится, когда все люди, а не только художники, дойдут до ручки и, откинув ненужное, высвободят время, чтобы распоряжаться им самостоятельно. Это изменит всё. Мне эта идея показалась чудесной, хотя я понимаю, что её носитель – человек творческой профессии, глубокий индивидуалист. Рассуждаем дальше. Много лет назад, будучи политиком, я участвовала в завтраке с Хиллари Клинтон. Первая леди Америки, приехав в Россию, пригласила на него женщин, занимающихся различными социальными программами. Все приготовились обсуждать гендерные проблемы, но Хиллари удивила гостей. Тон беседы был задан следующим образом. Как совместить индивидуализм западного мира, усиленный к тому же Интернетом, и коллективизм восточных цивилизаций, характерный, например, для Китая или Советского Союза? Ведь в каждой модели общественного поведения есть свои плюсы и минусы, и гармония помогла бы избежать всех социальных конфликтов. Действительно, кто есть по сути своей современный Homo sapiens? Человек общественный, по Карлу Марксу? Или человек индивидуальный, по Сартру и другим экзистенциалистам? Или же нечто третье, теория хаоса? Недаром по версии «Независимой газеты» образ индивидуалиста, побеждающего систему, воплощён в качестве мощного мифа именно в Голливуде. Индивидуализм возведён до уровня массового культа, чтобы установить баланс по отношению к ловко формируемому элитой в порядку существования общества. Проще говоря, как любить ближнего на расстоянии, как сохранить свободу в корпорации, как создать гармоничную команду. Об этом пойдёт речь дальше. Как вписаться в корпоративную среду, будучи чужаком? Корпорации заглатывают и переваривают огромное количество наёмного труда, включая и высокопрофессиональный. Одни работники, пройдя карьерную мясорубку, двигаются к высотам топ-менеджмента, а другие на всю жизнь остаются стандартным полуфабрикатом. Кстати, последних — большинство — корпорации сродни авторитарным режимам. Они опираются на массы, а не на индивида, вырабатывают стандартное мышление, стремятся к стабильности и предсказуемости кадров. Корпорация, как большая семья, воспитывает дух патернализма и требует отдачи всех сил, в том числе лично эмоциональных. За это работник получает защиту и инфраструктуру жизни. Если ты хочешь быть свободным и сохранять частное пространство, то такое желание противоречит корпоративной культуре. Кстати, многие эксперты считают, что явного противоречия между коллективизмом и индивидуализмом нет. Социальные сети в интернете демонстрируют солидарность, то есть коллективизм снизу, очень мощно, защитив, например, юриста Юкуса Бахмину или борясь с ГАИ и Мигалками. О силе Института социальных сетей пишут и супруги Тофлеры в революционном богатстве. По Тофлерам именно социальные сети, а не бизнес и не политика, будут в скором будущем править миром. А что делать, если вы встроены в модель коллективизма сверху, с характерной для неё иерархией начальников и деспотизмом стандартных ролевых установок? Давайте попробуем разобраться. Я, например, глубокий индивидуалист, но, будучи министром, работала в правительственной корпорации и, тщательно изучив её нравы и порядки, пыталась не плыть против течения в процессе реализации своих идей. Получалось. Главное – не сдавать идеи, но подчиниться неписанным правилам. Читай «Секс в большой политике». Автор – я. Надо всегда помнить, не обижаясь, а просто ставя себя на место начальника, что индивидуалист нелюбим, так как непредсказуем. Нам часто приписывают коварство и относятся с подозрением, так как мы отличаемся от массы. Индивидуалисту не прощают ошибок, так как просто не хочется их прощать. «Unfun terrible», в отличие от «душечки», всегда вызывает раздражение. Значит, что надо делать? Первое. При подписании контракта оговорить границы своей свободы, включая вечера, необходимые для ваших увлечений, танцы, живопись и другие хобби. И время отпуска, особенно если есть маленький ребёнок. В своё время премьер-министр Черномырдин пригласил на должность вице-премьера олигарха Владимира Потанина. Это был прорыв. Но вскоре Потанин уволился. Ходили слухи, что чашу терпения премьера переполнила привычка бизнесмена пользоваться собственной, а не служебной машиной, и питаться специально привезённой едой. А говорил бы всё это сразу. Может, Виктора Степановича сей факты не изводил бы так. Второе. Компенсировать некую отчуждённость приглашениями к себе домой с демонстрацией плодов своих увлечений. Фотография, пение под гитару, стихи. Тогда вы будете приняты, несмотря ни на что. А это что может быть микроскопическим, но иметь серьёзные последствия? Моя приятельница из частного сектора попала в государственный. Тогда же покупка ультрасовременного аппарата для варки кофе привела тётик и дядек в культурологический шок. Как быть? Пригласить на дачу, напоить кофе и ещё чем-нибудь, более привычным для такого контингента. Третье. В НИИ ОСУ Госплана СССР меня бесили сплетни и вязание в свободное время. Я придумала, как всего этого не замечать. Очень просто – читать художественные книги или профессиональную литературу. Помню, в Государственной Думе я периодически изнывала на скучных совещаниях и вдруг заметила, как один депутат с умным видом уставился в бумаге на столе. Присмотрелась, а там детектив. Молодец! Всё заседание играете вашим планшетой-мланшетой. А что вам не нравится? Я уж когда в планшет тыквы меньше вреда приношу. Четвёртое. Не втягиваться в сплетни. Станет тошно и точно со всеми перессоритесь. Индивидуалист, что называется, не по этой части. Если вам рассказывают что-то очень интимное, личное, вежливо слушайте и под любым предлогом сматывайтесь. Пятое. Не учить никого жизни. Даже если вам претит поведение коллектива. Если у вас просят совета – помогите. Если не просят – не надо. У всех разные представления о жизни и уровень культуры. Не пытайтесь никого переделать. Станете врагом. Если кто-то ест холодец – выйдите из офиса. Вернётесь, а он-она уже поели. Шестое. Не рассказывайте о своих личных переживаниях, даже когда захочется. Это, как правило, плохо заканчивается. Для откровенных разговоров есть друзья. А друзья на работе – сложная тема. Седьмое. Если завели служебный роман, то лучше кому-то уволиться. Восьмое. Эффективно обменивать высокий профессионализм и самодисциплину на лояльность начальства. Девятое. Корпоративные праздники посещать, но сильно в них не погружаться. Запишите в телефон даты дней рождения и всех поздравляйте. Десятое. Оставаясь равнодушным к каждому в отдельности, проявлять симпатию к коллективу. Не делать по отношению к другим того, чего не хотели бы по отношению к себе. Вот так. Тихо-тихо. И вписались, отстояв свой индивидуализм. Хотя понимаю, что в любой коллектив влиться очень непросто. Вы один, а коллективов этих приходится менять много. Как наладить бесконфликтные отношения в коллективе? Решите, что для вас важнее – деньги или атмосфера. По возможности, повторяю, по возможности, выбирайте атмосферу. Тогда сохраните здоровье, счастье в личной жизни и проживёте подольше. «Пластичный, органичный вам коллектив – большая редкость. Я уходила от больших денег ради свободы, если при всех моих стараниях среда оставалась некомфортной или враждебной. В неволе не размножаюсь». Так в шутку однажды ответила на заманчивое политическое предложение. И это действительно так. Нет идей, вдохновения, настроения, если тебя не любят. Последняя фраза звучит очень пассивно. Попробуем занять активную позицию. Если мы не можем повлиять на атмосферу в коллективе, то меняем своё отношение к нему. 1. Не навязываемся, а спокойно работаем. Всё равно, что пришли в спортивный клуб. Со всеми поздоровались, улыбнулись, отпахали и ушли. 2. Жизнь шире, чем работа. 2. Максимально используем айкидо в отношениях. Смотри выше. Особенно метод отдеркаливания. 3. Под любым предлогом на 5-10 минут выходим из помещения на свежий воздух. 4. Избавляемся от подозрительности. Вы слышали, коллега? Они улетают завтра на рассвете. Чаще всего люди уделяют нашей персоне меньше внимания, чем нам кажется. Это касается и карьерного роста. Меня хотят съесть, а соседа продвинуть. Меня гнобят, чтобы не пустить выше. Меня травят, чтобы найти другого. Подобные корпоративные мании не обеспечат успеха, но точно поломают жизнь. Спокойнее, тише и чуть равнодушнее к карьере. И успех, как это ни странно, придёт. 5. В коллективе всё бывает. Не обижаемся. Не держим зла. Обиженные неудачники, так как у них нет времени на самосовершенствование. Весь пар уходит в злобный гудок. Судим людей не по словам, а только по поступкам. И всё равно прощаем. Если бы я в политике не прощала, сейчас была бы похожа на пересушенную воблу. 6. В самом начале работы берём на вооружение иронию, юмор, самоиронию и тактическое ограничение общения профессиональными рамками. Если будем на старте самими собой, это гарантия того, что потом на нас уже не обидится. 7. Если не в моготу, нападаем. Но уж тогда бьём на повал. 8. Восьмое. Одеваемся элегантно-строго. На вопрос «как дела?» Не кричим, что всё восхитительно. Мы не в Америке. «Как дела?» Да так, потихоньку. И всё. У нас в России зависть – национальный вид спорта. Подытоживаем. Конфликты возникают на профессиональной почве. Не обсуждается. Почве человеческих слабостей. Зависть, грубость и т.д. В почве отсутствия культуры коммуникации. Надо поставить перед собой задачу. Чего мы хотим? Стать неформальным лидером? Или лишь бы меня не трогали? А исходя из задачи, выбираем коммуникацию – активную или пассивную? Смотри выше. И вперёд! Коллектив пойдёт навстречу нам. Главное – его услышать. Dream Team – команда нашей мечты. Выше мы обсуждали тему вхождения в коллектив. В команду с позицией рядового служащего – менеджера среднего звена. Теперь наступило время перейти от взгляда снизу к взгляду сверху. Как построить приличный коллектив, где командный дух солидарности не убивает личность, а позволяет ей полностью раскрыть способности? И вообще, надо ли ломать над этим голову? Начальник – главный. Всем подчиняться и всё. Так и слышу голоса. Командные мечтатели никаких команд не строят. Откуда, кстати, возник термин «команда мечты» – Dream Team? Напомню, с чего всё началось. Америка славится своим профессиональным клубным баскетболом. Звёзды американского баскетбола – прекрасные шоумены, голливудские актёры, любимцы публики и на спортивной площадке, и за её пределами. Как-то спортивные функционеры решили составить сборную США из клубных звёзд. Многие к этому эксперименту отнеслись скептически. Звезда работает на себя и о команде не думает. В футболе или хоккее подобные опыты, проводившиеся в том числе и в России, хороших результатов не дали. Команды рассыпались. Но и на этот раз произошло чудо. Игроки в едином стремлении к победе забывали о себе и передавали пас тому, кто находился в лучшей позиции. Игра получилась фантастическая. Эту команду и назвали Dream Team – «команда мечты». Так и вошёл термин во все области, где требуется союз сильных и равных. В независимой газете он упоминается в связи с победой президента Обамы и последующим выстраиванием его администрации. Обама оказался первым среди равных. Получив голоса на пике раскрученной популярности, но не имея большого опыта, он включил в свою команду политических тяжеловесов, в том числе Хилари Клинтон, и создал абсолютно взаимозаменяемый звёздный кабинет. Недаром мир вначале вздрогнул от харизмы чернокожего лидера Америки, а потом сообразил – Обама – проект. Умело сделанный командный проект демократической партии США. Это политика. А бизнес? Как-то пришла в один частный банк проводить мастер-класс. Чувствую зал уставший и слегка замученный. Выяснилось, что в течение двух дней до этого весь коллектив, включая солидных тётик и дядек, бегал по лесам и полям России в поисках своего начальника. Бегали без особого энтузиазма, так как хотели искать заместителя начальника. Он быстрее и симпатичнее. Говорят, что подобную технологию выработки чувства локтя тоже придумали американцы. Что примечательно, работники упомянутого банка заметно боялись своего начальника и покорно реализовывали «заокеанский опыт», больше подходящий бойскаутам или советской пионерии в игре «Зорница». И так можно строить команду, где лидер – первый среди равных, а можно лепить мини-вертикали власти во главе с собой любимым. Для России характерна скорее последняя. Страна вождей и начальников, накопившая огромный византийский опыт и иерархического управления, и, может быть, поэтому так слабо реагирующая на новые вызовы. Нефть и газ позволяют смазывать ржавые механизмы принятия решений до следующего кризиса. Кстати, по поводу вызовов. Впервые колокольчик прозвенел в 90-х годах XX века. Крупнейшие мировые корпорации одномоментно предприняли попытки внедрить и вертикаль управления горизонтальной площадки, позволяющие работникам обсуждать и вырабатывать новые подходы. Зачем? Жизнь, а точнее рынок, а еще точнее потребителей заставили. Покупатель устал от стандартной продукции и захотел индивидуального подхода, специальной комплектации автомобиля, бутикового отеля, домашнего ресторана и т.д. Вот эту я беру. Как? Вот эту я. По сути. Нет, это я обещала артистке из ансамбля. Дорогая, ну я же наш клиентка. Я не могу. Не минимальная цена, а оптимальное соотношение цена-качество победила и потребовала от гигантов индустрии большей креативности и индивидуального подхода в управлении. В результате в течение десятилетий сформировалась смешанная модель управления. Чем меньше предприятие, чем больше оно связано с новой экономикой, экономикой интеллекта, тем больше надо понимать и учитывать природу творчества и имплантировать ее вертикаль контроля за реализацией решений. Более демократическое управление позволяет усилить мотивацию работника не только за счет финансовых бонусов и угрозы увольнения. Креативные горизонтали развивают самомотивацию, играя на честолюбие. В мечте тех самых 20% — смотри главу о лидерстве — активных людей, без которых движение вперед невозможно. Чем более традиционна отрасль — нефть, металл, газ, машиностроение, тем жестче структура управления делится на две составляющие — корпоративный планктон и узкий круг элиты, принимающие решения. Хотя в свое время даже на конвейерном производстве японцы стали создавать кружки качества — брейнсторминги по улучшению условий труда. Есть корпорации, где цветы управленческой демократии сохнут на корню. Кислотная почва Белого дома не позволила мне в свое время вырастить ростки креативности у моих подчиненных. Страх сказать что-то критическое про корову, дающую молоко и бесплатное медобслуживание, победил желание высовываться. Конечно, во всех моделях есть исключения. Супергигант Microsoft вырос из демократичности Билла Гейтса, а компания Apple славится тем, что ее руководитель, гений креатива и маркетинга, требует только выполнения своих идей и в чужих не нуждается. Но любые исключения подтверждают правила. В постоянно меняющемся мире, турбулентном и непредсказуемом, ставка делается на мозги и творчество, несовместимые по сути с тупым единогласием. Путь – умная комбинация вертикалей и горизонталей. Чем быстрее Россия освоит новую экономику, тем современнее будет управлять человеческими ресурсами. Вся наша деспотическая дремучесть от архаичности структуры производства. Так и влачимся по пути прогресса, имея производительность труда на уровне 1931 года в США и 1955 года в Германии. Кстати, в первом случае был период Великой депрессии, во втором – трудное послевоенное время. Итак, суть креативной команды, основанной на современном искусстве лидерства, а не на вождизме, заключается в следующем. В чётком распределении функций. В том, что цели всех участников соизмеримы и не конфликтны. В том, что соглашение обо всём перечисленном, гласно или негласно, но соблюдается. Союз правых сил на своём примере продемонстрировал эволюцию командного строительства. Впервые собравшись вместе, Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамаде – публичные лидеры, а также Анатолий Чубайс и Егор Гайдар – не публичные лидеры – решили выстроить партию, руководимую пятью сопредседателями в лице вышеперечисленных. Задача непростая. Однако мы справились, распределив между собой функции и сверяя часы раз в неделю. Но то были цветочки, а ягодки начались, когда публичная «тройка» впервые вышла к прессе. Картинка оказалась некомандной. Все три главы партийного тела смотрели в разные стороны, не ссылаясь друг на друга и друг друга не цитируя. Беда. Не завязывать же глаза присяжным, чтобы «тройка» поскакала. Пришлось нанять психологов. Но у них всё тоже срасталось как-то слабо, пока, наконец, меня не осенило. Я предложила собраться на троих и выяснить, кто чего хочет лично для себя в случае победы и кто чем поможет в случае проигрыша. Мы обсудили все сценарии, согласовали будущие статусы в парламенте и поклялись свято соблюдать наши договорённости. И всё пошло как по маслу. Оказалось, что ключом к солидарности в отношениях стала прозрачность интересов членов группы. Ключ к доверию в команде – исключение теневой конкуренции. Конкуренция не всегда плодотворна. Зато солидарность креативных людей – залог прорыва. Со временем команда начала распадаться. Цели и мотивации членов группы стали противоречить друг другу. Прозрачность целеполагания исчезла. Много чего не договаривалось. Итог – в 2003 году выборы были проиграны. И вообще, мой вывод таков. Демократы 90-х годов в конечном счёте убили либеральный проект, расстреляв его из пушек вождизма и действуя по принципу «я в лавке хозяин». Вот такой противоречивый дух у наших демократов. То же касается и предпринимателей. Архаичная манера ведения бизнеса свойственна даже молодым. Лелея свои милые комплексы, многие бизнес-лидеры являют собой скорее заскорузлых начальников. И из-за этого много теряют. Прежде всего в деньгах. За свою гордыню приходится переплачивать. «Я начальник, ты дурак» или «лидерская команда». Таблица. Колонка слева. Лидер. 85% успеха – коммуникация. Старается вызвать к себе симпатию и проявляет её к подчинённым. Дистанция удерживается за счёт авторитета. Приемников и креативных людей готовит и взращивает. Требует результата. Лояльность к руководству и эффект присутствия на втором плане. Исправление ошибок начинает с себя. Наказывает материально. Обаятелен и открыт подчинённым и вообще окружающим. Сдержан в проявлении негатива. Стимулирует горизонтальные мозговые штурмы, профессионально организовывая обсуждение или поручая это модератору. Интересуется жизнью подчинённых вне работы. Стремится мотивировать работников. Воспринимает всех в компании как равных. Решения обсуждаются и принимаются прозрачно и открыто. Имеет свои увлечения. Любит свободное время, но не затачивает компанию только под себя. При отсутствии заменяем. Результат. За счёт быстрого продвижения решений система гибко реагирует на изменения внешней среды. При затяжных кризисах получает конкурентное преимущество. Колонка справа. Начальник. 85% успеха – профессионализм. Старается вызвать в подчинённых страх. Дистанция удерживается за счёт недоступности. Творцов и конкурентов топчет и гасит. Требует лояльности и постоянного присутствия на глазах. Во всём виноваты подчинённые. Наказание моральное. Готов платить тому, кто терпит унижение человеческого достоинства. Мизантроп. Не сдержан эмоционально агрессивен. Стимулирует тренинговые накачки на ура, патриотизм и корпоративный дух. Подчинённые должны с потрохами принадлежать компании. За её пределами людей не существует. Стремиться приручить работников, чередуя кнут и пряник. Все подчинённые – люди третьего сорта. Решения принимаются кулуарно и обсуждаются узким кругом людей, приближенных к телу, часто вне зависимости от занимаемых ими должностей. Трудоголик. Философия – компания – это я. Нет меня – нет компании. Результат. Система плохо замедленно реагирует на внешние изменения, так как никто не решается брать на себя ответственность. При затяжном периоде нестабильности компания разрушается. Читаешь слева – мечта, читаешь справа – страшно. Но, к сожалению, то, что слева, в России – исключение, а то, что справа – правило. Вот вам и вся модернизация. Атмосфера компании из правой колонки хорошо передаётся анекдотам. Одна корова говорит другой. «Я знаю, зачем люди ухаживают за нами и кормят». «Зачем? Они хотят забрать всё молоко, потом убить и съесть». «Да ты что? Знаешь, завязывай с этой теорией заговора, иначе всё стадо засмеёт». Отцы и дети – как наладить отношения в команде. Отцы и дети в России не просто носители возрастных поколенческих противоречий, но и фактически представители разных эпох. Образование, отношения к интернету, формы предпринимательского мышления – всё разное. Конечно, молодым надо быть более гибкими, на то они и молодые, и брать инициативу на себя. Им легче перестраиваться просто в силу того, что вся жизнь ещё впереди. И ответственность лежит на начальниках, а те чаще всего старше. Но бывает и наоборот. Молодой начальник и возрастной коллектив, впадающий в страшные комплексы, если над ним ставят зелёного шефа. Сразу вспоминается прозвище «Киндер-сюрприз», данное премьеру Сергею Кириенко, и тысячи анекдотов про детские качели. Но привыкли. Дмитрию Медведеву 42, а уже никто не шутит. И не только из-за праотца Владимира Путина, а вообще. Итак, что нужно делать, чтобы выстроить отношения в возрастном коллективе? 1. Помнить, что инициатива в налаживании отношений – дело молодых. 2. Отзеркаливать, в частности, апеллировать к ценностям старшего поколения, отталкиваться от них и поворачивать в свою сторону, а не наоборот. 3. Подчёркивать уважение к эпохе взрослых, не допускать пренебрежительного тона. 4. Спрашивать у старших совета, даже если вы начальник, и даже если вы в этих советах не нуждаетесь. Цель – создать атмосферу, облегчающую коммуникацию с ними, атмосферу доверия. 5. Если старший начальник, мотивировать его на укрепление его положения через реализацию вашей идеи, подарить ему авторство идей ради своего карьерного роста. 6. Больше маячить перед глазами. Старшие чаще всего традиционалисты в управлении. 7. Проявлять внимание к замечаниям, записывать умные мысли, даже если вам неинтересно, терпеливо отчитываться по текущей деятельности. Взрослые любят вмешиваться в процесс, чувствуя себя хозяевами. 8. Одеваться со вкусом, но скромно. Чаще шутить в стиле старшего поколения. Хорошо бы цитировать фразы из фильмов их эпохи. «Почитаешь мои инструкции, и совсем плохо станет. Старшие просто монстры». Но это не так. Большая ошибка отметать при приёме на работу тех, кому за 45. Смешанные возрастные коллективы компенсируют и дополняют людей разного возраста. Старшее поколение умеет ответственно вкалывать не за деньги, а за совесть. После 40 умный человек задумывается о ценностях. Не бегает по разным местам в погоне за окладом и статусом. Более благодарен за всё, вплоть до мелочей. Например, если просит совета. Имеет огромный опыт и охотно его передаёт. Дети выросли, а потому с удовольствием отдаётся работе. При этом взрослые – незаменимые няньки для молодёжи. Где-то подотрут, подчистят, и всё тихо и незаметно. Кстати, в Америке при приёме на работу запрещено узнавать возраст. Как-то я решила купить там себе дорожную сумку. Зашла в отдел, схватила красивую, яркую, дорогую. Продавец, мужчина лет 60, стал вежливо объяснять, почему она быстро развалится, в чём её недостатки. Затем, не спеша, на блестящем английском, объяснил преимущество другой – более скромной и куда более дешёвой. Я её купила и напоследок спросила продавца о его прежней профессии. Оказалось, генерал авиации. «А зачем торгуете? Скучно дома сидеть, а здесь люди, общение!» – вежливо ответил генерал и улыбнулся. Прелесть! Так что не забывайте, в каждом возрасте есть свои преимущества. А теперь перейдём к родственникам и друзьям. Как создать деловую команду с друзьями и родственниками? В целом задача не из лёгких, так как в этом случае личные обязательства переплетаются с деловыми. В России и в Китае любят играть в дружеские шахматы. Зевнув фигуру, хотят иметь возможность переходить. Но не соревнования же, друзья всё-таки. С друзьями всегда доминирует настроение вин-вин, чтобы постоянно выигрывали обе стороны. Это надо иметь в виду и пытаться выстроить более сложные отношения, не копируя, однако, обычные законы бизнеса, где всегда ничего личного. Бизнес есть бизнес. В случае с родственниками совсем тяжело. Тут всё личное. И налицо конфликт интересов. Возникает желание всё поделить поровну вне зависимости от эффективности. Проблема заключается ещё и в том, что у нас отсутствует традиция ведения семейного бизнеса, сформированная в других странах ещё в эпоху феодализма. У нас все носители этой традиции после 1917 года или покинули страну, или были расстреляны. При сталинском режиме семьи благополучно разделяли и уничтожали. И что теперь делать? Как что? Создавать традицию заново, используя европейский опыт контрактного права. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Главные принципы. Не надеяться на честность по умолчанию, типа «свои люди сочтёмся». Дружба дружбой, а законы бизнеса – главное. Очень важно, отбросив ложную скромность, построить бизнес на правовых нормах. Первое. Всё, что можно прописать, как в брачном контракте, не стесняясь. Уже на старте установить деловую форму организации работы. Мой муж имеет много партнёрств с друзьями, что вовсе не исключает бизнес-подхода к решению ключевых проблем. А дружба помогает обсуждать все вопросы максимально открыто. Второе. Всё проговаривать и обговаривать. Если что-то неясное или возникают проблемы, не откладывать их в долгий ящик. Забыть мысли вроде «мы же друзья», «мне как-то неудобно делать замечания». Семейный бизнес строится так же, как и любой другой. Если родственник или друг непригоден для бизнеса, но требует помощи, дать денег, но не пускать в предприятие. Бизнес и благотворительность – разные вещи. Четвёртое. Следить за авторством идей. Друзья особенно болезненно воспринимают фразы типа «Я всё это придумал, это была моя идея». Делитесь славой и обрящите. Пятое. Установить для всех, включая друзей, одинаковую дисциплину, иначе развалится весь коллектив. И последнее. Проанализируйте характеры и психотипы – ваш и ваших друзей или родственников. Сопоставьте их и себя. Можете ли вы хоть на 30% совпасть или договориться? Я, например, при всём уважении к мужу, вести с ним один бизнес не могу и всегда от этого отказывалась. Мы настолько разные, что это нас просто разведёт. Он адреналиновый наркоман, всё делает в последнюю минуту, а я – воплощение оперативного планового подхода и самодисциплины. И всё, ничего не выйдет. Выводы. Первый. Семейный и дружеский бизнес прекрасен, но дружба дружбой, а деньги требуют соблюдения писаных правил, коль традиция у нас совсем негодная. Второй. Родственники и друзья – специфические партнёры и в большей степени требуют индивидуального психологического подхода. Только тогда можно сохранить благоприятную атмосферу в коллективе. Налетай! Торопись! Покупай! Живопись! Глава пятая. Стартап Дао. Болезнь нулевых. Накрывшее молодое поколение эпоха потребления веером разложило свои карты на игральном столе жизни казино. Вдруг захотелось, вложив копейку и не сильно напрягаясь, получить и тачку, и яхту, и дом, и квартиру. Лихие 90-е закончились, но в нулевые годы это настроение только усилилось, а казино превратились в учебные заведения и корпорации. В результате деятельная молодёжь поделилась на несколько социальных групп. Первое. Романтики, представителей поколения антибуржуазного нет, носители различных субкультур, готы, палитрадикалы, интернет-фрики, жёсткий молодёжный андерграунд в искусстве и т.д. Второе. Циники стремятся сесть в лифт в здании «Единой России» и как можно быстрее взлететь на этаж, где раздают деньги, быстренько пропустив всё, что пониже, и где надо работать. Один начальник отдела в администрации региона очень удивился, когда, придя в его кабинет на третьем этаже, молодые специалисты, отработавшие три месяца, с удивлением спросили его, а деньги где? «На шестом», — грустно ответил начальник. Но вы понимаете, кто сидел на шестом? Третье. Рыночные циники. Готовы идти по трупам, чтобы вознестись на лифте, но уже не «Единой России», а мега-корпорации из нашей Раши. Главная мечта — летать по миру на крыльях корпоративного и частного самолёта. Четвёртое. Ребята типа self-made, стремящиеся самореализоваться, быть успешными, но при этом свободно парить на крыльях мечты. Им ничто не чуждо. Они хотят обеспечить себя и свою будущую семью, иметь приличную квартиру, машину, сделать бизнес-карьеру. Но эти бонусы для них — не цель, а всего лишь инструмент, позволяющий найти себя в огромном мире и совершить что-то грандиозное. Однажды ко мне пришли молодые, высокообразованные люди и заявили, что завидуют нашему поколению. Я удивилась. У вас есть всё — суперобразование, куча иностранных языков, поездки за границу, интернет, весь мир у ваших ног. «Нет, не так», — ответили мои собеседники. Вы жили в эпоху перемен и, как могли, строили новый мир. А нам или нечего строить, всё уже сделано, или не даёт железобетонная стена с одной только дверью, на которой написано «Лояльность к власти, посторонним вход воспрещён». Не вы, а мы, потерянное поколение, а так хочется перевернуть мир. Пятое. И, наконец, те же self-made, но не стремящиеся к самостоятельному рискованному полёту. Не предприниматели, не новаторы по духу, а менеджеры. Мечтают, соответственно, стать топ-менеджерами, работая не в вязкой системе бизнеса по-русски, а в прозрачных престижных западных корпорациях. Правильные корпоративные отличники. Звёзд с неба не хватают и надеются по возможности дослужиться до бизнес-генерала, начав солдатом. Рассчитывают, что своим профессионализмом и трудом сумеют в жёсткой конкурентной борьбе победить блатных или заблюдов. Конечно, есть ещё много других страт, но перечисленные группы отличают более-менее определённое мотивированное поведение. При этом общей болезнью поколения нулевых стал хронический инфантилизм. Или низкая самооценка отсутствия воли, или завышенные требования, не подкреплённые соответствующими профессиональными навыками. Птенцы, вместо того чтобы вырастать в мощных птиц, до старости остаются похожи скорее на легковесную мушкару, летящую на свет солнца и сгорающую, столкнувшись с электрической лампочкой. Так как избежать смертельных ошибок и научиться летать на собственных окрепших крыльях? Философия начала. Прежде всего, надо отнести себя к одной из вышеперечисленных групп и помнить о том, что за всё, включая соблюдение или несоблюдение морально-этических норм, придётся платить тем, кто от них откажется – грустной жизнью, а тем, кто не откажется – извилистой, нестабильной карьерой. Выбор есть, и он точно за вами. Если вы выбираете последние две группы, то я могу как-то помочь. Со всеми остальными не ко мне, так как они со мной органически не срастаются. Итак, основные принципы. 1. Двигаться к мечте без спешки. Всему своё время, в том числе и мечте. Но в любом случае надо пытаться что-то делать. 2. Получая образование, расширять сознание и коммуникацию. 3. Взрослеть быстрее, выкинув из головы глупости вроде «Дайте денег, и я сделаю свой бизнес». Мне бы устроиться по знакомству, а дальше я взлечу. Дай-дай здесь копейку. Ну, дай здесь копейку. Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры? Где деньги лежат? Я в своё время совершила ошибку, устроив сына студента на подработку в крупную российскую компанию. Он работал от звонка до звонка, но за зарплату в два раза ниже, чем у уборщицы. Так продолжалось год. Потом он получил диплом и где-то через полгода намекнул на повышение. И получил ответ «С такой мамой тебе деньги не нужны». На этом мы закончили совместные действия. Дальше он, естественно уволившись из той компании, двигался самостоятельно. Благо фамилия у него другая. 4. Не путать мечту и мечтательство. Напоминаю, не только история, но и самореализация не терпится слагательного наклонения. 5. Выкинуть из головы родители в случае чего помогут. Эта штука сильно тормозит реакцию и притупляет жизненное чутьё. П.С. Родители, не мучайтесь проблемой воспитания детей в обеспеченных семьях. Просто дайте чаду удочку, образование и отправляйте на самостоятельную рыбалку. 6. Не путать гордость и гордыню, честолюбие и тщеславие. Если не получается работать по специальности, обозначенной в дипломе, работать всё равно надо. Работа тянет за собой связи, а не другую. Иногда уже среднее образование даёт больше возможностей для самореализации, чем престижный диплом. Знаю неудачников с дипломами МГУ и МГИМО и звёзд бизнеса с хорошим среднетехническим образованием. Грандиозный успех знаменитого ресторатора Аркадия Новикова объясняется в частности тем, что он был отличным поваром. Бывает, конечно, что для следующей ступени не хватает образования. Но доучиться всегда можно, лишь бы эта прекрасная идея вовремя вас посетила. Сегодня все компании пришли к одному и тому же выводу. Молодые кадры, то есть новомодные дипломированные выпускники, маркетологи, политконсультанты, специалисты в области бизнес-администрирования, пиар-технологий и рекламы способны выполнять лишь секретарскую работу. Поверьте мне, каких только политологов и пресс-секретарей мне не подбрасывала жизнь. Запросы ОГОГО. Навыков 0. Всех, если они приходили сразу после института, надо было учить заново. Что же делать? Первое. Уже с третьего курса совмещайте с учёбой работу. Любую. Тогда появятся навыки, умение ладить с людьми. Когда мы затеяли биржу, к нам пришёл студент МАДИ – наниматься уборщиком. Через месяц он попросил «нет, не повышение, а не убирать женский туалет». А через год в фондовом отделе заболел специалист, и уборщик его успешно заменил. Ещё через полгода он купил квартиру «Мерседес» и укатил отдыхать к бабушке в Канаду. Просто мальчик мёл полы и внимательно слушал. Второе. Если вы не собираетесь уходить в науку, то лучше, чтобы бакалавриат и магистратура были немного разных профилей. Это расширит ваши возможности. Если уже начали успешно работать, то про магистратуру можно забыть. Третье. Умейте выявить своё эксклюзивное качество и красиво подать его в резюме. Не надо штампов, усидчив, общителен, языки, компьютер. К резюме надо подходить творчески. Четвёртое. Проходите интервью грамотно. Смотри главу «Дау коммуникации». Пятое. Будьте мобильны и легки на подъём. Но если в вашем списке больше одной смены работы в течение года – это минус. Бегунков никто не любит. Шестое. Вы молоды, а потому главным для вас должны быть не зарплата, а креативный опыт и удовольствие, получаемое от работы. Необоснованная жадность – путь вечного лузера. Деньги приходят вслед за профессионализмом, а не наоборот. Именно поэтому я демпингую с окладом ведущей на телевидении и радио, но компенсирую это при проведении мастер-классов. Предположим, что в позиции наёмного специалиста у вас всё получилось. Но обуяла страсть начать свой бизнес, особенно если уволили во время кризиса или достали муштрой, или вообще захотелось иметь пусть маленькое, но своё. Я бы с удовольствием пожелала малому бизнесу большого плавания, но всё не так просто. Вообще тема мне близка. Чего только я не пыталась сделать и в правительстве, и в парламенте для запуска бизнес-ласточек. Ввести вменённый налог. Плюс. Упрощённое налогообложение. Плюс. Упрощённую процедуру получения недвижимости. Минус. Упрощённое лицензирование. Плюс. Упрощённую регистрацию. Плюс-минус. Добиться ликвидации чиновничьего рэкета. Минус. И льготного кредитования. Сами видите, ласточек пожирают птеродактилей государственных корпораций и монополий. Но нельзя опускать руки. Главное – правильно всё рассчитать. Как начать собственное дело без государственного лоббизма? Важное замечание. Напоминаю. 1. Необходимо проверить ваш психотип. Кто вы по натуре? Как сказала на круглом столе журнала Forbes «Одна девушка» банковский топ-менеджер, предприниматель предпринимает, а менеджер исполняет. Кажется, что никакой разницы нет, а на самом деле огромная пропасть. Предприниматель чувствует проект и рискует. Менеджер профессионально обсчитывает проект и стремится к минимизации рисков. 2. Важно проверить вашу мотивацию. Если вы вдохновлены идеей, получаете от неё энергию, она снится вам по ночам, вы реально заводитесь на собственный бизнес – 30% успеха гарантировано. Если ваша попытка от безысходности, лишь бы прокормиться, тогда лучше не торопиться и пока что заняться частным извозом. Итак, решились? Тогда придётся пройти два этапа. Этап первый – подготовительный. Научиться двум специальностям, причём, как я уже говорила, диплом ничего не значит. Придётся стать блестящим маркетологом, блестящим HR-специалистом. Почему нельзя надеяться на наёмных спецов? Потому что на старте нужно экономить, а главное – необходимо самому нести всю ответственность по бизнес-рискам. Для этого, во-первых, надо просчитать сегмент рынка потребления вашей услуги или товара, ожидаемую норму прибыли и сроки окупаемости вложений. Во-вторых, раз это ваш бизнес, прежде чем вести какие-либо переговоры, вы должны досконально знать. Бюрократические процедуры и их стоимость – не только в рублях, но и в часах, месяцах, даже годах. Состояние рынка, в том числе состояние конкурентов. Кредитно-финансовые условия развития проекта и стоимость ваших рисков. Только в этом случае вы сможете выбрать оптимальную инвестиционную модель – партнёрство или кредит. Смотри также главу Team Building Dao. Этап 2. Фактически стартап. Вы начинаете действовать, а значит ищите команду и партнёров. Вот здесь стоит задуматься о профессионалах. В Англии 70% проектов, финансировавшихся частными инвесторами через венчурные фонды, провалились по одной простой причине. Носитель идеи одновременно был и менеджером проекта, что чаще всего неэффективно. Профессионалов надо нанимать на зарплату или на проценты от прибыли в следующем порядке. 1. Организатор процесса и оперативный управляющий. 2. Бухгалтер с навыками финансового планирования. В крайнем случае просто бухгалтер. 3. Юрист. В крайнем случае внештатный консультант, но лучше штатный. Ну и всё. Поехали. И не забудьте. Вся ответственность на вас. И на начальной стадии нужен персональный контроль всего проекта. Прибыль первого года надо инвестировать в бизнес, а не класть себе в карман. Кредитных рисков минимум. Финансовых пирамид не строить. Смотри главу DAO «Лидерство». Экономить на издержках, начиная с себя. Смотри Team Building DAO. Мой второй муж в те самые 90-е нарушил все перечисленные правила. Создал кредитный пузырь, набрал не профессионалов, а друзей и родственников, деньги потратил на качество жизни, а не на качество бизнеса. В результате долго был в бегах и успокоился только в качестве наёмного специалиста, так как был очень талантливым макроэкономистом. А если бы вовремя понял, что он не предприниматель, всё стало бы хорошо намного раньше. И последнее. Всей этой мороки можно избежать, если у вас есть креативная идея, и её реализация зависит только от вашей головы и знания интернет-рынка. Фанки-бизнес без чиновников – гарантия успеха. Вспомним Масяню, одноклассников и так далее. Главное – нестандартный подход, нулевая стартовая цена, незанятая ниша. Кстати, в интернете самые частые клики – порно, халява и спорт. Так что привлечь там внимание к более серьёзной информации непросто. Ну а кто обещал, что будет легко? В наше время высшее образование и знание языков перестали давать конкурентные преимущества. Начинать карьеру, совмещая свободу и работу – это кажется фантастикой, а свой бизнес гарантирует массу рисков и головную боль. Как же со всем этим справиться, да ещё не имея опыта? Возможно ли что-то сделать одному без поддержки? А может нанять профессионального друга? И пока хватает денег идти по жизни с ним? С коучем по жизни или сам себе коуч? В последнее время стало популярным посещать мастер-классы и оплачивать услуги коуча. В этом случае клиенты хотят получить не стандартный тренинг из учебника, а опыт, мудрость и эмоциональный позитивный заряд на будущее. Коуч не учит, а стимулирует самообучение, пробуждая в человеке активное желание быть успешным и счастливым. Коучинг появился в 90-е годы, естественно, в США. Это консалтинг на стыке психологии, менеджмента, философии и индивидуального жизненного опыта консультанта. Секрет его популярности, на мой взгляд, в том, что весь средний класс в Америке делится на тех, кто создаёт услуги и тех, кто их потребляет. Адвокаты, психоаналитики, политконсультанты, коучи блестяще помогают клиенту обеспечить прекрасную жизнь им, а заодно и заработать на хлеб с маслом самому себе. Странно, но в России коучинг тоже постепенно набирает силу. В интернете я нашла хороший пример, объясняющий, в чём отличие коуча от психолога, тренера, эксперта. Пересказываю. Предположим, вы не умеете кататься на велосипеде. Что сделают перечисленные специалисты? Психолог докопается до детского сада и обнаружит источник страха перед велосипедом. Эксперт или консультант расскажет вам всё о велосипеде, когда появился, кем изобретён и так далее. Тренер начнёт объяснять вам технику езды, а коуч приедет на своём велосипеде и предложит вам ехать на своём рядом. Он задаст только один вопрос. Куда хочешь ехать? Знаешь? Тогда поехали! Просто коуч, в отличие от других, не делает того, что хочет он, а слушает, чего хочет клиент, сосуществует с вами в настоящем и не анализирует прошлое. Запросы клиента в данном случае шире. При этом коуч не ментор, он не учит, а прыгает вместе с клиентом в проблему, как в прорубь. Он, коуч, рядом, так как обладает энергией, опытом, разносторонними знаниями. Его главные инструменты – погружение в проблему и передача опыта. В каких случаях надо обращаться к коучу? Я проанализировала вопросы, которые мне задают на моих мастер-классах и во время индивидуальных консультаций. И пришла к следующему выводу. Коуч нужен если… У вас всё хорошо, а хочется ещё лучше. У вас дефицит энергии, а семья и друзья его не восполняют. Вы хотите оптимизировать ваши жизненные затраты и добиваться успеха легче и веселее. Ваша ракета готова лететь самостоятельно, но нужен пусковой заряд. Когда наём коуча эффективен для достижения вашей цели? Тогда, когда вы способны слушать, воспринимать, перерабатывать, видоизменять и, наконец, реализовывать чужой опыт. Если этого нет, то вы пациент, а значит клиент-психолога. В наше время становления рыночной экономики никаких коучей не было. Фактически, я интенсивно занялась селф-коучингом с 1993 года, года старта абсолютно самостоятельной карьеры. Понадобилось 17 лет. Я думаю, можно было справиться быстрее. Хотите быть сами себе коучами? Тогда читаем все предыдущие главы. Коротко напоминаю, что нужно. Отсутствие комплекса всезнайства. Учиться на своём опыте и извлекать уроки из ошибок. Свобода от навязанных штампов. Уважение к людям, а не только к себе. Овладение искусством коммуникации с внешним миром. Самообучение. Одиночество как шанс подумать. Быть открытым к миру и равнодушным к нему одновременно. Этика бизнеса или «прибыль оправдывает всё»? В этой главе я уже говорила о том, что за всё придётся платить, в том числе и за соблюдение или несоблюдение этических норм и правил. Что есть деловая этика? Стоит ли её придерживаться, если закон не заставляет? Серьёзные вопросы. И лучше ответить на них на старте, иначе потом затянет и уже не выплыть. Этика – система норм нравственного поведения человека общественной группы, в том числе предпринимателей. Соблюдение деловой этики – дело добровольное и для отдельной личности, и для группы юридических лиц. Добровольное, поскольку никакими правовыми нормами невозможно полностью отрегулировать нравственные нормы поведения, а тем более проконтролировать их соблюдение. Для России эта тема совсем сложная, так как в 1917 году были порушены все традиции делового сотрудничества. Под давлением бюрократии несущий лозунг «Для своих всё – для врагов закон» бизнес приобрёл привычку цинично лоббировать свои интересы и не соблюдать партнёрские обязательства. Институты правовой защиты сильно коррумпированы. Формирующийся рынок не создаёт значимых публичных институтов отслеживания репутационной истории. В результате нравственный предприниматель, соблюдающий нормы этического ведения бизнеса, весьма редкий, даже исчезающий вид бизнес-фауны. Зато жулики плодятся, как тараканы. Так что же, плюнуть и действовать по принципу «прибыль оправдывает любые средства»? Я думаю, нет. Во-первых, всё возвращается. Ты кинул, и тебя кинут. Во-вторых, сложно организованные спекулятивные рынки, фондовые и валютные биржи, рекламный рынок могут обрушиться из-за несоблюдения этических норм всего лишь одним игроком. Именно поэтому в сильно децентрализованных сегментах так популярны отраслевые добровольные соглашения. Я в своё время входила в ассоциацию рекламодателей, договорившихся не давать негативной информации о продукте конкурента. В-третьих, не соблюдая этические нормы, невозможно снять конфликт интересов в досудебном порядке. А суды? Понятно, что это и дорого, и плохо. В 90-е годы эпоху становления частного бизнеса, когда всё пошло в разнос, участники рынка снизу договорились не заказывать друг друга, не закладывать друг друга, не заниматься рейдерством, незаконным или якобы законным захватом предприятий. Первое сработало, второе и третье нет. И это мы наблюдаем и по сей день. Я думаю, что в целях самосохранения и безопасности бизнеса лучше этические нормы соблюдать, всех денег не заработать, а проживёте дольше. К тому же на свободе, а не в тюрьме. Нормы деловой этики бизнес-то-бизнес. Помнить, что слово весит столько же, сколько и подпись на банковском документе. Сказал – сделал, не можешь – не говори. Слово предпринимателя – часть его репутации. Выполнять обязательства, вплоть до продажи имущества или заранее предупреждать о невозможности их выполнения, покрывая издержки другой стороны штрафами, реструктуризируя задолженность. Не путать пиар проекта и блеф – вы не в казино и не в карты играете. Отказаться от мутных ответов на конкретные вопросы. Внутри организационные этические нормы. Убрать семейственность, то есть деление людей на своих и чужих. Главное – профессионализм. Искоренять доносительство мести сплетни. Не унижать человеческое достоинство, а поощрять мотивацию на достижение высококачественного результата. Быть сдержанным и воспитанным. Вообще-то, в последнем пассаже я повторяюсь. Всё уже было сказано, но уж больно актуальна тема. Мы страна хамов-начальников и холопов. Но вы, молодое поколение, начинайте новую традицию. Вам все карты в руки. Глава шестая. Self-Branding Dao. Как стать Кока-Колой. Я уже писала о том, что в 1998 году ушла в отставку и оказалась на улице. Надвигались парламентские выборы 1999 года, и сердобольные члены клуба топ-менеджеров 2015 решили помочь мне восстановить публичный имидж, изрядно потускневший за год пребывания в непроницаемых для прессы стенах «Белого дома». За дело взялись два специалиста по рекламе из российского отделения корпорации «Кока-Кола». Задача перед ними стояла сложная. Единственными ресурсами, которыми я могла торговать, договариваясь о вхождении в тот или иной политический блок, были известность и рейтинг доверия. С 1993 по 1997 год я дважды избиралась в парламент в качестве независимого депутата и многое наработала. Но, попав в правительство, кое-что растеряло. Да и ситуация изменилась. Время одиночек прошло. В политике венчурные фонды не в почёте, а бизнес-ангелы — исключение. Так что необходимо было для начала освежить имя, а потом продвигать его дальше, так как и мои амбиции выросли, и становиться рядовым членом партии мне было неинтересно. Абсолютно верно решив, что до переговоров хорошо бы создать имидж, раскрутка которого не потребует финансовых затрат, но, соединяясь с прежним имиджем «Запустят меня в политический космос», мы организовали мозговой штурм. Просидели часов шесть. Специалисты разложили историю моего имени на элементы, чтобы потом собрать из них новую модель. Она получилась странной и абсолютно циничной. Перебрав все варианты, рекламщики домозговались до того, что мне надо было изобразить, будто у меня пропал муж, я его мужественно ищу и нахожу. Вначале народ меня пожалеет, потом повосхищается и, наконец, зауважает. В общем, разошлись мы с грустной мыслью, что с Кока-Колой всё как-то проще. Понимая, что я не героиня передачи Оксаны Пушкиной и ненавижу рассказывать о себе жалостливые истории, мне пришлось в очередной раз выкарабкиваться самой. «Ну и дура!» – в сердцах сказал мне кто-то из знакомых. «Русский народ завистлив, но жалостлив, а ты со своей восточной харизмой пролетаешь мимо. Для приличия надо хотя бы фиктивно развестись и явить электорату лицо несчастной матери-одиночки, а не мисс совершенства, которой всё по плечу». Невольно вспоминается Виктор Пелевин с его гениальным романом «Generation P», в котором он за много лет до сегодняшнего пиар-помешательства всё предугадал. «Ну нет», – решила я про себя. «Я пойду другим путём. Меня не устраивает публичный имидж, похожий скорее на тюремную камеру, пусть даже и освещенную софитами. Заскочишь, потом не выскочишь». И без помощи нанятых специалистов, строго оберегая личную свободу, я начала формировать имидж, который должен был помочь мне двигаться в политике, обеспечивая известность и ясное позиционирование. Со временем он превратился в бренд, то есть вышел за рамки политики и какой-либо конкретной профессии и стал носителем явления Хакамада. «Недавно на мастер-классе я спросила, Хакамада – это что?» «Это свобода», – быстро ответил кто-то. «Ну вот, всё получилось. Теперь рассказываю, как, но сперва выводы. Известность – не самоцель, а инструмент достижения профессиональных целей. Имидж не убивает личность, а органично с ней сосуществует». Стартовые условия В эпоху брендомании и телезвёздности начался повальный исход людей из профессии в публичность любой ценой. Они готовят еду, судят, танцуют, поют, катаются на коньках, висят на канатах, ведут шоу и всё с одной надеждой – превратить своё имя в бренд, приносящий известность, в том числе и в основной профессии. Но непрофильная слава чудовищно быстро сжирает творческий потенциал и делает человека телезависимым. В результате в профессии полный завал, а любой руководитель телеканала становится твоим начальником. Лучше не путать жанры. Писатели пишут, журналисты ведут программы, фигуристы побеждают в Олимпийских играх, циркачи ходят по канату, профессионалы судят в жюри. Другое дело, если вы обнаружили в себе журналистский талант и решили сменить профессию или появляетесь в телевизоре с определённой задачей. Последние делятся на две группы. Известность необходима в силу специфики профессии, политики, артисты и т.д. Профессии отсутствуют, но есть желание обрести её за счёт звёздности. Я отношусь к людям, которые запускали любой механизм раскрутки только тогда, когда точно представляли, зачем им это надо. Причём стартовые условия всегда были крайне скромными с точки зрения финансов, поэтому приходилось помнить основное правило привлечения к себе журналистов – не быть похожим на всех и создать события. Этапы формирования бренда. Этап 1. Достижение минимального уровня известности. С детства моей проблемой была непохожесть на других. Меня обзывали, не принимали, унижали за цвет кожи, разрез глаз, странную фамилию. Наконец, поверив в себя, я додумалась обратить в плюсы и усилить свою непохожесть. В Госдуму вошла с почти мужской стрижкой и выбритой на затылке бабочкой. Сразу выделившись и завоевав внимание журналистов, новоиспечённая депутат решила действовать по принципу «от противного». В отличие от раскрученных звёзд политики, я, будучи никем, собирала остатки со стола. Никто не рискует – я рискую. Никто не хочет участвовать – я участвую. Все сдержанно важные – я открытая и живая. Как правильно заметил известный японский кинорежиссёр Такеши Китана, чтобы быть успешным, надо помнить детство и стать чуть-чуть сумасшедшим. На какие только шоу я не соглашалась. И отгадывала за занавеской героя по его фразам, озвученным актёром. И танцевала, и читала стихи, и даже участвовала в программе «Как стать миллионером». Тогда её вёл тот же Дибров, но на НТВ. Меня все отговаривали. «Ты умная, и тебя умной запомнили! Не выиграешь достойную сумму – тебе конец!» Скажут «Дура, позор на всю страну!» «Посмотри, там ни одного публичного политика нет!» Но я пошла. Довела ведущего до ручки, узнав, что время на поиске ответа не ограничено, и думала полчаса над вопросом о насекомых. Набрала вполне достойную сумму. В результате получился несоветский образ современного человеческого политика. Этап 2. Позиционирование. Главное – вовремя остановиться. Когда известность по стране достигала 20%, наступило время более строгого позиционирования. Я понимала, что если буду продолжать в том же духе, то превращусь в политика аниматора. «Оставь меня, старушка, я в печали!» «Старушка? Я же на 5 лет тебя моложе!» «Карандаш!» «А пенсил!» «А пейпл!» «Девушка!» «Ангрейский!» «Нерл!» «О, ес, ес, нерл!» Благо, парламентская атмосфера к этому располагала. С 1995 года я начала тщательно отбирать эфиры, постепенно отказываясь от легковесных шоу и изданий. Началась серьёзная работа по созданию информационных поводов, связанных непосредственно с профессией, ценности, проекты законов, программные заявления. Цель – дальнейшее, более медленное наращивание рейтинга узнаваемости параллельно с созданием образа серьёзного политика, пусть даже не тяжеловеса. Однажды в разговоре кто-то из моих друзей вскользь заметил, что все известные политики, если они не лидеры фракций, ассоциируются с каким-то одним так называемым «месседжем». Митрофанов – антизападная внешняя политика, Марычев – шут с переодеваниями, Затулин – возвращает Абхазию и Крым в лоны России и так далее. Я задумалась над своим образом и поняла, что он пуст, поверхностен. Неординарная внешность и стиль, умение говорить простым ярким языком создали известное имя, но его, как сосуд, хорошо было бы наполнить содержанием, помещающимся в сознании людей в определённый закреплённый за мной ящичек. Причём ресурс был уже на ладони, просто его надо было вспомнить и начать подкручивать сильнее, чем остальные. Догадались? Ну, конечно! Малый бизнес, откуда я и пришла в политику, нет нужды что-то придумывать. Что тебе ближе, то и делаешь своей визитной карточкой. Единство формы и содержания никто не отменял и при создании профессионального бренда. В результате, к моменту ухода в правительство на пост руководителя Госкомитета по малому бизнесу, моя известность достигла 50%. За год работы чиновником этот показатель слегка снизился, но зато образ был сильно утяжелён и спрофилирован. Теперь предстояло двигаться дальше, причём не теряя мужа. «Здрасте, пожалуйста! Я его по всему дому ищу, он в чужой квартире сидит». Этап 3. Использование достигнутого. В активном пиаре наступила пауза. Кока-кола помочь не смогла. Я решила не волноваться и не напрягаться. Если ничего не идёт, значит не идёт. Живём на запасах и ведём переговоры. Забыли про интенсивное продвижение. Просто поддерживаем имя и выживаем. Главное – войти в парламент уже с партией и новым ресурсом влияния. Как это было сделано, я описала в книге «Саксес. Успех в большом городе». Но, получив третью позицию в избирательном списке СПС, я перестала думать о том, как поддерживать имя на плаву. Машина заработала в автоматическом режиме. Теперь необходимо было заботиться не о количестве эфиров, а об их новом качестве. Положение лидера не позволяло совершать ошибки. Образ ценностного чувака по определению клуба 2015 сформировался, а ответственность не только за себя, но и за позиционирование команды налагала серьёзные дополнительные обязательства. Этап 4. Достижение максимального уровня. С 1999 года началась моя дебатная «Одиссея». Я билась с противником у Шустера Соловьёва Сорокиной. Оказалась очень эффективным воином. Бои следовали за боями, рейтинг узнаваемости подступил к 70%. Но образ получился очень жёстким. Процент доверия сравнялся с процентом недоверия. Я поняла, что избиратели меня либо любят, либо ненавидят. Позиционирование обрело слишком харизматичный характер, что хорошо для партийного продвижения, но не даёт индивидуальных преимуществ перед бесконфликтными, гладенькими, солидными дядьками. Именно поэтому в 2003 году я проиграла выборы Селезнёву, спикеру парламента по одномандатному округу в Санкт-Петербурге. Соответственно, когда я уже опять самостоятельно, без СПС, начала президентскую кампанию, я знала, что мне надо решить две проблемы. Первая – не предать свою личность. Вторая – смягчить образ, не заискивая перед всеми группами избирателей. И я нашла выход. Большую часть выступлений посвятила не критике, а позитивной программе. В конце концов, я понимала, что победа недостижима. Главное – консолидировать либеральный протест, ясно объясняя не только, что переделать, но и как. Образ смягчился и обрёл нужный вес. Начав с фактически нулевого президентского рейтинга, я получила около пяти миллионов голосов. Этап 5. Перепозиционирование. Добившись всего, что позволяли мои личные ресурсы и внешние обстоятельства, я решила, что политический период в моей жизни закончился. В 2006 году я официально ушла из политики. К этому времени мой рейтинг узнаваемости достигал 90%. Взяв его на вооружение, я решила поменять жизнь. Цель? Всё, что наработала – конвертировать в другие, не политические проекты. Оказалось, что это непросто. Наступила глубокая пауза. На центральное телевидение никто не пускает. Радио в связи с тем, что я покинула политический Олимп, тоже отвалилось. Тишина. Ну что делать? Главное – не суетиться. Тишина так тишина. Надо её усилить. Я отключила телефон и уехала на дачу. Погрузившись в себя, начала размышлять о себе и о жизни. Взялась писать роман «Любовь вне игры. История одного политического самоубийства». Вскоре позвонили с предложением читать мастер-классы. Мои 90% тихо заработали. Книги продавались, мастер-классы становились популярными, пригласили в качестве ведущей на радио и кабельное ТВ. Я строго следила за качеством новых проектов и теперь уже очень редких эфиров. Цель – перепозиционировать имидж в соответствии с другой действительностью. Прошло несколько лет, но до сих пор большинство считает, что я депутат. А в аэропортах пограничники удивлённо спрашивают, почему я не иду как ВИП. Однако я сохраняю терпение и двигаюсь дальше. Кто-то правильно сказал. Сколько времени позиционировал имя, столько же уйдёт на то, чтобы его перепозиционировать. Мне всё-таки удалось добиться того, что Хакамада теперь ассоциируется не только с политикой, но и с деятельностью писателя, коуча, журналиста, радио и телеведущей авторских программ. Я работаю и делаю то, что мне нравится, а 90% узнаваемости уже так просто не потеряешь, хотя их надо поддерживать, ну, например, через интернет. Главное не масс-медиа. Это последнее дело. Главное вновь найти себя. А остальное точно приложится. П.С. Глава получилась очень субъективной. Фактически я просто пересказала свой опыт. И это правильно. Селф-брендинг – вещь стихийная, зависимая от тысяч обстоятельств. Копировать мой опыт и надеяться на стопроцентный успех наивно. Действительно, путь к бренду Хакамада в прямом и переносном смысле. Но выводы можно сделать. Вдруг пригодятся при случае. А выводы такие. Искать себя, а не славу. Бренд ради бренда – опустошающая история. Индивидуальность в позиционировании – отправная точка. Имидж – продолжение содержания. Риск и профессионализм экономят расходы на пиар. Главное – вовремя остановиться и перепозиционироваться. Если не идёт, то не идёт. Не суетиться. И не быть рабом масс-медиа. При достижении известности более 70% вы получаете бренд, и он конвертируется в ресурс для любого проекта. Глава 7. Дао. Женщины. А стену одиночества крошу надежды мел. Вся жизнь моя – факин лимон. Ты вовсе не падший ангел. Ты круто взлетевший демон. Игорь Золотарёв – приятель, менеджер, мастер спорта международного класса по стрельбе. Почему женщины, а не мужчины? Ну, во-первых, я женщина, и полностью в мужской мир погрузиться не в состояние. А во-вторых, женщине труднее, причём независимо от того, дура она или умная. Может быть потому, что женщин больше, может потому, что сегодня именно они принимают вызов перемен. Но в любом случае, дорогие мужчины, не пропускайте эту главу, если хотите понять нас лучше. Мы же читаем мужские журналы. Как говорится, партнёра лучше знать в лицо, а не только в другие части тела. Итак, правило номер один. Мужчина не познаваем, а значит, переделке не подлежит. То же почти касается и женщин. Почти, так как женщина более восприимчива к самообучению. Мне кажется, этот тезис легко доказуем. Доминирующая в прошлом роль заставляет мужчину занимать охранительно-оборонительную позицию, что требует консерватизма и нетерпимости к переменам. Женщина, напротив, встречает ветер перемен радостно, потому что он дует в её паруса. Кораблик плывёт, на ходу обучаясь самонавигации. Альфа-самец нападает и проигрывает. Время-то совсем для него неудобное. Смотри главу «Дау лидерство» – турбулентное. А самка на подъёме, быстро приспосабливаясь и пользуясь новыми возможностями, всё более активно переставляет буквы. Бета-самка становится альфой, а самец, даже не заметив, переходит в категорию «бета». Вот именно сейчас возмущённые альфа-самцы в сердцах захлопнут книгу. Не спешите, у самок куча проблем. Одно дело буквы переставлять, другое – счастье с вами налаживать. Это посложнее будет. Постфеминизм – исключение или то, с чем придётся жить? Элита традиционалистского христианского феодального общества надёжно закрепила за мужчиной доминирующую роль в добывании ресурсов, что было естественно и правильно. Территориальные захваты и защита земель как-то не вязались с платьями, рождением детей и музицированием. Либо уничтожим, либо платите дань. Вот и вся экономика. Назовём этот период временем мужчины-воина. Далее – мужская цивилизация нового и старого света. Вдоволь намахавшись и всё поделив, как-то приустала и решила пойти вглубь, зарабатывая деньги не только отрубанием голов. Началась промышленная революция. Мужчина-воин уступил место мужчине экономическому. Фабрики и заводы, нефтекачалки и шахты потребовали столько рабочей силы, что элита решила приспособить к обслуживанию промышленных монстров и женщин. Перед лицом экономической целесообразности традиционализм начал тихо отползать, а свято место пусто не бывает. В умах наиболее образованных женщин началось брожение. Появились политизированные амазонки, поставившие себе целью дать бой мужскому доминированию. Небольшие, но сплоченные отряды феминисток завоевали в начале XX века равные с мужчинами гражданские права, за что вызвали к себе пещерную ненависть сильного пола. С горя доминанты решили вернуться к старому ремеслу и переделить мир. Переделили. Затея в первую и вторую мировые войны. Уничтожили самих себя в таком количестве, что отдышавшись поняли – дальше без науки не обойтись. Произошла научно-техническая революция, и модный образ мужчины-физика и интеллектуала стал иконой для женщин, надевших платье простых стюардесс. Под этим прикрытием, завоевывая сметенные души ученых, женщины заняли неприметные, но важные позиции в новой экономике, дожидаясь своего часа. Необходимость в войне отпала. Тактика тихого проникновения оказалась эффективнее. Агрессивный феминизм потерял популярность и среди дамочек. И дождались. Информационные технологии смели все преграды по пути творческой самореализации женщин. При работе в интернете пол значения не имеет. Мало того, его, если ты хочешь, никто и не узнает. Фанки-бизнес – бизнес для всех. Человек креативный окончательно и бесповоротно победил и мужчину-ученого, и женщину-борца. Экономика интеллекта породила явление постфеминизма. Постфеминистки обожают мужчин, экономически независимы, профессионально реализованы, обладают стилем и вкусом к жизни. Данный тип женщин не воюет с мужчинами и ничего им не доказывает. Просто живёт в своё удовольствие. Надолго ли это явление? Я думаю, навсегда. С этим придётся жить. А как? Давайте обсудим. Мир глазами постфеминистки. Простенькие умозаключения типа «все мужчины-сво», а «женщины-б» не привносят в двуполый мир радости. Наоборот, от безысходности, который веет от этого вывода, впадаешь в уныние. При этом разбираться, чем отличается мир женщин от мира мужчин, тоже кажется делом банальным и бесперспективным. И те, и другие не пациенты, и их отношения мало напоминают сеанс у психоаналитика. Но счастья всем хочется, даже если понятно, что вторая половинка, в отличие от чёрного ящика, не даст расшифровки записей ни при каких условиях. Кстати, хорошо было бы последнее запомнить и не тешить себя надеждой. Я про мужчин и женщин всё знаю. Как сказали себе это, так тут же вляпались по уши. Для познания другого пола требуется особое искусство. Прежде всего со стороны женщин. Кто вызов принимает, тот новый танец и танцует. Ведь не заставляли, сами напросились. Ну и что делать? Попробовать традиционную модель «кто в доме хозяин» заменить на партнёрскую. Две абсолютно разные, но равновеликие частицы при соединении дают космический взрыв энергии, который согреет на всю жизнь, ответит новым вызовам и сохранит свободу каждого. «Альфа» и «Бетта» — абсолютно разные буквы и к иерархии не имеют отношения, но и жить друг без друга не могут. Старик Гегель и тут оказался прав. Равенство или равный подход к жизни? Итак, феминизм и борьба за равные права потеряли свою актуальность. Информационная экономика интеллекта позволяет представителям обоих полов при желании реализовать себя, что и происходит, а проблемы остаются. Я долго пыталась разобраться, почему самостоятельные девушки и женщины, обладающие зачастую всем внешностью, профессией, вкусом, как правило, по большому счёту, несчастливы. Скажите, мужчины ненавидят умных женщин? Неправда. Современное поколение мужчин на мозги заглядывается не меньше, чем на ноги, только не сразу. А зачем нам спешить, если мы умные? Нет, ключ где-то в другом месте. Я решила проанализировать свои четыре брака, отношения с мужчинами, карьеру и ответить на вопрос, почему только в последние десять лет всё сложилось, хотя приключений и неприятностей было не меньше. Смотрите, что получилось. Природа наделила мужчину прекрасным качеством. Он рождён с ощущением того, что его позиции в мире главные. Он хозяин положения. Как бы ни менялись времена от эпохи охоты на мамонта до эпохи гуляния по сети, это гордое чувство не покидает его. Женщина же, подчиняясь древним инстинктам, себя главной не ощущает, даже если на её банковском счёте лежит честно заработанный миллион. Отсюда и разные подходы к общению с большим миром. Мужчина с миром на «ты», потому что искренне считает себя равным ему. Женщина на «вы», точно также искренне подозревая, что не доросла, что её место где-то пониже. Взгляд при этом у мужчины прямой, без обиняков, а у женщины немного снизу вверх, как у замы перед начальником. Мужчина не имеет посредников, чтобы понять своё место в жизни, а женщина ищет и находит мужчину. Такая вот печальная история случилась и со мной. Будучи совсем уже взрослой и успешной, я тем не менее смотрела на мир не своими глазами, а глазами мужчины, олицетворяющего для меня всё, что находилось за пределами моей личности. И влипала в такие несчастья, что в какой-то момент решила, проект «Счастливая Хакамада» в этой жизни неосуществим. Надо иметь в виду, что вывод этот был сделан уже в четвёртом и на сегодняшний день последнем браке. Но однажды, ранним утром, я встала с тяжёлой головой, собираясь в Госдуму, по инерции посмотрела на себя в зеркало и остановилась. Моё отражение, снисходительно оглядев меня с ног до головы, покачало головой и напомнило, кто я, и заметила, что жизнь коротка, а мир огромен, и в нём столько всего интересного помимо работы и мужчин. Во Вселенной есть всё – чёрные дыры, жирафы, носороги, закаты и рассветы. Надо лишь договориться с ней напрямую, и она покажет, расскажет, откроет секреты, в том числе и твоего счастья. Возьми себя в руки и начни с ней самостоятельный разговор. Всё. С этого момента я решила двигаться дальше без посредников, широко открыв глаза навстречу большому миру, и освоила технику женского счастья. Кстати, сохранив в своём окружении прекрасных, по большому счёту, мужчин. Итак, несмотря на бизнес-успех или творческую реализацию, а тем более в отсутствие оных, женщине не следует срываться в истерику или тихую ненависть ко второй половине человечества. Перемены ей надо начать с себя, убедившись в том, что она готова. Смотреть на мир своими глазами, а не глазами мужчин. Говорить с миром на «ты» и быть с ним на равных. Понимать, что мир шире, чем мужчина. Согласиться с тем, что в мире женщины мужчина занимает достойное, но не главное место. Главное – это ваше «Я» в гармонии со Вселенной. Пафосно, но что поделаешь, тема серьёзная. Ну, скажут милые читательницы, это не про нас, точнее, не про всех женщин. Одним дано, другим нет. Неправда ваша, тётеньки. Я уже сто раз описывала своё детство и юность. Никаких природных данных. Главное – желание и умение слушать мир. Конечно, защищая свои позиции, мужской мир навязал нам много комплексов, освободиться от которых нелегко. Но можно, если последовательно разобрать уничижительные мифы о нас. Давайте попробуем. Мифы и реальность. Девушка поднялась над землёй. Медленно она поднималась всё выше и выше, а затем мягко опустилась посреди долины на зелёный травяной ковёр. Миф первый. После 25 лет – женщина, старуха. На протяжении всей жизни слышу от мужчин – «Ты чего психуешь? Месячные, что ли?» А от женщин – «У меня климакс, мне конец». Дружными усилиями подвесили себя на физиологию, даже не замечая того, что с этой точки зрения женщины более конкурентно способны, чем мужчины. Ум вообще не зависит от пола и возраста. А вот сексуальная жизнь – тут у мужчин проблем куча. И они об этом прекрасно знают, потому-то так яростно защищаются. Мужское либидо – штука переменчивая и непостоянная. А после 45 наступает длительный период увядания силы и энергии мужского достоинства. Конечно, встречаются исключения, но мы сейчас не о них. У мужчин также происходит снижение гормонального фона с условным названием «климакс». Причём физиология жёстким образом меняет и психику. Почитайте романы Уильбека и Маркеса этого периода – всё поймёте. Природа не щадит мужчину. Всё на виду. Имеет чёткие формы проявления, понятные в том числе и женщине. А у последних нет проблем. Недаром везде рекламируют «Виагру» и прочие средства, а для женщин нет рекламы. Почему? Нет спроса, нет и товара. Либидо может быть чуть занижена у 30%, но сохраняется у женщин на всю жизнь. И доказывать никому ничего не надо, так как женщина-актриса всегда притворится, если что. И всё. А чего тогда так нервничать? Пусть они и нервничают, снимая как в последний раз девчонок. А нам не надо. У нас другие задачи, покрупнее. Убедила? Поехали дальше. Миф второй. Женщины-дуры. Мужчина эффективно технологичен. Именно поэтому, работая на логике левого полушария, он всё ранжирует и двигается в соответствии с графиком. Главное – порядок и стабильность. Мужчина не терпит неорганизованных пространств, неясных перспектив и туманных правил игры. Что-то напоминает? Ну, конечно. Эпоха большого хаоса. А женщина, включая эмоции и интуицию правого полушария, чувствует себя в этом бардаке, как рыба в воде. Выставив антенны во все стороны, успевает делать 20 дел одновременно и ещё чувствует тренды. Вот вам и женская логика. В эпоху перемен с ней полегче будет. Вывод. Не надо обижаться на мужчин, если, упершись в карьеру, они дома способны только смотреть футбол. Или, решив приготовить воскресный обед, превращают кухню вместо погрома после пожара. Одна цель – одно действие. Много целей – мир для мужчины рассыпается. И не надо его мучить. Он не виноват, он так устроен. А вы устроены по-другому. И это ваше время. Оно продлится ещё лет пятьдесят. А потом они догонят, так как деваться им некуда. А пока терпим, но помним, и в этом мы стали сильнее. Миф третий. Мужчине легче делать карьеру. Ничего подобного. Он существо природно-иерархичное. Территорию в бою завоевал, пометил, других не пускает. Всё просто, харизматично и энергично. Но не сейчас. То кризис, то президент сменился, то ещё что-нибудь произошло. Надо приспосабливаться, забыв про рык льва в саванне. Но амбиции мешают. Умру, а из начальников в подчинённые не пойду. И начинается. Пьянство, депрессии, гулянки или тихое «в этой стране я никому не нужен». А жена крутится. Почему? Потому что свободна от комплекса статусности. Будучи историческим маргиналом, легко, весело и непринуждённо берётся за всё, что даёт возможность заработать. И тут природная слабость оборачивается силой и преимуществом. Миф четвёртый. Красота и молодость – залог успеха. Неправильно. Залог успеха – энергия. Именно поэтому сегодня так трудно понять, сколько лет женщине. Мамы и бабушки успешно конкурируют с дочками и внучками. Возраст биологический стал несопоставим с социальным. Красоту заменяет стиль. Годы компенсируются спортом и мудростью. Недаром появляется всё больше и больше браков, в которых жена значительно старше мужа и при этом не богаче его. Женщина приняла вызов времени и меняет работу, мужчин, стиль жизни, рискуя по-взрослому. А мужчина притормозил, потерял энергию, запутался в своём консерватизме, традиционализме и, в итоге, в инфантилизме. Замечу, я говорю об общей тенденции. Не надо с подозрением поглядывать на своих мужчин. Те самые 20% всегда существуют. Смотри главу «Дао лидерство». Кстати, мой тезис подтверждается и наблюдениями социологов. Ролевые функции мужчин и женщин в развитом мире неумолимо перераспределяются. И не в пользу первых. Так что, милые дамы, приготовьтесь. Придётся нести груз цивилизованной ответственности. Задача покруче, чем раздобыть сумку Биркин. Ну что, убедила я вас в том, что не надо ничего доказывать, можно просто быть счастливой, общаясь с миром наравне с мужчинами. Я надеюсь, да. Теперь пора переходить к технике общения со Вселенной на «ты» и без посредников. Женщина и карьера. Кому больше дано, тому меньше прощается. Я не требую от женщин, чтобы они пошли стирать бельё в Москва-реку. Нет, не про то, чтобы в Сохо пропускали вот так, что, женщины, вы умеете доить козу? Умеете, да? Проходите, пожалуйста. Я об элементарных вещах. Именно поэтому, несмотря на всю продвинутость современных бизнес-отношений, архаичность в виде предвзятости, недоверия и исключительной ревности к бизнес-леди сохраняется. Мужской мир из последних сил сопротивляется чужим, применяя как примитивные пушки в виде оскорблений и унижения, так и извращённое современное оружие бизнес-администрирования. Обидно. Но на обиженных воду возят, а с нас и так достаточно. Мы же не муравьи, чтобы тащить на себе груз в 10 раз тяжелее своего веса. Так что облегчаем багаж собственных амбиций и выбрасываем всё лишнее за борт нашего воздушного шарика. Летим спокойно и терпеливо. А для этого придерживаемся нескольких правил женского лидерства. Главный инструмент коммуникации с начальником и коллегами — Айкидо. Смотри главу Дао Коммуникации. Спокойно принимаем то, что наша карьера будет двигаться чуть медленнее, чем у особей мужского пола. Не переживаем. Нам-то куда спешить с таким либидо на всю жизнь? Если есть возможность, выбираем компании, пусть менее престижные, но с горизонтальным управлением. Иерархическая вертикаль крупных корпораций, особенно в традиционных отраслях, не для нас. Там бушуют мужские страсти. Хотя и в маленьких иногда заправляют мини-деспоты. Хотим двигаться быстрее — не вопрос. Но придётся демонстрировать более высокую скорость самообучения и высший профессионализм. Чем-то же надо перекрывать фору, данную мужчинам историей. Не забываем про паузы и тембр голоса. Женщинам не прощают скороговорок на повышенных тонах. Смотри главу Дао Коммуникации. Главный ресурс женщины — более искусная коммуникация, чувствование людей, меньшая амбициозность. Смотри выше. Не забываем об этом преимуществе. Несмотря на общемировую тенденцию, в большей степени всё перечисленное касается России и многих стран СНГ. Русских женщин во всём мире любят, а русских мужчин боятся. Россия движется навстречу прогрессу медленно, со скрипом. Но движется же. Так что главное — терпение, которого нам не занимать. Женщинам в большей степени присуща восточная витальность, неспешная жизненная сила, позволяющая продвигаться вперёд, совершая минимум движений. А если не присуща, набирайтесь её, раз хотите быть счастливыми. Нам этот образ так к лицу. На мастер-классах «Кайф, драйв и карьера» женщины часто спрашивают, что делать, если начальник А хам, Б по горло забрузил должностными обязанностями и не платит. Хама не переделаешь, поэтому ещё на старте надо понять, сколько можно отзеркаливаем, а если уже не получается — нападаем, будучи готовыми к увольнению. Аль ковёр не тешат взор, аль не тот в ковре узор. Ну так я его подмышку, да и кончу на разговор. Пример отзеркаливания из российской корпоративной жизни. Начальник. Ты что за хню мне написала? Подчинённая. Так я всё время, как вы отметили, хню пишу. Что вас удивляет? Начальник. Нет, в этот раз ты конкретную хню написала, подчинённая. Но если конкретную, тогда жду указаний, что конкретно переделать. Теперь по поводу перезагрузки. Я уже об этом всё написала, смотри, главы да у лидерства и да у успеха. Замечу только все беды у женщин от того, что пытаются что-то доказать мужчинам. Мы так рады обрести долгожданную работу, что готовы из кожи вон лезть и без обеда, и до ночи, и это сделаем, и то. Мужчина-начальник радуется и привыкает. А чего платить, если ей всё в радость? Сэкономить на энтузиазме святое дело. Классический случай рабства как следствие женских комплексов неполноценности. Пока не поздно, не начинайте. А если поздно, то ставьте вопрос ребром. Рискуйте. В случае отказа увольняйтесь, заранее найдя новую площадку. Запомните, если уходите, то уходите. Если нет, то не делайте громких заявлений, иначе с вами потом вообще никто считаться не будет. Наконец, о стилях общения с начальниками. Женщине выстраивать отношения с начальством непросто. Если руководитель тоже женщина, то может уволить из-за того самого дьявола, который носит Прада. Если мужчина, то будет демонстрировать яйца то в фаз, то в профиль, в зависимости от вашей фигуры и возраста. Молодость и красота – пожалуй, позиция в фаз. Welcome to a bed. Возраст и человеческая, а не модельная фигура – позиция в профиль. Нагрузки огромные и готовность заменить в любой момент на молодость и красоту. Ну что тут поделаешь? Да ничего. Их не переделать. Можно только чуть-чуть поиграть со стилем и интонацией. Интонацию я, в принципе, описала. А вот стиль и поведение рассмотрим. Итак, первое, если начальник – женщина. – Убеждали, что я чёрствая. – Почему мягкая? – Бесчеловечная. – Человечная. – Бессердечная. – Сердечная. – Сухая. – Мокрая. Не одевайтесь дороже, ярче, роскошнее, даже если средства позволяют. В особенности это касается аксессуаров – сумок, часов, украшений. Лучше незаметнее и скромно, но со вкусом. На всякий случай не демонстрируйте своё счастье в личной жизни. Оно другим женщинам удовольствия не приносит. На вопрос «как дела?» отвечайте «ничего, по-разному». «Что, вы мужиков не знаете?» и замолчали. И дальше понимай, как хочешь. И все понимают по-своему, но точно начинают вам симпатизировать. Женская солидарность редко построена на радости. Это удел очень умных, а в большинстве случаев двигатель прогресса – жалость к подругам и подчинённым. Старайтесь не флиртовать, тем более спортивного интереса, с мужчинами, пользующимися симпатией, пусть даже бесперспективной у начальниц. Ну так, на всякий случай. Надо уметь чётко ответить самой себе на простой вопрос. Что мне дороже – карьера или результат тестирования на тему «интересно», а он видит во мне самую обаятельную и привлекательную? Постфеминистки на подобные вопросы отвечают ясно и осознанно. Не надо самоутверждаться на всём, что шевелится. Мы же смотрим на мир без посредников. Напоминаю, договорились об этом в самом начале главы. Второе. Если начальник – мужчина. Что вы хихикаете? В этом письме вы сделали три ортографические ошибки на 8, 11 и 18 странице. Я перепечатаю страницы. Я перепечатаю страницы. Все перепечатайте. С точки зрения выстраивания отношений главные инструменты – айкидо и отпор. Пряник, 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 а потом, если не понял, удар в челюсть. Незаменимых нет, в том числе и начальников. Хотя они в большинстве случаев мало чем друг от друга отличаются. Теперь о стиле «достойное обаяние». Не надо демонстрировать в одежде образ серой мыши, но не стоит и провоцировать. Не надо подчёркивать сухой профессионализм, но ближе протянутые руки не приближать. Даже если мужчина ведёт себя по-небратски, держите милую, но жёсткую дистанцию. Не позволяйте манипулировать собой, как собачкой. Мужчина-начальник никогда не оценит в женщине преданность. В мужчине – да, в женщине – нет. От женщины он принимает всё как должное и распускается. А вот дистанция, но с очаровательной, не флиртующей улыбкой, вызывает уважение. Родились кошками? Так и гуляйте сами по себе. Нечего из себя собак строить. От этого одни разочарования. А мы не хотим разочаровываться в начальниках. Тогда не разочаровывайтесь. Вот и весь совет. И последнее. Если начальник орёт и хамит, смотрите на него спокойно, а про себя повторяйте. У тебя всё равно скоро либидо кончится. А у меня оно. Вечное. Помогает. Я пробовала. Женщины и семья Не нужны мне какие-то цитаты. Надя, Надя. Юра, бери давай маленьких и спускай отсюда. Я спрашиваю, это твои? 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 Что все твои? Угу, все. Как я уже писала, считается, что хорошая жена, мама и бизнес-леди – понятие несовместимое. Суждение спорное, но так подкреплено историей, литературой, масс-медиа и мужчинами, что успело незаметно превратиться в аксиому. Единственный, кто выступает на стороне защиты – жизнь конца 20-го – начала 21-го века. Сколько все не кричат, а караван деловых постфеминисток идёт, преодолевая пустыню непонимания. И везёт свой ценный груз – желание успеть всё, и реализоваться в профессии, и найти хорошего мужа, и нарожать детей, и воспитать их прекрасными. Дается этот подход нелегко, но и задачка поставлена неслабая. Зато, если всё получается, наступает настоящее счастье. И можно на провокационный вопрос, что вы выберете в критической ситуации, семью или карьеру, отвечать «вопрос поставлен некорректно, я могу всё». Так что давайте попробуем. Отдельно хочу заметить, что я не собиралась опускать профессиональных домашних хозяек. Речь идёт только о тех женщинах и девушках, для которых отказ от профессии смерти подобен, даже если есть любимые муж и дети, или желание их иметь. Дети. Семья – институт консервативный, а тем более в России, поэтому и роли распределены соответственно. Папа – авторитет и добытчик, хозяин в доме, мама – ласка и уют, тёплая защита. А тут на тебе! Мама и папа одинаково деловые, а иногда мама даже покруче будет. Что делать? И папу, и детей, особенно мальчика, в сей факт будет раздражать. Значит, надо это раздражение убрать с помощью механизма компенсации в общении с детьми. Детям хорошо, и папа успокоится. Я вырастила двух мальчишек и ещё выращиваю девочку. И всегда была страшно занята. Мужья менялись, а дети оставались. И вместе с ними материальные вопросы. Приходилось очень много работать. Так постепенно появился ключ к решению проблемы. Убрать из головы комплекс вины. Не пытаться компенсировать своё отсутствие дома, заигрывая с детьми. Не покупать любовь детей, а просто любить их, как любит любая мама. Если мама чувствует себя уверенно и спокойно, то образ деловой мамы органично вписывается в детскую картину мира. Если она заискивает перед ребёнком, а потом срывается, да ещё позволяет, чтобы папа при детях выговаривал ей за то, что она мало времени проводит с ними, тогда всё. Дитя начинает тонкую игру на отжимании из предков всего и вся, аккуратно сталкивая их эго. Папа, мама обещала в субботу в цирк, а сама уехала. Папа хмуро смотрит на прибывшую из командировки жену. И на следующий день дитятка получает велосипед или очередную куклу, или часы, или новый компьютер и так далее по списку. Именно поэтому я начала с многих «не», но это неправильно. Лучше начинать с «да». Итак, будьте самодостаточны. Работающая мама вызывает уважение и нежность. Не только вам хочется приласкать ребёнка, но и ребёнку хочется вас защитить. Редкие минуты нежности становятся более ценными, долгожданными, как свидание с феей или королевой. Меня дочка всегда жалеет, если я бегу на работу, и проверяет, поела я или нет. По возможности вписывайте в ежедневный график сказку и поцелуй на ночь, утренний поцелуй и короткое обсуждение проблем ребёнка. Чем больше вы гладите дитя и целуете, говорите ему, что он, она лучший, самый добрый и красивый, тем меньше у него будет проблем в будущем. Даже при сильной занятости всегда можно в будние дни найти одинчасно-тактильное общение. А в субботу и воскресенье не перегружайте себя семейными мероприятиями. Иногда лучше просто поваляться на диване вдвоём, лениво смотря мультики. Главное в обнимку. По мере приближения трудного подросткового возраста пора включить маму-товарища. Вы же бизнес-леди, и значит, ваш образ подсознательно похож на папин. А что делают папы? Играют. В свободные минуты играйте с детьми в походы, шалаши, шахматы, компьютерные игры. Именно в это время я ходила с мальчишками в походы, учила их играть в хоккей, причём сама не умела. Но мужественно, трясясь от холода, стояла на морозе и тренировала их на настоящих мужчин. Начинайте везде брать их с собой. На взрослые вечеринки-посиделки дома, на вечерние концерты, спектакли и так далее. Больше юмора, шуток, анекдотов в общении. Подталкивайте детей к поиску самостоятельных решений в трудной ситуации. Помню, младший на кого-то пожаловался во дворе, а я ответила, у тебя есть старший брат, вот вдвоём и разбирайтесь. Разобрались. Защищайте детей от взрослых, погружаясь в детский мир. Когда мальчики украли в магазине апельсины, меня вызвали в школу. Я сказала учителям, что разберусь. Разговор дома был коротким. Я понимаю, что отказаться значит потерять лицо перед другими в компании. Доказали и ладно, но в следующий раз думайте. Человек – существо индивидуальное, а не стадное. Вы же не собаки дворовые. И вот он наступил, невозможный переходный возраст. Что делала я? Вообще перестала их дёргать. Даже если 14-летний мальчик начинал учить меня экономике. Просто слушала и подбрасывала вопросы. Оба не хотели читать. Молча расставила книги везде, в том числе в туалете. И ждала. Кстати, многие жалуются на то, что дети не читают. Но сами не замечают того, что в их доме книги выполняют исключительно декоративную функцию. Когда сын сообщил по телефону, что останется ночевать у друзей, я согласилась, но напомнила, что у него будет крепкая семья, если все будут стремиться спать в своих постелях. Мальчик приехал домой. Когда же он пожелал жить с папой, мы уже развелись, и у бывшего мужа была своя семья, я опять согласилась. Парни хватило на две недели каникул, и тема была закрыта навсегда. Приемный мальчик все время стремился уехать к дедушке с бабушкой и там оторваться по полной. Я не возражала. Я понимала, что с возрастом ему будет со мной интереснее, тем более, что он стал увлекаться экономикой. Записала его в экономико-математическую школу при МГУ и стала опять ждать. Дождалась. Помню, как-то в пятницу он впервые захотел остаться дома, и мы на кухне стали обсуждать теорию прибавочной стоимости Карла Маркса. И вот они уже заканчивают школу и замыкаются в себе. Не идут на контакт, ничего не рассказывают, смотрят волком, не рассказывают и не надо. Рассказывайте вы о своих бедах, переживаниях, советуйтесь. Помню, я спросила 17-летнего парня. Как ты думаешь, если мужчина, впервые со мной познакомившись у кого-то в гостях, говорит, что уезжает далеко и будет писать мне письма, что это значит? А чего ты меня спрашиваешь? Но ты мужчина должен лучше знать. А, ну, я думаю, ты его как-то вставила. Ну, понравилась ему, типа. Как человек? Неа, как женщина. Точно? Ага. Да ладно тебе. Мам, ну, ты вообще-то классная. Что за самооценка? Вот так потихоньку-полегоньку вырулили. Все, и мальчики, и девочка растут очень приличными людьми. Даже слишком. Мальчики не пьют, не курят, работают, семьи завели. А девочка меня обожает. Даже когда заболела, думала обо мне и повторяла. Мам, ты не переживай, выздоровлю. Когда? Спрашивала я. Скоро. Не переживай. Подытожим опыт. Как можно больше гладить в детстве. Общаться как со взрослыми. Не менторствовать и не кудахтать. Какие вы, такие и дети. Не баловать, но создавать инфраструктуру жизни. С юмором относиться и к себе, и к ним. Защищать детей от общественного прессинга и не лезть им в душу. Не бояться быть собой и просить их о помощи. Делиться с ними своими переживаниями. Муж в поисках партнерских отношений. Во время нашей первой встречи был почти такой же вечер. Магическая атмосфера. Мальчик. И девочка. И открытая могила. Мои первые похороны. Как ты была прекрасна. В маленьком семейном оркестре женщина играет первую скрипку. Я не буду оригинальной, если напомню, что женщина терпеливее, мудрее и тоньше. К сожалению, многие успешные бизнес-леди об этом забыли. Тычут и тычут мужьям в лицо свой успех. Пока не потеряют или успех, или мужа. Вы же ломаете стереотипы. Так ломать надо тихо, так, чтобы муж звона не слышал, осколков не заметил. Выбросили, подмели, он домой пришёл, а всё чисто. Как это сделать? Начнём с модели восточного поведения. Ведь семья, как и Восток, — дело тонкое. Первое. Держите в голове. Муж — не часть хозяйства, не источник богатства. Муж создан для любви и настроения. Он — другая планета, творец своих мечтаний и устремлений. Настроение в семье — главное. Секс — нет. Если вы, устав от проблем, придя поздно, говорите до утра и не можете остановиться, и так год за годом семья есть, и вы точно отобьётесь от всех неприятностей. Не надо задавать себе вопрос «А зачем мне нужен муж, если я всё могу?» Муж — для семейного настроения. Второе. Мужчина по натуре, за некоторым исключением, полигамен. Генетически и исторически в нём заложен другой ценностный ряд. Главное — самореализация. Потом жена, защита, вдохновитель и подруга жизни, принимающая все его слабости. Потом любовница — объект сексуального и социального самоутверждения. Любовницы меняются, жёны остаются, если не изводят мужа собственническими претензиями. Я ему всю жизнь отдала, а он скотина. Да не скотина, а милый самец. Кобелёк. Бежал-бежал и увидел, и сразу туда, а потом назад, домой. И потом. Кто-то просил вас всю жизнь ему отдавать? Не выставляйте мужчине счёт. Он любит женщин, а не кассиров. Живите и давайте жить другим. Третье. Помните, когда мужчина произносит «люблю», он действительно любит. Даже если говорит это двум женщинам за один день. Он не придаёт своим словам, обращённым к любимой, столько значения, сколько приписывают им женщины. Просто фиксирует состояние души, и всё. Меня это долго поражало, причём и в кино, особенно французском, и поражает до сих пор. Ну что делать? Другой мир, другая модель поведения. Итак, договорились. Если муж изменяет, относимся к всему факту мудро и сдержанно. Мир, напоминаю, шире, чем муж. Как-то в моём доме раздался звонок. Мы с предыдущим лежим на диване, смотрим телевизор. Я поднимаю трубку. И вот он, диалог. Женский голос. Это Ирина? Я. Да. Женский голос. Я по поводу ребёночка. Я. Какого? Женский голос. Ну, от мужа вашего. Следует Фио мужа. Я. Ну так и говорите с мужем. Ребёночек-то не от меня. Передаю трубку мужу. А сама выхожу из комнаты. Спросите, что дальше? Ничего. Продолжение не последовало. Разговора не захотели ни он, ни я. Разошлись лет через пять по совсем другой причине. Не возникло того самого семейного настроения. Теперь конкретнее. Как нам весь этот Восток реализовать и при этом собственную свободу и достоинство не потерять? Правила семейного счастья. Первое. О распределении обязанностей договариваться на берегу. Так же, как и с руководством компании. Не строите с себя суперсильную женщину. Потом повезёте на себе всё и уже ничего не измените. Хуже некуда закатывать скандалы через два-три года. Всё, поезд ушёл. Ещё раз напоминаю, мы ничего не доказываем. И живём в собственное удовольствие. Второе. При хамстве отпор давать сразу. Время влюблённости позволяет поставить всё на места. Двигать мебель позже бесполезно, да и муж не диван. Поэтому лучше все когти показывать на старте семейной жизни в первые полгода. Третье. Сохранить у мужа его мужскую компанию. Не надо по воскресеньям загружать его походами в Икеа, лишь бы не пошёл на футбол с друзьями. У него своя жизнь, а у вас своя. Можно прекрасно провести время и по отдельности. И вообще, меньше бытовухи. Лучше нанять управляющего. Качество жизни стоит того, чтобы не купить лишнюю сумку или туфли. Четвёртое. Не звонить часто, не задавать вопросов «а ты с кем?» или «а ты где?». Главное требование – знать, что жив. И никаких сюрпризов. Я даже если вдруг освобождаюсь пораньше, звоню и предупреждаю. Ну так, на всякий случай. Пятое. Часть отпуска проводить отдельно, со своей компанией. Формировать мир своих увлечений, хобби и друзей. Шестое. Не забивать мужа на публике рассказами о своих успехах. Больше говорить о муже и его удачах и дать ему привлечь к себе внимание. Принимая гостей дома, играть жену при муже, подавать еду, убирать тарелки, следить за детьми. Ему будет так приятно, что потом, когда гости уйдут, он всю посуду перемоет, а публично униженный подкаблучник может покинуть вас в самый неподходящий момент. Седьмое. Устраивать воскресные обеды. Если бизнес-леди вкусно готовит, то А. Она снимает этим стресс. Б. Переключает сознание. Смотри, да у успеха. В. Находит путь к сердцу мужа. Восьмое. Три раза в неделю говорить ему, что он супер. Лучше во вторник, четверг и субботу. Девятое. С любовницами конкурировать, а не выяснять отношения. Смотри выше. Десятое. Если муж патологически ревнивец, ничего сделать нельзя. Лучше постфеминистки с таким не связываться. Одиннадцатое. Если деспот, то же самое. Или давите агрессию заранее, уже при знакомстве. Главное. Муж и семья – не повод расслабляться. Играйте и получайте удовольствие. Умная игра – залог долгого счастья, и это роль не мужа, а ваша. Крепкий орешек или «как организовать мужа». Успешные бизнес-леди и вообще сильные женщины часто попадают не в ситуацию мужа, деспота и мачо, а как раз наоборот. Мужчина плюнул на все инстинкты и сел жене на шею. Жена радовалась, что вертит головой, радовалась, и вдруг шея устала. Остеохондроз семейного благополучия замучил. Муж в депрессии на диване – это уже критическая ситуация, но она характерна для времени большого хаоса, времени перемен, которое мужчина по своей природе ненавидит. Смотри выше. Что же делать? Напоминаю, уже на старте не перегружайте себя. В двух браках я совершила эту ошибку и потом долго вплоть до развода расплачивалась. В третьем и четвёртом браке притворилась местами слабой и ничего лишнего на себя не брала. Если муж в печали залёг в берлогу семейного тепла, то тут всё зависит от вас. Это ваша партия. Конечно, если есть любовь. Главное – не создавать атмосферу училка-ученик. Пилить и произносить заветное «так нельзя, а ты должен» – бесполезно. Отползёт, затихнет и сбежит. Куда эффективнее, используя айкидо, выявить психотип мужа, его скрытые мечтания и создать ему условия для самомотивации. Вот так, как с большим ребёнком. Незаметно и тактично. Например, случайно привезти в дом людей, занятых в профессии, о которой он мечтает. Или затащить его в соответствующую тусовку. В формате ночных бесед наколдовать атмосферу доверия и совместно помозговать, как организовать продвижение к его мечте. Подчёркивать, что он талантлив и способен на многое, в том числе и на новое дело. Никогда не унижать, всё запомнит, а потом отомстит и правильно сделает. Куда ты меня везёшь? Дай мне зайти! Хулиган, стих! В случае потери работы. Первое. Дать паузу. Минимум месяц, как отпуск. Максимум полгода. Пусть спит, путешествует, сутками смотрит телевизор. Главное, чтобы не запил. Поэтому будет лучше поехать отдохнуть, сменить обстановку. Второе. Через месяц начинать его взбадривать. Смотри предыдущий топик. Выявив устремление занимать всё его свободное время активными встречами, тусовками, переговорами. Третье. Через три месяца анализ результатов. Окажется, что 90% усилий впустую. Взять 10% и долбить, помогая ему в эти 10% ещё один месяц. После этой работы в 80 случаях из 100 результат есть. В 20% случаев не повезло. Тогда ждите депрессии минимум на полгода. Терпите и начинайте всё заново. Семейное счастье – большой труд. За любовь надо расплачиваться. Но вы же сильные, так что боритесь. Я со своими мужьями таких процедур прошла немало. Даже мачо периодически ломаются, а тем более слабые. Всё бывает. И только от женщины зависит успех выхода из кризиса. Женщина большого стиля, как всегда, быть в форме. Женщина большого стиля, ЖБС, никогда не выходит в тираж. Всегда пользуется успехом у умных мужчин, не имеет возраста, причём без помощи пластики или с минимумом коррекции и выступает носителем большого знания и могучей энергии. И это не фантастика. Любая бизнес-леди и вообще постфеминистка в состоянии достигнуть уровня ЖБС. Надо всего лишь поселить в себе нужный образ и стремиться к нему реально, а не на словах. Я, например, живу с образом средней француженки, у которой небрежные детали ещё больше подчёркивают продуманность стиля. Стиль — форма проявления вашего интеллекта, самоиронии, гармонии с миром и с самой собой. Степени свободы от потребительских стандартов. Сформируйте личность, образ и не предавайте их. Чтобы было легче, найдите опору в любимых героях, олицетворяющих сильную личность. Всё остальное — чепуха. Диеты, одежда, прическа, аксессуары, обувь — всего лишь продолжение вашего образа. Нет личности, нет образа, нет стиля, нет ЖБС. Теперь о мелочах. Фигура. Сразу внушите себе любовь к своей фигуре. И поставьте перед собой задачу чуть её скорректировать через фитнес и с помощью одежды. Что красиво — выставляем, что нет — прячем плюя на моду. Благо теперь она позволяет всё. Фитнес — чуть подкачиваться, растягиваться и сжигать жиры на велотренажёре. Можно дома, слушая новости и РБК по утрам. Спортивный клуб, если есть время, тоже классно. На всё про всё минимум 40 минут 2-3 раза в неделю. Про диеты я забыла. От них одна беда — стресс за стрессом и никакого удовольствия. Мы себя любим больше, чем навязанные стереотипы. Не диета, а дисциплина. Не есть после 19.00 большую еду. Только перехватывать зелень, овощи, фрукты. Большая сложная еда около 16-17 часов. Лучше не мешая белки и углеводы. И помните, всё можно нарушать, но не часто. Главное не нервничать, любить себя такой, какая есть. И не спеша, но последовательно двигаться к своему идеалу. Имидж. Первое. Начинайте с головы и не экономьте на очках, если вы очкарик. Прическа стильная и чуть небрежная сформирует всё остальное. Второе. На лице минимум косметики. Вкладывайте деньги в кожу и здоровье, а не в декоративную раскраску. Третье. В одежде дорогие бренды не всегда помогают. Поэтому не зацикливайтесь на них, а то станете глупой вешалкой, демонстрирующей своё тщеславие. Четвёртое. Обувь, в отличие от сумки, всегда должна быть дорогой и удобной. Цвет важен, если теряете энергию больше красного. Пятое. Носите защиту. Любимый камень лучше на шее. Шея очень уязвима для завистливых глаз. А сильных женщин любят только сильные, другие нет. Понятно, что камешек не спасает, но спасает ваша вера в его защиту. Ну и всё. Вот так просто. Не просто стать личностью, а всё остальное чепуха. Получается легко. В поисках достойного мужчины. Как мы уже договорились, мужчина в жизни постфеминистки занимает не главное, но достойное место. Недаром она готова брать на себя остальную ответственность за достижение семейной гармонии. Казалось бы, хорошие реакции и вкус должны привлекать к себе толпы таких же блестящих, остроумных и стильных представителей другого пола. Ничего подобного. Их всех как-то быстро разбирают? Прямо из детского сада, что ли? Непонятно. Нет их, хоть тресни. Многие женщины делают простенький вывод. Да козлы они все. И начинают идти по пути женщины на грани нервного срыва. Бросаются на всё подряд, демонстрируя толщину кошелька и связей. Фактически покупают. Или гордо в одиночестве презирают мужчин в тайном ожидании Марлона Брандо. И то, и другое неправильно. Так мы слоника не продадим. Надо как-то легче, веселее и свободнее. Смотрим на мир без посредника своими глазами. Напоминаю. Настроившись на себя позитивно, сохраняя творческую энергию, а значит, блеск в глазах и расслабленный подбородок, мы отправляемся на поиски второй половинки. Подходы к поиску. Первое. Не искать мужчину. Целенаправленное поведение мужелова страшно понижает ваши шансы и девальвирует вашу личность в глазах мужчины. Причем у особей обеих полов все происходит на подсознательном уровне. У нее в спине появляется не то выражение позвоночника, а в глазах страх. У него тоже страх, что сейчас заорканит или снисходительно вежливое презрение. Второе. На вашем лице должна читаться естественная эмпатия. Улыбка, глаза, размещение тела в пространстве подчеркивают ваши позитивные отношения к жизни и людям, в том числе и к мужчинам. Мир вам интересен и отвечает тем же. Третье. При общении с мужчинами больше спрашивайте о них, чем рассказывайте о себе. Включайте юмор, анекдоты. Если мужчине весело с вами, то он чувствует, что вы свой парень и прощает вам наличие ума. Упакуйте ум в юмор, и он станет обаятельным. Четвертое. Дорогими аксессуарами и разговорами о своих успехах вы травмируете хрупкое мужское самосознание. Оно и так еле справляется с безумием большого хаоса. Если после пяти минут общения мужчина узнал вашу должность, марку машины, привычку отдыхать на капре, вы ничего не добились. Просто испугали. Женщина-игрок ничего мужчине не демонстрирует. Она счастлива и самодостаточна, без показухи. Инструменты удержания мужчины при коммуникации. Общаться живо, но не слишком активно, без фанатизма. Больше нажимать на вкусные байки. Не всегда стоит сразу подчёркивать ваши достижения. Можно косить и подскромного менеджера среднего звена. Поддерживать умную беседу, периодически впадая в короткую поэтическую неадекватность типа «Ой, что это, какая птичка?», но ненадолго, а то решит, что вы городская сумасшедшая или экзальтированная дура. Главное — проявить искорки детской слабости и женской непосредственности. Искорки, а то как зажжёте… Быть сексуальной — голос пониже. Но не надо становиться жеманной и томной. Плохая игра, слишком откровенная. Вы обретёте образ хищницы. Говорить о себе с мягкой иронией. Отвечать на вопросы просто, но нестандартно, чуть асимметрично, тогда вы сможете спозиционироваться как-то особенно. Вас точно не забудут. А это уже победа, пусть и маленькая. Спросите, зачем всё это? Да за тем, что при первой встрече и даже при последующих мужчина пугается сильных женщин. Это не значит, что он слабый или глупый. Он просто консерватор. Его инстинкт хочет удивительного сочетания тихого ума, скромной силы и прекрасной слабости. Подарите ему сей чудесный букет. Жалко, что ли? От вас не убудет. Зато ему хорошо и вам в кайф. Игра в шахматы, а не в шашки. Мужчин не изменить. Значит, надо изменить своё отношение к ним, и они к вам потянутся. Роман начинается и заканчивается. Понятно, что самодостаточная женщина справится с ситуацией. Он от неё уходит, а она продолжает любить. Мир же шире, чем мужчина. Но всё равно. Личная драма и депрессия. Пусть и намного короче, чем у других. Конечно, лучше бы время переживаний сократить и быстро восстановить энергию, притушенную часто не самым справедливым способом. Я пользовалась очень простыми приёмами. 1. Если понимала, что меня уже не любят, несмотря на свои чувства, уходила первая, спровоцировав напоследок скандал, так как-то проще обеим сторонам. Находится эмоциональный повод хлопнуть дверью. Вам легче, так как никто не успел напоследок вас унизить, а ему легче, так как не надо проявлять инициативу в разрыве отношений. 2. Даже если не успевала и неожиданно оказывалась одна, срочно меняла обстановку и уезжала дней на десять, например, с подругой, но не выедала её печень своими печалями, а веселилась. 3. Один раз про себя высказала всё, что о нём думаю, яростно и долго. Затем говорила себе, что прощаю его и отпускаю из своей души. Прямо так берёшь, тянешь, вытаскиваешь и дуешь. Пусть летит. Нельзя жить на агрессивной обидчивой энергии. Она страшно старит, портит кожу, обостряет черты лица, убивает блеск в глазах. Глаза становятся тёмными и слишком взрослыми. Но моментально эта процедура не поможет. Надо ещё снять кино. 4. Каждый вечер перед сном, уже лёжа в постели, закрывала глаза и прокручивала кадры, отобранные из прошлой жизни, собирая весь мелкий негатив с его стороны. Именно мелочи. Громко чихнул, не дал чаевых, храпит, подставил на людях, не защитил от мелкого хамства, чавкал, не отзвонился, когда нужна была помощь, ну и так далее. Мелкого дерьма у любого наберётся. И так кадр за кадром. Если раньше вы этот материал пропускали и оправдывали, то теперь надо проделать противоположную работу. И больше не тешить себя надеждами, но без агрессии. Так я просто монтировала короткометражное кино или полный метр, зависела от объекта. Эмоции выключала, включала монтаж. От монтажа, кстати, многое зависит. Жизнь выступает режиссёром, а человек — автором монтажа, склеивающим кадры на свой лад для своих целей. Потом я засыпала. И так десять дней. Легче становилось сразу. Через три месяца была почти свободна. Через полгода совсем. И запомните, чтобы слить говно, всё равно придётся дёрнуть за цепочку. Это не я сказала, а отец Малковича, моего любимого голливудского актёра. Я даже на эту тему ролик записала в YouTube. Прямо так и назвала. Хакамада. Мастер-класс, как слить дерьмо. 30 секунд. Друзья его назвали дзен-мастер-классом. И в заключение, дорогие женщины. Первое. Женщина-игрок — чудо. Но надо не наигрывать, а именно играть, талантливо играть в свои мечты. Начинать, заканчивать и снова начинать. Второе. Отталкиваться от того, что вам по душе. Быть естественно умной и сексуальной. Третье. ЖБС — женщина без возраста. В ней всегда сочетаются мудрость и азарт подростка. Она может падать и взлетать в новую жизнь в любом возрасте. Четвёртое. Мир вокруг вас ровно такой, какая вы есть. Вы, а не мужчина, творите свою жизнь, и тогда рядом с вами рано или поздно окажется достойный человек. Пятое. Мужчины — не сво, они просто другие. И в эпоху большого хаоса их надо беречь. Вы сильнее, с вас и спрос больше. И это прекрасно. Большому кораблю большое плаванье. Глава восьмая. Дао. Счастье. Культуры возникают с повышенной бесцельностью, подобно цветам в поле, живут примерно тысячу лет и отцветают в урочный час. Вот кто ушёл до нас. Китай. Культура потока жизни. Дао. Валерия Новодворская. Мы не дружили, но мы очень хорошо друг к другу относились. Пока человек жив, как правильно сказала Ирина Прохоров, мы не ценим. Культуры, конечно, уходят. Но подходы к пониманию жизни остаются и прирастают вновь, если несут универсализм в достижении счастья, так как не зависят от пола, национальности и политического режима. Так, мне кажется, и произошло с учением Лао Цзи, даусизмом. Если отбросить божественную мифологию и разобраться в практических советах Дао, то фактически получаешь мудрость коуча. Не требуется слепой веры, заучивание мантр, аскетизма. Возникает необычное ощущение, что говоришь с приятелем, только более взрослым и опытным. Наткнувшись на тексты Дао совсем недавно, я к своему удивлению обнаружила, что моё понимание счастья и пути к нему очень близко к учению китайских мудрецов. Я оказалась стихийным даусистом. Улавливая восходящие потоки и отходя от нисходящих, стремлюсь быть в потоке жизни, а не смерти. Прислушиваясь к себе и миру вокруг, пытаюсь двигаться с минимумом движений, спешить медленно и, как недавно обнаружила, ничего уникального не придумала. И прекрасно! Найти в далёком прошлом единомышленника большая удача. Вот ею я и хочу поделиться с вами в заключительной главе. Я давно пришла к убеждению, что счастье в качестве базового настроения, а не коротких вспышек, можно достичь только если вы а понимаете, что быть счастливым требует терпеливой работы над собой, б эта работа в конечном счёте направлена на создание качественной личности. Подчёркиваю, качественной, так как количество, измеряемое доходами, виллами, яхтами и позицией в рейтингах Forbes не помогает, что естественно, так как даже летая на частном самолёте или одеваясь от лучших кутюрье, вы желаете базовых счастьев, ну, например, чтобы вас любили или чтобы ничего не болело, дети были здоровы и так далее. Эпоха Ванити, то есть бесконечного стремления демонстрировать свою эксклюзивность, конечно, отодвинула простые радости на задний план, но тоска по ним остаётся, каким бы дорогущим шампанским её не заливали. Конечно, в разном возрасте и при разных характерах счастье воспринимается по-разному, но есть низкая единая формула, подходящая для всех случаев, причём в любой стране, на любой исторической сцене. Она проста. Счастье есть гармония между вами и большим миром. Искусство быть счастливым — это искусство находить баланс между вашими желаниями и возможностями, ограниченными внешней средой. Действительно, ничего нового, всё поразительно просто. Но подобная простота стиля жизни, причём не только заученная, но и реализованная, дорогого стоит. Ну что, попробуем? Начнём с самого элементарного — с физики. Как подружиться со своим организмом? Все мы умрём, но лучше бы естественной смертью и относительно здоровенькими. Так как-то веселее и вам, и вашим близким. Я для себя выявила следующее уравнение здоровья. Здоровье равно энергия плюс удовольствие от жизни. Одни удивительно энергично придаются простым радостям — выпить, поесть, поспать, физически не напрягаться. Жизнь строится по принципу «всё включено». И уж если включено, тогда наотмашь. Каждый раз, отдыхая с ребёнком в Турции, я наблюдаю, с каким энтузиазмом наши туристы заглатывают дикое количество еды и выпивки. На подносах еда свалена в кучу, как в мусоросборнике. Смотришь на хозяина подноса и живота, подобного аэростату, и невольно задаёшься вопросом, а почему мужчины не летают? А вот вам другая группа товарищей — зануды, подсевшие на здоровый образ жизни. Это мы не едим, то не пьём, объятия с любимым или любимой легко меняем на железные в фитнес-клубе. Да, и ещё чистимся, промываем свои кишки дома или по всему миру в зависимости от толщины кошелька. У одних куча радости, но с отдышкой, у других всё прекрасно, чисто, аккуратно и правильно, как в больнице, но скучно. Я пытаюсь найти баланс между крайними точками. То есть соединить любовь к своим слабостям и здоровый образ жизни, её качество и удовольствие от неё. Главный принцип — уважать свой организм, прислушиваться к нему, идти ему навстречу тактично и тонко, помогая получить удовольствие от бытия. Но если полностью отдаться требованиям здорового тела, то жизнь станет безмерно скучной. А если плюнуть на тело, отдавшись простым радостям, заскучает тело, лучше договориться. Не только душа, но и физика требует уважения к себе. Я предлагаю. Первое. Любить себя таким, какой ты есть. Любить себя с любым весом, любой фигурой и лицом, в любом возрасте. У нас и так достаточно стрессов, а тут ещё ненависть к своей внешности. Как только вы себе сказали «урод» или «старуха» или «толстая свинья», организм обижается, закрывается бронёй, откладывает жир, в общем, спасается как может. Второе. Возлюбив свою форму, предложить ей слегка усовершенствоваться, но без фанатизма и обид для организма. Для гармонии с душой, а не потому что пролистали глянцевый журнал. Копирование звёзд и моделей – неблагодарное дело. У каждого из нас своя жизнь, профессия, генетика. А вот чуть-чуть подсобраться и хорошо себя чувствовать может любой. Третье. Не надеяться на помощь со стороны – тренера, массажиста, врача, диетолога, клиники и т.д. Они дорогие и временные, а вы для себя явление постоянное. Сбалансированное состояние – не одноразовая акция, а ежедневный стиль жизни. Жить в балансе души и тела становится естественным, как дышать и спать. Четвёртое. Помнить, что табу не существует. Нарушать можно всё и всегда, но не часто и ненадолго. И если объедаетесь, или напиваетесь, или пропускаете тренировку – получайте удовольствие. Веселиться и лениться лучше уверенно, тогда и вреда меньше. Так как опять же что? Избегаем стресса. Все наши проблемы в голове. Голова в порядке, и всё складывается. Кстати, насчёт головы. Как-то в Будапеште, будучи участником политологической конференции, я решила посетить знаменитые венгерские бани. Весь город стоит на горячих источниках. Поэтому бани – главное развлечение, в том числе в старинных отелях псевдоготического стиля. Не пойти туда, как мне объяснили, обозначает не почувствовать карпатско-балканской мистики и волшебства чудодейственных вод. Ну как проигнорировать такое? Я взяла с собой помощницу Лену, и мы двинулись в знаменитый старинный отель «Гелер». Триллер задался с самого начала. Вместо элегантного лобби-спа-отеля перед нами предстало гулкое помещение, похожее скорее на здание вокзала или нашего ЦУМа советских времён. Получив в кассе билетики и пройдя через деревянную будку, мы обнаружили размашистую пустоту, уходящую вверх под купола и в боковые чугунные лестницы без указателей. Побегов и пауков без каких-либо результатов решили спуститься по лестнице с табличкой ВЦ. И угадали, пройдя три пролёта вниз в подземелье, мы вдруг увидели слева тяжёлую бронзовую дверь высотой метра три-четыре. Я с трудом приоткрыла её. Зал в сто квадратных метров, белый кафель вдоль стен, десятки мужских писсуаров, тишина и прохлада. Дверь заскрипела и захлопнулась. Заворожённые масштабом увиденного, как под гипнозом, мы двинулись дальше вниз. Наконец лестница закончилась, и перед нами открылось несколько бесконечных коридоров. В тусклом свете ламп поблёскивал только асфальт. Наугад выбрав одно из направлений, поёживаясь от холода подземелья, абсолютно обречённо мы пошли навстречу кошмару. Ни на какие СПА-процедуры уже не надеясь. Просто было любопытно, куда заведёт нас средневековая жуть. И наша храбрость была вознаграждена. Вскоре перед нами раскинулся огромный подземный город с мини-автомобилями, лужами, рельсами и вагонетками, снующими полураздетыми людьми в свете неприкрытых плафонами голых лампочек, больше похожими на привидения. Только вместо домов – облупившиеся деревянные раздевалки с тяжёлыми замками. Почему-то в голове пронеслись кадры из фильмов про советские лагеря. Но возвращаться было бы ударом по харизме. Я упёрлась, нашла мрачного ключника, разделась и, завернувшись в полотенце, упрямо зашагала по сырому асфальту в направлении, откуда тянула паром. По пути, кстати, обнаружила несколько выходов на улицу, откуда повеяло морозом, и кучу людей обоего пола в шубах и пальто. Уже ничему не удивляясь, я ускорила шаг, спеша навстречу долгожданному теплу. И вот наконец-то оно – женское отделение. Готические залы с огромными бассейнами и длинными рядами душевых без дверей. В каждой ржавой головке, которые, когда из них не лилась вода, напоминали скорее крюки для подвешивания туш в мясных лавках. Но мне было уже всё равно. Я забралась в 50-градусную воду и, согревшись, стала наблюдать за окружающими. Женщин оказалось немного и по большей части в возрасте за 40. Причём те, что помоложе и постройнее, дефилировали из ван с горячей водой в душ и обратно в купальниках. А женщины постарше и, мягко говоря, не стройные, наоборот, всем демонстрировали складки жира, изуродованные родами и целлюлитом животы, обвисшие груди или гигантское вымя, спокойно разложенное на бортике бассейна. Мне стало жарко, я двинулась к душевым. И вот тут меня охватила смесь восторга и ужаса. Большинство представительниц местного женского населения мыли огромными мочалками свои интимные места с каким-то остервенелым ожесточением, повернувшись к зрителям передом, широко расставив ноги и похрюкивая от удовольствия. Молодушно отказавшись от душа, я решила окунуться в холодную воду и робко приблизилась к купеле, небольшой типа джакузи. Но поняла, что и там места для меня нет. В купеле сидела, погрузившись по пояс, огромная баба с широким красным лицом. Прикрыв глаза, она черпала ладонями-лопатами ледяную воду и выливала ее себе на голову, проделывая эту процедуру ритмично, в каком-то медитативном экстазе. Женщина загребала воду, наклонялась и выливала ее на себя, утробно ухая. Белые груди, размером с тыкву, уходили на дно и вновь всплывали, как подводные мины. Ух! 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 Эта протяжная ух постепенно складывалась в нечеловеческий стон удовольствия моющейся странной плоти. Я зачарованно замерла, постепенно осознавая, что пора смываться, а то морок затащит так, что не выскочишь. Взгляд натолкнулся на спасительную дверь. Может быть, это отдельная кабинка? Скорее туда! Я открыла дверь и проскользнула внутрь. После обилия звуков поразила тишина, окутанная клубами пара. Постепенно он рассеялся, и проступила следующая картина. Пятнадцатиметровый бассейн, справа на стене шесть огромных крюков, на крюках — цепи, на цепях — резиновые круги для плавания из моего детства. В каждом круге — лицо старухи. Все шесть старух висели, упершись подбородками во внутренний край круга, погрузив тела в воду. Складки кожи обвисли вдоль резины. Глаза закрыты. Шесть чудовищных масок. Вдруг все маски открыли глаза и скосили их влево, уставившись на меня. Остатков воли мне хватило только на то, чтобы прочитать табличку «Вытягивание позвоночника» и быстро ретироваться. Вы не представляете, как прекрасен солнечный морозный день после помывки в гостях у Дракулы. В тот вечер я заснула абсолютно счастливой. Меня охватило чувство смирения перед неизбежностью тлена всего живого. Телу, как ни старайся, придёт конец. Телесное уродство — предтеча смерти физики. И не надо напрягаться, главное быть активным. Остальное — суета и чепуха. Укрепление духа и мыслей в голове — штука более благодарная, чем бесконечная погоня за физическим совершенством. Не догоним. Я вам точно говорю. Сама видела. Качество личности. Нам страшно повезло — рассуждение оптимиста. Или наоборот, не повезло — на взгляд пессимиста. Мы наблюдаем очередную смену эпох. Информационные технологии с космической скоростью меняются и меняют мир, обрушивая бизнесы, ещё недавно казавшиеся современными. А нанотехнологиях в медицине и пищевой промышленности рассуждают так, как раньше говорили о бифидобактериях. Нулевые несшие ценности прагматического успеха уходят, уступая времени интеллекта и духовных перевоплощений. Известный культуролог Даниил Дондурей утверждает, что главное конкурентное преимущество теперь заключается не в образовании или профессиональном опыте, а в качестве личности. Происходит некое закольцовывание трендов, то, от чего отказались в угоду прогрессу и потреблению, возвращается в качестве единственного ресурса цивилизованного прогресса в совершенствовании жизни на Земле. Я абсолютно согласна с тезисом, качество личности обеспечивает качественную жизнь с минимальными материальными и нервными затратами. Энергия — главный источник жизни и показатель того, что ты в полном порядке. Только стихийный приход к подобной бытовой философии помог мне выбраться из патовых ситуаций последних десяти лет. Уйдя из политики, я смогла сформулировать для себя качества, способные ответить любым вызовам будущего. Вот что получилось. Качество личности будущего. Умение самостоятельно аккумулировать энергию жизни, а не подсасывать её у других. Обладание чувственным восприятием мира. Способность мечтать за пределами возможного и действовать. Способность генерировать нестандартные идеи. Способность подсознательно самообучаться, то есть перерабатывать информацию жизненного потока, а не только потока знаний. Умение привлекать к себе сложных творческих людей. Умение брать личную ответственность за проект «Моя жизнь». Владение искусством сохранения либидо до конца дней. Только так, я думаю, можно получать удовольствие от жизни в эпоху перемен, в которой вы поплывёте, как рыба в воде, а не пойдёте топором на дно с компьютером в обнимку. Конечно, достичь совершенства невозможно, да это и не нужно, но стремиться к нему, используя простейшие инструменты, почему бы и нет. Какие инструменты? Ну, например, мои. Методы формирования суперличности. В 5, 4, 3, 2, 1. Первый. Приобретать гуманитарные знания. Я пришла к этой идее стихийно, но недавно, прочитав в газете «Ведомости» статью Льва Любимова, это зам научного руководителя высшей школы экономики, «Духовный локомотив». С гордостью поняла, что попало в точку. Автор рассуждает о современной технократической составляющей общества потребления. Цитирую. Инновационные усилия реальные наших властей сводятся к эконом-зонам, технопаркам, Сколкову, к технократическим решениям, которые не связаны с культурным ренессансом. Запад осознаёт, что перевороты в науке, технике, организации готовятся с двигом в системе ценностей в духосфере общества. Наш гуманитарный капитал тает, гуманитарный капитал Запада растёт, Востока тоже. Я согласна, страна теряет, но она большая, а мы поменьше. Так что можем и не терять духосферу, а наоборот, приобретать и вкручивать в карьеру, в стиль жизни, причём не сильно напрягаясь. Например, купить недавно изданный четырёхтомник Владимира Набокова или собрать прекрасную коллекцию фильмов «Бертолуччи». Купили, принесли, положили перед глазами и начинаем действовать. Книги во время отпуска или при бессоннице, кино «Воскресенье с семьёй». Питаем воображение, подключившись к розетке под названием «Классика» и смешиваем результат с бизнес-карьерой. Получаем фьюжн-маркетинг. Второй. Овладеть искусством коммуникации. Смотри главу «Дао коммуникации». Третий. Сделать размышления в одиночестве еженедельной практикой. Наподобие посещения фитнес-клуба. Четвёртый. Найти для себя творческое хобби. Подчёркиваю, только для себя, а не для общественного признания. Пятый. Спешить медленно. Шестой. Не заменять секс работой. Либидо – источник профессиональной интуиции. Седьмой. Удерживать славу и тусовку на длинном поводке. Приближать на короткое время и только с определённой целью. Восьмой. Выбросить из головы снобизм. В эпоху перемен он неплодотворен. Девятый. Если всё плохо, помогать другим, а не жалеть себя. Вывод. Достижение самых высоких стандартов личности зависит от высоты требований, предъявляемых себе, а не окружающему миру. Миражи общества потребления. Потребительская эпоха разделила нас, сформировав в одних ненависть к капитализму, в других – узкое сознание, ограниченное кругом партнёров по сословию. Философия новорусского реваншиста убога. Я на вершине и сам создам свой мир равной высоты. Перечисляем. Друзья – обладатели нужного капитала или нужные чиновники. Знакомые или полезные или раскрученные. Клиенты – богатые. Партнёры – крупные. Рестораны – пафосные. Районы проживания – престижный, пусть и мучительный во всех смыслах. Дороги, пробки, цены, экология. Рублёвка. Магазины и вещи. Брендовые. Спутник или спутница рассматриваются как товар. Важна стоимость и востребованность на рынке. На подобной зависимости выстроена вся люкс-экономика. Длина яхт растёт вместе с капиталами. Огромные плавучие города мирно бороздят лужи Кот-д-Озюра. Демонстрирует тщеславие хозяев. При их приближении толпы бабочек с длинными ножками, силиконовыми грудками и губками испытывают оргазм. Новые деньги играют в буржуа, в то время как старые деньги многих поколений – истинные буржуа. Ездят в панамках на велосипедах, носят солдатские сапоги Хантер, королева Англии, например, и, будучи аристократами духа, держатся подальше от мест перенасыщенных Ванити. Они знают, что большие пузыри, лопаясь, издают неприятные звуки и сильно брызгают. Вывода не будет, сами выбирайте, что вам нравится. Главное, не перенапрячься, идя к ложным целям. Один мой знакомый, человек творческий, но в силу профессии, вращающейся среди очень богатых людей, часто, насмотревшись на их хоромы, задаёт себе вопрос «Может, я не так живу, если ничего этого у меня нет?». Вот теперь ответьте ему сами. Вы же почти прочитали книгу? А ведь можно и не завидовать, а тем более не испытывать ненависть. При этом успешно себя реализовать, соизмеряясь собственными критериями. Представьте, что вы потомок русских миллионеров и обладатель их капиталов. Имея мышление старых денег в Новоришевской России, подсевшие на потребление, вы даже при бедной бабушке из коммунальной квартиры станете счастливым и уверенным в себе аристократом духа. Отпуск. С природой человека не согласуется трудовой график без передышки на многие месяцы, а тем более годы. Животные любят отдыхать, спать, и если вкалывают, то ровно столько, чтобы решить свои проблемы. Амбиции высшего разума создали целую индустрию допингов, помогающих обойтись без отдыха. И всё впустую. Загнанных лошадей, конечно, не пристреливают, но в конце концов увольняют или бросают. Человек, напитавшийся энергией Вселенной, восстановивший силы, более интересный субъект бизнеса и объект любви. Нервные убитые трудоголики скучны и некреативны, так что отдыхать надо уметь, причём и тогда, когда отпуска нет, и тогда, когда он есть. Как организовать отпуск без отпуска? Принципы. Первый. Помните, что время относительно, его можно растянуть, а можно сжать. Проскакивая уикенд на ходу по инерции, мы сжимаем время выходных. Готовясь к нему и организуя его, растягиваем и превращаем в реальное наслаждение. Второй. Представьте, что вы в отпуске, но коротком. Поэтому не делайте ничего из того, что делаете в обычные выходные. Переключите сознание на программу «Отпуск без шоппинга». Третий. Для облегчения перезагрузки вообразите себя иностранцем в городе, который мечтали посетить. Начните рассматривать город глазами, например, парижанина или того, кто вам ближе. Вооружившись новым настроением, начинаем действовать. Шаг номер один. Недаром тусовочный день четверг. Посетив нужные выставки, приёмы, премьеры, в пятницу лучше принять ванну с лавандой и лечь спать хотя бы часов в 12 ночи. Тогда в субботу проснётесь пораньше, с ощущением, что весь день впереди. Если же в пятницу загулять, а в субботу прийти в себя к полудню или к обеду, день потерян. Шаг номер два. Позаниматься спортом 20-30 минут дома на тренажёре с гантелями, завершив всё йогой или простой растяжкой. Если любите, то бег пару километров по пустым улицам. Далее душ, обливание холодной водой. Одеться удобно, по-туристически, но элегантно. И идти на улицу. Захватить фотоаппарат. В ближайшем киоске купить журналы типа Esquire, GQ, Афиша. Не надо читать бизнес-издания, у вас отпуск. Можно идти с семьёй, если они согласны. А иногда лучше одному, пораньше, пока все спят. Шаг номер три. Неторопливо шагаете по тихому городу, прекрасному в своей утренней незащищённости, к ближайшему кафе. Шаг номер четыре. В кафе завтракаете, легко, не калорийно, перелистывая журналы. Просматриваете пару статей обо всём на свете. Ну, например, журнал «Сноп» о велосипедистах в больших городах. Или переходите к афише, выбирая книги, кино, музыку, спектакль или концерт. Шаг номер пять. Выходите из кафе и идёте гулять, выбирая самые красивые места, и фотографируете. Кстати, в дождь фотографии получаются ещё более интересными. Затем заходите в магазин или билетную кассу и покупаете то, что выбрали в афише – книги, компакт-диски, билеты в кино, театр или консерваторию. Например, на вечер субботы или на воскресенье. Маршрут лучше проложить заранее, как и подобает профессиональному путешественнику. Шаг номер шесть. По пути домой около полудня зайдите на рынок и купите свежих овощей, фруктов, рыбу и т.д. Шаг номер семь. Вне зависимости от пола, вернувшись домой, готовите вкусный обед для себя и всей семьи, красиво сервируете стол. Ланч с бокалом любимого вина – не водки. Выходные – прекрасен. Шаг номер восемь. После обеда читаете или пересматриваете то, что купили. Может быть, заснёте, что тоже прекрасно. Сиеста. Шаг номер девять. В семнадцать ноль ноль чай, файвоклок с семьёй, детьми. Если вы один, можно после чая заняться своим хобби. Рисуете, выпиливаете, пишете. Шаг номер десять. В девятнадцать ноль ноль по выбору. Ужин с друзьями дома или в ресторане, прогулка по вечернему городу, посещение любой площадки, какая приглянётся. Шаг номер одиннадцать. Если вы один, то, вернувшись, можно на ночь глядя посмотреть любимый фильм, затем почитать лёжа в постели книгу и мирно заснуть, вспоминая снимки в вашем фотоаппарате. Шаг номер двенадцать. Воскресенье приблизительно в том же духе. Но вечером лучше пойти в театр, на концерт или на выставку. Поставить точку перед понедельником, эффективнее загрузившись духовностью на всю неделю. Ну вот и растянулось время. Конечно, не каждый уикенд, но хотя бы один в месяц можно превратить в отпуск, в праздник, который всегда с вами. П.С. Я полагаю, мы подразумеваем, что телефон у вас выключен. Последнее даже не обсуждается, а лучше и телевизор, и компьютер для полноты ощущений. Отпуск настоящий. Плановый отпуск концептуально подразделяется на две формы. Одна, большая часть, посвящена семье и восстановлению организма. Другая, меньшая, расширению сознания, укреплению духа, развитию интуиции, энергетической накачки. Назовем последнюю креативным отпуском. Он, в свою очередь, может быть изолированным медитативным или адреналиновым. В любом случае, креативный отпуск лучше проводить с органичными вашему настроению друзьями в минимальном количестве или одному. Основной принцип подобных путешествий – идти против сезонных потоков туристов. Летом в горы, зимой к морю, что называется не толкаться, а углубляться в себя. Адреналиновая модель означает испытание себя в познании неизвестного мира. К попытке сломать шею на гидроцикле или водных лыжах, снести голову, напившись до беспамятства на дискотеке или в ночном клубе, не имеет отношения. В последнем случае преследуется цель отключения, а не расширения сознания. Акт отчаянный и вызывает только сожаление. Можно двинуться с экспедицией как на север, так и на юг. Я в свое время прошла дикие джунгли острова Борнео в Малайзии, побывала в саванне дельты реки Акованга, а во время извержения вулкана на далеком острове, нарушив все запреты, забралась ночью на вершину и сделала фотографии. Энергии и красоты параллельных миров мне до сих пор хватит на то, чтобы остаться внутренне независимой от унылых штампов, навязанных цивилизацией. Кстати, подобное можно проделать не выезжая за пределы России. В горном Алтае, на Камчатке, в Карелии, на Сахалине, в Сибири. Страна огромная и абсолютно неизведанная. Вопрос не только в том, где, но и как. Лучше подальше в природу и своими ножками или на лошадях. Кстати, автостоп – тоже неплохой шанс увидеть мир в формате лоу-баджет. Мой брат-японец, будучи студентом, совершил автостопом путешествия по Европе, ночуя часто в пустующих церквях, недостроенных домах, на пляже. Посещение городов. Скорый поезд Ленинград-Рига отправляется с третьего пути. Посетив Париж, Лондон или Барселону, можно расширить не только знания о другой стране, но и сознание. Принцип тот же – путешествовать в межсезонье и гулять против потока немногочисленных туристов. В Венеции район Арсенала, университета. В Париже больше левый берег, а не правый. Надо просто выучить английский, купить хороший путеводитель и внимательно его изучить. Дальше ножками, а не на такси. И без экскурсовода. Центры туристических достопримечательностей стоят нашего внимания, но не основного. «Снимите меня! Я сейчас упаду!» Главное – бродить, слушать биение сердца другой культуры. Опять же возникает экономия. Перебросившись парой слов с продавцом сувениров или официантом в маленьком бестро, вы узнаете непафосные ресторанчики, где оседают местные жители. Там всегда вкусно и в разы дешевле, в отличие от туристических едалин, где дорого, бестолково и невкусно. К тому же вы не поддадитесь искушению есть суши в Барселоне, спагетти в Париже, рыбу в Стамбуле. Лучше погрузиться в национальную кухню. Правило одно. Есть то, что едят в местном климате, в этом городе и в это время года. «Чё это манки приедут?» «Охлаждённые обезьяни морские». Здоровее будете и меньше потратите времени на свои фантазии вне меню, чем очень страдают русские туристы. Мы так и норовим попросить на плохом иностранном языке что-нибудь дурацкое, что в нашей голове связалось с посещением ресторана. Один наш знакомый как-то часа полтора добивался в Эмиратах во французском ресторане салата из рукколы. Было очень смешно. Кстати, удивительное рядом. Наш туристический общепит. Приедешь на Волгу, тебе предлагают мороженый Сибас из Москвы. В Вологде испанскую кухню в виде мороженых же осьминогов. Зато во Владивостоке нет осьминогов, хоть тресни. Вот в Татарстане хорошо, аутентично. Чудеса нашей экономики и турбизнеса. И не забывайте, книги читаем, телефон выключаем, компьютеру не ногой, фотоаппарат с собой и держим паузу в безудержном и бессмысленном общении. Увидите, даже недели креативного отпуска хватит на год. Как побеждать депрессию? Самый часто задаваемый вопрос на моих мастер-классах. Правильно спрашивают, так как умные чувствуют, что я закалена в боях с депрессивными настроениями. Всё моё детство и даже частично юность – один сплошной нудный полудепрессняк как следствие абсолютно заниженной самооценки. Вообще я была не радостным человеком и научилась позитивному взгляду на жизнь, только пройдя через серьёзные испытания. Но и сейчас иногда как нахлынет. Попробуем разобраться, как бороться с депрессией, болезнью умного человека. Для начала хорошо бы различить депрессию бытовую, вспыхивающую в острой форме наподобие вируса гриппа, и клиническую, когда на лицо и на лице физиологические изменения. Бледная кожа, лихорадочно блестят глаза, обостряются черты лица, в этом случае к врачу, хорошему специалисту, и не сопротивляться. Но с бытовой депрессией можно и нужно справиться самому. Стоит попробовать два метода, работающие одинаково эффективно. Первый – выдавливание уныния из себя за счёт самопсихотренинга. Второй – борьба с депрессией в стиле экшн, то есть идти от противного, сильное движение тогда, когда двигаться нет никаких сил. Метод «Сам себе психолог» Главный принцип – не бояться депрессивных настроений, спокойно их принимать и даже в какой-то степени полюбить. Нормальный, думающий, активно продвигающийся человек не может вечно находиться в позитиве. Ощущение одиночества, бесполезности, раздражительной никчёмности, равнодушного отношения к вам близких означает только одно – вы выпали из своего восходящего потока и, кувыркаясь, болтаетесь в усталой невесомости. Хотя повод для такого настроения чаще всего появляется где-то во внешнем мире. Невесомость вам неорганична, опереться не на что. Веса не чувствуем, в пространстве не ориентируемся, становимся неуверенными и всё время чуть-чуть тошнит. Что делать? Найти дно, на которое можно встать, даже если придётся спуститься ещё ниже. И спускаемся. Сбегаем на дачу или проводим уикенд в городской квартире в одиночестве. Или уезжаем, меняя город либо страну. Главное – остаться одному и насладиться своим абсолютным несчастьем. Что значит «насладиться несчастьем»? Ну, я думаю, не суетиться, не звонить друзьям, которые, как назло, заняты именно тогда, когда очень нужно, отключить телефон. Тишина, пауза, благословенная тишина и пауза. Пришло время просто побыть в тишине, поговорить с собой. Время перечисления всех бед, поиска новых сил, анализа своих ошибок. А можно проще – лениво отлежаться, тупо смотря телевизор. Или устроить что-нибудь вроде «пойти на поводу своих нежеланий». А позже можно начать творить, пописывать в дневнике, баловаться стихами. Важно пересадить ваши «печали» на другой носитель, отделаться от них. В какой-то момент организм устанет от меланхолии и захочет жить и радоваться. Вы сразу почувствуете подъём сил и поймёте – всё, депрессия кончилась. Я пришла к этому методу самостоятельно, но прекрасно понимаю, что мой рецепт не для всех. Самоизгнание депрессии – штука, подходящая только для людей а сильных, то есть привыкших опираться на себя, б понимающих, что причина всего в человеке, а не за его пределами. А значит, выход из депрессии – наша проблема. И надеяться на чужую помощь – бесполезно. Всё перечисленное касается бытовой, но серьёзной депрессии. Вы потеряли свой жизненный поток. Но бывают просто тяжёлые ситуации – увольнение, уход любимого человека, измена или предательство друзей, проигрыш врагам, ну и так далее. Типичная чёрно-белая жизненная зебра. В этом случае не надо срочно решать проблему. Лучше отвлечься. По мелочам – друзья, мелкий шоппинг, спорт, успокаивающие травки и хобби. По-крупному – уехать в путешествие с друзьями, взять паузу и слегка отдышаться. Главное – не спешите действовать. Для начала смените настроение. Необходимо некоторое время побыть тормозом. Смотри три мастер-класса в YouTube «Как слить дерьмо», «ЕБС настроение» и «Тормоз». Борьба с депрессией в стиле экшн. Главный принцип – действовать с прямо противоположным знаком. Рисковать, так как ситуация дикая и терять нечего. Я уже описывала в «Успехи в большом городе» один из моих обломов. Проигрыш выборов – тяжёлое заболевание дочери. Решение – участвовать в президентских выборах, несмотря на то, что Маша в больнице на грани жизни и смерти. И мы победили. Вместе с мужем, друзьями и врачами. Но первый шаг был наш с мужем. Мы решили таким способом выйти из глубокой депрессии, чтобы спасти дочь. Стрессоустойчивость – как накачать защиту? От депрессии мы переходили к проблемам стрессоустойчивости. Время стрессов требует формирования защиты. Причём, однажды накачав мышцу устойчивости, необходимо постоянно поддерживать форму, а то сдуетесь, и вас опять начнёт пробивать мелочь. Итак, как накачать стрессоустойчивый мышечный щит? Фактически, я уже об этом написала, просто напоминаю. Повышайте самооценку, любя себя больше, чем карьеру, семью, родину. Никому ничего не доказывайте. Докажите себе, что вы умеете быть счастливым. Вместо двух ног отрастите дополнительные в виде ваших увлечений и мечт. Лучше быть сороконожкой, чем скучным двуногим, хотя многовато. Четырёх ног вполне хватает для устойчивости. Вспомним, что у танцующего бога Шивы четыре ноги и четыре руки. Найдите для себя бога. Атеисту трудно сопротивляться негативной суете. Если кто-то достал, запихните его в стеклянную банку и продолжайте общаться, установив барьер в виде вежливого равнодушия или посредника. На ночь принимайте ванну и сливайте негатив в прямом смысле слова в дырочку. Относитесь к себе с иронией, но не показушной, а реальной. Применяйте айкидо в ответ на депрессию. Если совсем пробило, всё запишите на бумажку и сожгите. Поиграйте в мистику. Иногда помогает. Болезнь и смерть близких – действительно трагедия. Остальное – чепуха. Быть счастливым легко. Просто не надо бояться жизни. Как начать жить с чистого листа и не вляпаться? Вы прочитали уже почти всю книгу и, надеюсь, поняли, что брать схемы и формально их выполнять – школьное упражнение. Так свою композицию не сыграешь. Умер заранее и не ожил, вышел из суеты и никуда не вошёл, отзеркаливал всех и потерял себя. Так дело не пойдёт. Творческий подход нужен не только в работе, но и в проекте счастье. В счастье фундамент – умение начинать жизнь заново в любом возрасте и состоянии, независимо от обстоятельств. Чтобы уйти от схем, давайте разберёмся в типах людей. Первый – авантюристы. Второй – инфантилы. Третий – мечтатели. Четвёртый – неуверенные. Главное – понять, к какой группе вы относитесь, и убрать то, что вам мешает. Авантюристу – умерить рискованность и понять, что жизнь не меняют просто так, а только вслед за новой мечтой. Инфантилу – перестать перекладывать ответственность на других. Мечтателям – начать, наконец, действовать. Неуверенным – поднять самооценку. И всё. Дальше смотри главы «Дау-успеха» и «Дау-лидерства». Помните, перемены – единственное, что постоянно. Путешествие дилетанта. Пресловутые 90-е годы не обругали только ленивые, обзывая их временами дилетантов и авантюристов, и забывая, что сегодняшняя состоящая из профессионалов бизнес-элита появилась только благодаря тем самым воинствующим романтикам и энтузиастам. На сломе эпох дилетантизм обладал огромными преимуществами. Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Дилетант не ведает страха, так как не знает о предстоящих трудностях. Душа дилетанта шире, чем вознаграждение. Он готов работать за идею. Дилетант свободен от предрассудков и накопленных стереотипов. Он креативен и неожиданен в своих решениях. Дилетант пассионарен и полон энтузиазма. Уже упомянутый Мацусито указывает, 99% успеха обеспечивается энтузиазмом, и только 1% успеха с ним не связан. Дилетант готов к риску, естественному и единственному способу достичь успеха. Но время меняется. Дилетант умирает или не умирает? Дилетантизм умер или доздраствует дилетантизм? Ну, конечно, доздраствует. Но нужно вовремя перейти в профессионализм. Главное — не бояться начинать, быстро самообучаться, развивать интуицию, подкрепляя её формальными знаниями в режиме нон-стоп. Как начать новую деятельность и перейти к профессионализму? Этап 1. Держать паузу и искать мечту, вдохновение, то есть новый поток энергии. Этап 2. Внедряться в среду профессионалов через друзей, тусовку или другими методами. Этап 3. Читать профессиональные книги. Этап 4. Организовать процесс и реализовать проект. Любой — от снятия фильма до создания бизнеса, не жадничая. Деньги потом. Мацусито. Хорошие времена — это хорошо, плохие — ещё лучше. Всегда есть шанс. Главное — мечтать и действовать. Дзен-Джи-Пи-Эс. Следуй за своим счастьем. Вместо заключения. В одном из номеров СНОБа была напечатана странная головоломка. Дзен-Джи-Пи-Эс. Стремясь к цели, ты уходишь от неё. Преграда — это путь. Следуй за счастьем. Но если призадуматься, то, оказывается, противоречия в этой фразе нет. Ложная цель мешает счастью. Путь к ней мешает быть счастливым. Очень важно соотнести цель со своей душой и устремлениями. Чтобы путь к цели стал лёгким, почти неощутимым, лучше вначале найти дорогу к себе, к собственному совершенству. И цель возникнет сама собой, и путь станет уже не нужен. Вы просто будете жить, двигаясь к счастью, к гармонии и примирению. Вы не пугайтесь, я не впала в мессианство. Просто расшифровала мудрёную, но справедливую чужую мысль. Мне кажется, получилось. Работает. В моей жизни точно. 13 лет в политике, 13 лет движения к цели и к себе. А потом мы разошлись, политика и я. И счастье наступило, когда я отказалась от убивающей меня цели и от пути к ней. И нашла новую цель – помогать вам. И путь исчез. Стало легко и интересно. Вроде просто, но пришлось опять поработать, покопаться в себе. А политика не ушла, помогает до сих пор. Опыт огромный, есть что передать. Вот всё и срослось. Напоминаю, быть счастливым, обрести самого себя, услышать свою мелодию и сыграть её максимально совершенно. И вот ещё. Я собственными ушами услышала от Далай-Ламы такое высказывание. «Как бы удобно не сели, нога затечёт. Надо поменять положение. Я думаю, так и в жизни. Перемены прекрасны. Иначе вы затекаете, не имеют конечности и душа. Меняйте положение». Наша жизнь полна проблем. Они всегда будут возникать. Но самое главное здесь – настрой нашего ума. Это так естественно? Неестественно как раз застывать в жизни, подобно мухе в густом мёде. Нет ничего постоянного. Невозможно полностью опереться на опыт прошлого и угадать будущее. Ловите дыхание настоящего и получайте удовольствие. Главное – меняйте положение. Пробуйте и ничего не бойтесь. С таким настроением можно не только слоника продать, но и горы свернуть. Ну что, всё? Пока-пока. 19 июня 2010 года. Мой мастер-класс «Дао жизни» – штука ключевая. Путь Дао – это путь осознанного человека к самому себе. Об авторе. Ирина Хакамада – известный публичный политик, имеющий большой опыт работы во власти. Кандидат экономических наук. Трижды избиралась в Государственную Думу. Являлась заместителем председателя Госдумы. Возглавляла Государственный комитет РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства. В 2004 году выдвинула свою кандидатуру на выборы президента Российской Федерации. Журнал «Тайм» назвал её политиком XXI века и включил в число 100 известнейших женщин мира. В 2005 году номинировалась на Нобелевскую премию мира. В политике она добилась всего, но, разочаровавшись в политических реалиях, ушла, не став жертвовать своей принципиальностью. В настоящее время читает мастер-классы. Общественный деятель, писатель. Выпустила книги «Секс в большой политике», «Любовь вне игры», «Саксес. Успех в большом городе» ведёт теле- и радиопрограммы. Хакамада Ирина. Читала Елена Лебедева. Хакамада Ирина. Продолжение следует... Продолжение следует...